Вокально-инструментальный ансамбль «Синий заяц» представляет Песня о простом ученике школы Хогвартс Тысяча чертей Я колдун, я учился в школе Хогвартс пять лет как дебил Диплома нету, его мне не дали Я колдун, палочку на первом курсе пропил Всё равно в подворотне забрали Да, я колдун, и я вижу древней магии след толку ноль Зато меня здесь крутым называли Квесты давали, награды давали, по морде давали Я колдун, лечу пробедать роулинг на старой метле Мама, не пиши больше книги Я колдун, учился в лучшей школе в стране Нахрена? Ответьте мне, ведь сам я не знаю Я колдун, мне обидно, когда пусть мой карман в хоксмит не сходить Чтоб пожрать там купить Зелье не пить и башку не побрить Вот ведь едить Я колдун, и я знаю свое дело, мое дело сдать экзамен на пять Чтоб херню колдовать Невидимым стать и подальше сбежать Таков путь твою мать Я колдун, и я местных темных магов валю Я колдун, я выучил о ваду кедово Я колдун, убиваю мародерствую я Я герой, с таким как я и враг вам не нужен Я колдун, прогуливать уроки я очень люблю Я слишком важный в игре, так сказали Я колдун, я в сумку гиппогрифов ловлю Чтобы их браконьеры не взяли Я колдун, я хочу из школы Хогварт Скорее в Россию свалить В колдовстворе вступить В ушанки ходить Медведем зелье пить Хочу жить Хочу жить Я колдун, я лечу ноги по грифе вдоль горных вершин Мама, привези мандрагон Я колдун, колдун забытый богом игры Я имба, но только вот не та, что напиток О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о ли Снэйп и победит ли Гарри Волдеморт, а точнее, как именно он его победит. Или когда выйдет следующая часть экранизации. Тоже вариант, да? Однако, чем ближе дело подходило к концу, тем более наплевательски относились создатели к своей франшизе. После отличных семи книг и шикарных двух киноадаптаций выходит уже изрядно поменявший стилистику, но все еще смотрибельный узник Аскабана, а за ним весьма спорный Кубок Огня, скучнейший Принц Полужопка, хотя не, 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 скучнейшими вышли дары смерти. Этот унылый пассаж растянули аж на два фильма, потому что это модно, потому что бабки-бабки, сука-бабки. Но зрители стерпели, ибо это все-таки был финал. То есть, как бы, все, больше надругательств над здравым смыслом и историей мира не будет. Ооо, ну конечно же, мы не в те времена живем. Будет, будет, и еще как, сказала нам Роулинг, и понеслась коза по ипподрому. То, значит, смена ориентации персонажем, то чернини Гермионы. Ну то есть, повест очка уже клешни свои туда запустила на полную катушку. Затем выходит, значит, проклятое дитя, который иначе как постыдным паразитированием назвать нельзя. И вот, как глоток свежего воздуха, отличная альтернативка. Фантастические мрази, где они обитают. Ну, конечно же, и ее в итоге не сумели не скатить в говно. Че уж там. Я думал, что это второй фильм серии «Скучен и бездарен», но я недавно посмотрел третий, и как же я ошибался. Я бы его назвал скучнейшим и бездарнейшим, просто вот ата с каким сливом. Я бы, наверное, в принципе сказал, что это самый скучный фильм на планете, если бы до этого не посмотрел вторую «Черную пантеру». Я к чему все это веду? Да к тому, что нынешняя Патриана наравне с нынешними «Звездными войнами», «Ведьмаками», «Властелинами колец» представляет из себя постканон. Отвратительный, сухой, сделанный не для поклонников франшизы, а для заработка денег. В непонятной позиции здесь находились фанаты компьютерных игр. Последняя сносная игра по Гарри Поттеру вышла в 2002 году, а это уже 21 год назад так-то. Вы представляете, насколько мы тут уже все старые? Да и то, лично мне трудно сказать, так ли она была хороша. Я просто не помню, настолько это было давно. Если тут не замешана ностальгия, когда все старое равно хорошее, то ладно. Так или иначе, те поделки, что выходили дальше, были неиграбельны. Особенно последние, которые являлись классическими играми по фильмам. Вот уж в эту парашу я поиграл. И знаете что? Это был огрызок для голодавших любителей вселенной вроде меня, который я грыз со слезами на глазах, как шелудивый пес. Что, Легу Гарри Поттер еще был? Ооо. Не смешите меня, это несерьезно. Но из того даже момента прошло уже 12 лет. Где же нормальные игры по Патриане, спрашивали игроки. Интересные, современные, с новыми геймплейными решениями. Да? То тут все. Тем более, язык не повернется сказать, что Патриана не популярна. Потому что вот вышел Элден Ринг, который очень сильно ждали. И за год продал 20 миллионов копий самого себя. А вот вышел, наконец, долгожданный Хогвартс Легаси. И за две недели продал 12 миллионов копий. Как бы. настолько вот ожидаемой была игра. Хотя, казалось бы, ее даже называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Или около того. И таки да, мы дождались. Я дождался. Хогвартс Легаси. Окунемся в мир Гарри Поттера с головой. Правда, есть нюанс. Притом, не один. Было весьма страшно. Ведь игру могли превратить в тот самый постканон. Изуродованный плюс дополнительно еще толерастами и идейными импотентами. Которыми сейчас переполнены что? Да все. Все, ребята. Игропром, киноиндустрия. Вообще все. Но, в целом, да, мы сейчас говорим об игропроме. Так что, да, он тоже. С другой стороны, была иная опасность. Игру упускает студия. Господи, прочитать бы это все еще. Everland Software. Известная вам по таким играм, как ни по каким неизвестная. Не, ну, серьезно. Многие ли из вас играли в Cars 2? Или там, скажем, в Prince of Persia? Ну, короче, Prince of Persia Arabian Nights, да? Ладно, я соврал. В кое-что вы играли, скорее всего. Ultimate Mortal Kombat 3 для Сеги. Одна из моих любимейших игр, между прочим, тех времен. Ну, то есть, последний известный их проект датируется 1996 годом. Да, почувствовали свою старость. И вот тут им всучили работу над игрой такой широко известной франшизы. Это вы представляете, в какой заднице находится Патриана, если разработку подобной игры доверили абы кому? А таки да, Патриана находится в глубочайшей заднице, как и другие франшизы, которые я чуть ранее перечислил. Там всякие ведьмаки и вот это вот все, да? В общем, история мне, кстати, напомнила Mass Effect Andromeda. Там тоже работу над похороненной франшизой доверили каким-то левым дядькам и теткам. И по итогу видно, что они старались, но им не хватило опыта. Однако было много хорошего. И у меня теплилась надежда, что, может быть, из Hogwarts Legacy будет нечто подобное. И вот вам мой краткий вердикт. Да, именно это и произошло. Hogwarts Legacy – это Mass Effect Andromeda от мира, собственно, Гарри Поттера. Ну, то есть, получилась весьма интересная игра, на которую не жалко потратить несколько десятков часов, но в которую не факт, что захочется играть снова. Было много интересных решений, проделана серьезная работа над деталями, но очень по многим моментам видно, что людям просто не хватило опыта в создании современных игр не категории D. Ну, то есть, никто, наверное, не ожидал от них проработки уровня А-класса, да? Но иногда смотришь на получившиеся и думаешь, «Ребят, вы чё? Так никто не делает!» «Уже лет, наверное, 20!» «Так делать просто неправильно!» Однако ж... Ну и второй, конечно же, важный аспект – толерастия и идейная импотенция. Ну, во времена, когда Жею впихают пачками всюду, акцентируя внимание именно на их ориентации, будто до этого кому-то должно быть хоть какое-то дело, наличие в игре целой тучи больных фантазий и больных людей – дело обычное. И представьте мое удивление, когда в современной игре не было обнаружено ни следа подобного. Ордот и Расту струдились денно и ночно, в основном ночно, но ничего не отыскали позором. Правда, за такую манну небесную игре пришлось заплатить определенную цену. Ну а что до искажений лора? Да, они есть. Но их не так уж много, как я ожидал. Возможно, всему виной то, что лор Гарри Поттера я немножечко подзабыл, потому что не касался его уже давно. Но не думаю, что дело в этом. Куда хуже дела обстоят в игре, между прочим, с логикой и здравым смыслом. Но обо всем по порядку. Если вы уже сейчас не можете усидеть на жопе ровно и задаетесь вопросом, стоит ли покупать игру именно сейчас, вот прямо вот сейчас вот встал и купил, да? Нет! Нет, не надо! Вот вам мой ответ. Не стоит оно того. Если, конечно, у вас не PlayStation 5, потому что оптимизацию для печек пока еще не завязали. И вообще, в условиях, когда нам, рельским морком, крутят фиги всякие стимы, покупать что-то без сетевого режима могут только бешеные фанаты ачивок, вроде меня. Лучше скачайте. Но потом, когда-таки подвезут оптимизацию, хотя есть такое, знаете ли, мнение, что проблемы оптимизации были из-за Денувы, которую императрица уже вырезала. За славу императрице! Однако учтите, что это мнение на момент двух недель после выхода. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, оптимизацию такие уже подвезли. И тогда я за вас искренне рад. А вы за меня поплачете где-нибудь там в уголке, потому что я ее не получил. В этом случае, конечно же, можете играть, но только в случае именно, что если вы фанат. Потому что грустная правда заключается в том, что за подобные игры, вообще-то, принято ставить низкие оценки. Хогвартс Легаси, увы и ах, игра во всем средненькая. Ее вытягивает только принадлежность к Патериане. И потому, в том числе, многих косяков незаметно, пока ты гуляешь по Хогвартсу. Но то в Хогвартсе, там ведь тепло и уютно, блин. Стоит выйти на просторы британских полей, как ты тут же понимаешь, что игра превращается в типичную осредненную игрушку класса С или Б. По неизвестной никому свежепридуманной вселенной. Ну, серьезно. Представьте, что эта история не про Хогвартс. Вот заменить его в голове на другую условную Академию Волшебства. Палочки, например, на посохе или даже на те же палочки фиг бы с ними. И все. Игра станет обыденной и скучноватой. Неплохой, скажем так, не самый плохой, да? Но даже не близко столь интересной и ожидаемой. И потому, если вы все же являетесь фанатами, как я, и колеблетесь, играть или нет, то, возможно, вы захотите выслушать, что же я скажу насчет игры. Но предупреждаю, если вы почувствуете, что у вас огонь из ануса, значит, вас покусала горе губка. Да, это первый симптом. Первый симптом – пламя из ануса. Не похоже, чтобы он. Какой кошмар. Все пройдет за пару дней. Ну, либо вы не согласны с моим мнением. Тут уж ничем помочь не могу. Мое мнение – самое объективное и неподкупное. Ну что ж, добро пожаловать в рубрику... Прежде чем начать говорить про нутро игры, стоит упомянуть, что Хогвартс Легаси успел еще до своего выхода даже поучаствовать в скандалах. В синем углу ринга разработчики, в красном всякие ЛГБТ и прочие коломены, ее про СТ+. Когда я говорил, что за свое отношение к идиотии, как к идиотии, игре пришлось заплатить, я скорее утрировал. Потому как защитники всяких извращений, как правило, вообще в игры не играют. А репутация у них самих такая, что если они, скажем, докопались до столба, значит столб однозначно прав и достоин внимания, его нужно выслушать. Короче, там взорвалась натуральная навозная бомба. Вы только представьте, игру обвиняют в том, что в ней, как и во вселенной Патрианы, есть нетерпимость, травля, антисемитизм. Казалось бы, да? Круто, правда? То есть вселенная, которая помимо прочего рассказывает о травле, притеснениях, расизме, обвиняет в наличии этих самых элементов. А как бы да, Гарри травили в школе. К оборотням, домовикам, гоблинам, кентаврам и прочим русалкам там относятся чуть лучше, чем к грязи. Особенно к домовикам, которые в натуральном рабстве у волшебников. Впрочем, как к натуральной грязи относятся там многие и к нечистокровным волшебникам. Патриана как раз и вертится вокруг этой всей нетерпимости и показывает, как она не имеет под собой никакого основания. И как ее преодолеть на примере любви и дружбы. Но это все для фанатов, которые тупые книжки, знаете, там про волшебников читают. Потому что ранее названные эпитеты к ней применяют не поэтому. Во-первых, это все, знаете ли, из-за роулинг. О, тема с этой старой женщиной, знаете ли, вообще отдельный разговор. Иначе мы вообще никогда до игры не доберемся. Но это необходимо знать для понимания общей картины. Ее начали травить извращенцы и их прихвостни, когда та вдруг оступилась с их точки зрения. И решила отойти от их извращенской партийной линии. Потому что недостаточно, видите ли, сделать геями одних, других черными. Надо и дальше поддерживать всю эту движуху. А роулинг, видимо, в один момент либо дала слабину, либо сама офигела от степени идиотии. В итоге, когда она сказала, что женщин нужно называть женщинами, а мужчин мужчинами или как-то так, ее тут же обвинили в трансфобии, как будто что-то плохое, и начали травить всем селом. Вчерашние Гарри Поттеры, Роны Уизли и прочие Гермионы, которым она дала путевки в жизнь, сегодня уже строят ей козью морду. А защищала ее, вы не поверите, лорд Волдеморт. А именно, еще не поехавший, судя по всему, кукухой актер Рай Файнс, сыгравший Темного Лорда. Веселая движуха, говорящая о многом. Как вы понимаете, раз писательница сказала что-то не так, то, значит, и вселенная плохая, и, соответственно, игра. Типичное культистское мышление, культура отмены во всей красе. Во-вторых, один из геймдизайнеров Хогвартс Легати на Ютубе защищал многих своих знаменитых коллег от обвинений в домогательствах, харассменте и сексизме. А, как вы понимаете, это неприемлемо в парадигме поехавших извращенцев, в честь чего последние недовольны, а потому игра снова плохая. Ну и один из главных разработчиков поддержал, оказывается, движение Геймергейт, которое пыталось поганой метлой вымести баб, продвигавших свои проекты через задний проход в буквальном смысле. Ну, то есть через постель. Видимо, чтобы после обвинить тех, кто ей помог в харассменте. Обычное же дело сегодня на благословенном западе, правда? Гоблинам тоже досталось, так как из трейлера общественность узнала, что главный атагонист это Гоблин, не старшего первополномоченной, но тем не менее. Она, общественность, тут же вспомнила некие сходства этого народа с евреями. И типа вот это вот и называется антисемитизмом, да. Я думаю, евреи бы поржали над таким, ибо сходство там чисто карикатурное. Да в номерах уральских пельменей антисемитизма больше, чем в Хогвартс Легаси. Вы о чем вообще? Но, тем не менее, горе губка не дремлет. Одного из участвовавших в разработке актеров записи анимации она тоже покусала, и он прилюдно отказался покупать копию игры. А вместе с ним, наверное, и все его дружки-дегенераты тоже отказались. Расчет, видимо, наверное, был именно на это. Некоторые западные обзорщики опасались делать обзор на Хогвартс Легаси, чтобы не навлечь на себя гнев толпы. А накануне выхода игры появился, хоть и быстро был заблокирован, сайт для отслеживания транслирующих игру людей, чтобы, конечно же, подвергнуть их культуре отмены, а конкретнее натуральной травле. Чувствуете запах? Это запах свободы, детишки. То есть вы видите, да? Разработчики вели себя прям почти как ранние сити-проджекты. На все эти нападки компания не отреагировала. И тогда извращенцев тоже покусала горе губка. И они на такой вот тяге побежали ставить нехорошие теги игре в стиме. Но тут уже возмутились нормальные игроки и отбили атаку. Забавно получилось, правда? Вы, наверное, удивитесь, но обвинения столь серьезных и уважаемых организаций в столь серьезных грехах не помешали Хогвартс Легаси за две недели продаться 12 миллионами копий, провернув всех этих сквибов на волшебной палочке. Я не удивлюсь, если некоторые воспринимали такие нападки как рекомендацию. Ну, они не прогадали. Игра встречает нас помимо меню, конечно же, создания персонажа. Обычное дело в ролевой игре. Но так уж вышло, что последние современные конструкторы персонажей, которые я видел, это конструкторы Demon's Souls Remake и Elden Ring. Поэтому я невольно сравнивал их возможности с возможностями Хогвартс Легаси. И, в принципе, они так-то равны, плюс-минус. Для начала нам дадут выбрать из полутора десятка примерно шаблонов, которые тут очень даже хороши на самом-то деле. Можно выбрать тип лица. Подробного морфинга здесь нет. Просто, опять же, корзина шаблонов. Впрочем, обделенным себя ты вряд ли почувствуешь. Цвет кожи по вкусу, также в наличии шрамы, веснушки, все как положено. Можно также нацепить на персонажа сразу очки, что, конечно, дань уважения по регатору, не иначе. Не советую, ибо это можно сделать в любой момент в игре без каких-либо ограничений. И тут забавный факт. Угадайте, какой мод стал самым популярным на момент создания этого обзора. Мод на осветление кожи. Запахло расизмом, да? Или просто кому-то неинтересно засилие смуглых лиц. Это еще что? Во французском шахбатоне скоро одни арабы будут учиться. Геополитика, детишки. Ладно, прически. Причесок здесь достаточно много. Не, в пример, тем же конструкторам из дарков. Притом, здесь они отличаются от многих стандартных шаблонных волосяных покровов, скажу я вам. Так как, спойлерну, действия игры происходят в далеком прошлом от нашей точки исчисления, то никаких вот этих вот, знаете ли, новомодных причесок с полувыбритыми боками, вот, например, или что-то в этом роде, тут, слава богу, нет. Это скорее расширенный набор из Бладборна. Старая, добрая, поствикторианская, или как она там правильно называется, Британия. И можно косплеить Гвен Стэйси, что тоже хорошо, как и мне. Самое интересное, что прически не привязаны к полу персонажа, что как бы правильно. А вот что неправильно, так это отсутствие привязки голоса к полу персонажа. То есть, женщина может говорить мужским голосом и наоборот. И называются они, конечно же, первый голос и второй голос, а не мужской и женский. Да и выбор пола это просто тумблер в двух позициях, не привязанный ни к каким параметрам вообще, за что и борются западные зврачуги. Ну то есть, ты можешь сделать натурально женского персонажа с женским голосом и назначить его волшебником, а не волшебницей. И все, ты спишь в мужской спальне, сышь мужских уборных и, видимо, имеешь пожеденный пропуск на сосисочной пати. Да, забавно, что за такую гендерную неопределенность игру не стали хвалить. Я, честно, не знаю, для каких вот идиотов такие игровые возможности станут реальной фишкой игры. Наверное, для тех, о которых я рассказывал чуть ранее. Ребят, если вы вдруг вот смотрите вот этот ролик, объясните, в чем прикол. Ну ладно, это все же мелочи. Тем более, что с голосом персонажа совершенно иная проблема. Подробнее я коснусь ее чуть позже. Если вкратце, в игре есть питчинг голоса. То есть, повышение-понижение тона. И никогда, слышите, никогда его не меняйте. Не меняйте тон, чтобы потом не страдать до конца игры. Далее, конечно же, выбираем имя. Я создал себе женского персонажа, потому что я и так мужик Магл 24 на 7. Дайте мне хотя бы немножечко побыть феей Винкс. Часов так на 40, например, да? Имя выбрал классическое британское Клара. Так как отчества у них нет в рамках игры, то фамилия будет Захаровна. Да, типичная британка. И Клара Захаровна ставит этому конструктору положительную оценку. Он действительно интересный и полностью удовлетворяет потребностям игрока. Плюс при создании звучит весьма приятная музыка. Музыка — это вообще сильная сторона игры, должен сказать. Однако дольше задерживаться здесь смысла нет. Перед Кларей Захаровной открыт целый волшебный мир. Вообще, еще до создания персонажа мы получаем то самое письмо, в котором нас зачисляют в Хогвартс. И при том подпись замдиректора профессора Уизли. Оба-на, подумал я, Рон Дон Дон дослужился-то замдиректора. То есть это, конечно же, не по лору, но... Какая нахрен разница? То, что в «Проклятом дите» тоже не по лору, и в этих тварях фантастических тоже не по лору? Пофиг. Это что, получается, будет постпатриана? Но, к сожалению, первая же сцена своим визуалом показывает, что нет, это прошлое, а не настоящее. Из дальнейших сюжетных диалогов становится понятно, что это где-то примерно 90-е годы. 1890-е, если быть точным. Возможно, даже 92-й. Я об этом позе скажу. Так что всех вот этих вот ваших кандальеров, да, сверхкоролей Чаруальдов и мадам Самогони не будет. Но это мы поймем потом. Пока что на это намекает внешний вид британской улицы, на которой нашу Клару встречает некий профессор с отличной фамилией Фиг. Но зато ему повезло с именем Элиазар. Прям такой очень магический. Элиазар Фиг. Жалко, что он не из России. Нас сажают в карету без лошадей. Ну, оно очевидно, что здесь фестралы. И без поводий. Что же, откровенный баг. Ну да ладно. Вместе с Фигом и его знакомым мы стартуем, испуганно озираясь. Явно творится что-то неладное. И тут выясняем, что нас не просто зачислили в Хогвартс, а сразу на пятый курс. И вот эта фишка, она, знаете ли, двояко смотрится. Я еще не раз по ней пройдусь, но в целом, с одной стороны, нам дают достаточно взрослого персонажа, то есть нам уже от 15 до 16. И не на первый же курс нас пихать к одиннадцатилеткам, в самом же деле. С другой стороны, сюжет позже хоть и попытается это как-то обосновать, но все равно подобный скачок пятилетку за год смотрится довольно странно. Опять же, позже объясню почему. Да, я мастер интриги. В общем, в полете взрослый обсуждает, что покойный ныне жена Фига завещала ему некую шкатулку, которую никто не может открыть, ибо древнее могущественное волшебство и все такое. Ну, конечно же, стоит нам протянуть руку, как шкатулка открывается. О! Мы, оказывается, видим те самые следы той самой древней магии. Вокруг этого вертится весь сюжет. Короче, мы Мэри Сью, да. И становится понятно, что это не просто так вот мужик по сторонам озирался. Тут же на нас, короче, нападает дракон, биодраги, на котором также видны, насколько нам, конечно, известно, следы древней темной магии. Там древняя магия, здесь древняя магия. Слишком много древней магии на квадратный метр, но, тем не менее, привыкайте к Хогвартс Легаси. Короче, дракон откусывает пол кареты вместе с сопровождающим, и теперь мы видим фестралов. Это, кстати, сделано классно. Плюс игре за внимание к мелочам. В общем, карета против дракона долго не держится, но ключи шкатулки оказываются порталом в непонятные руины. Собственно, это обучающие руины, где нас учат основам, как ходить, как прицеливаться, и все в таком духе. В конце мы при помощи своего уникального умения находим следы древней магии, открывая портал. Который приводит нас не абы куда, а в сам Гринготс. И уже там тот самый ключ оказывается ключом от одного из древнейших сейфов банка, после чего мы совершаем живописную поездку через банковские шахты. Не могу не вспомнить схожий с оригинальной историей, где Гарри также попал в Гринготс еще до Хогвартса. Эта отсылка коих в игре будет не просто много, а очень и очень много. В сейфе, разумеется, опять следы древней магии, испытания, первые выученные заклинания Ревелио и Люмус, и первый же бой. Затем мы находим омут памяти и смотрим некое воспоминание, как четыре волшебника спасают деревню от засухи, после чего до нас домогается какой-то гоблин в дедрических доспехах. Мерзючее такое создание, и он и до нас домогается, и до гоблина домогается. Ну а затем новый портал приводит нас на пушку запретного леса, и под эпичный саундтрек нам показывают Хогвартс. И это все искупает. Потому что нужно признать, что Старт здесь не сказать, что вялый. Нет, он бодрый. Но он как-то отдает вторичностью и клише. Если вы не поняли, мы очередной избранный. Только вместо персонального Волдеморта мы, оказывается, имеем на хвосте предводителя восстания гоблинов, который не щадит ни своих, ни чужих. Зовут его, кстати, Ранрог. Помню еще в книге Рон Уизли смеялся над именами гоблинов, что они, мол, все схожи. Ранрог, Лот Гог и прочие локдоги. Конечно же, к нему примкнули еще и темные волшебники, этакие пожиратели смерти на минималках, притом совсем на минималках. Но даже с учетом нагоняемой эпичности с древней манией ничего эпичного не чувствуется. Опять же, вспомните Андромеду. Там тоже нагоняют атмосферу, как могут. Но нет эпика. Ну подумаешь, соседняя галактика тоже мне, да? Правда, Хогвартс Легаси здесь приятно отличается. Ведь вот прямо сейчас все эти ваши древние маги и прочие хот-доги отходят куда-то на задний план. Ибо мы прибыли в Хогвартс. Давайте будем честны. Любой поклонник вселенной Гарри Поттера ждал именно этого. Он ждал прибытия в Хогвартс. Что? Древняя тайна? Загад? Не-не-не-не. Вот правда. Нет. И при том, как изначально, то есть людям куда интереснее наконец посетить сам Хогвартс, и проникнуться атмосферой, которую навевали семь книг подряд, так и по итогу все эти древние тайны яйца выйденного не стоят. Такой вот эмоциональный спойлер. В Mass Effect были древние тайны, пугающие и неожиданные. В Котор были древние тайны, за которыми было очень интересно следить. Здесь же заменить древнюю магию на особую уличную, а далекое прошлое на любое другое время ничего бы не поменялось восприятий. Так что все ранроки и прочие пепламбы идут далеко и надолго. Чуй, мы дома. Сразу эйфорический визг. Ёшки-матрёшки, он же прямо как в фильме! И таки да, так и есть. Дизайнеры проделали невероятную работу, строя этот замок. По всему было видно, что в него вложены огромные труды. Имея на руках восемь фильмов, создатели использовали их в качестве образца. И должен сказать, это едва ли было простой работой. Во-первых, привычные локации Хогвартса, его самые видные места, постоянно претерпевали изменения из фильма в фильм. На это не всегда обращают внимание, но если уж обратить, то получается весьма рваная картина. Во-вторых, очень многие места, даже не так, большая часть мест в Хогвартсе, по понятным причинам, не была показана в фильме, только описана в книгах. И всё это тоже нужно было воспроизвести, соединив все кусочки пазла. Однако же дизайнерам это удалось. Внутреннее обранство школы просто великолепно. Многие места выглядят совершенно не так, как я их себе представлял. Например, коридор с горбатой ведьмой, которая ведёт Сладкое Королевство. Но оно и понятно, читая книги, каждый из нас представляет эти места по-своему. В этом и заключается сложность приведения картины к общему знаменателю. Некоторые же места, к сожалению, были перенесены с откровенными ошибками. Например, в гостиную Гриффиндора ведёт дверь, а не хобби Ченара. Ну и тот же коридор за статой Горбунии, он должен быть другим, а вместо него сделали натуральную подземную базу с лифтом. Понятно для чего, но оно того не стоило. Опять же, огромное множество мест, о которых мы только читали, нашли своё отражение в игре. Кабинет могловедения, класс астрономии, нумерологии, гостиная Пуффиндуя, единственная, которая вообще не фигурировала в Патриане ранее. И таких мест на самом деле огромное множество. Одно удовольствие носиться по замку и следовать его. Однако к этому моменту я ещё вернусь отдельно. В конце концов, наша героиня пока что скована скриптовыми сценами и ничего исследовать не может. Вообще, нужно сказать, что игра очень долго разгоняется. Вот есть у неё такая особенность, которая поначалу даже не воспринимается как недостаток. Возможно, она зависит ещё от темпа продвижения в игре. Как бы то ни было, мы с профессором Фиггом прибываем в Хогвартс, где уже началось распределение. А точнее, уже заканчивается. И мы успеваем буквально на последние минуты. Чем, конечно же, недоволен директор. Да, с директором нам особенно повезло. Помните, как представляли Дамблдора в фильме? «У тебя, Гарри», — говорил Хагрид, — «будет лучший директор Хогвартса всех времён». В то же время, Сириус Блэк о своём предке отзывался как о самом непопулярном директоре за всю его историю. И хотя оба могут считаться максимально предвзятыми источниками информации, факт остаётся фактом. Финас, Нанджелус Блэк — это тот ещё мать вашу директор. Насясь по Хогвартсу, можно то и дело слышать диалоги учеников на тему «На кой ляд нам поставили директором Блэка, ему же плевать на учеников». Вдобавок к тому, что всё семи книжья Финас через свой портрет раскрывался как очень неприятная личность, с той же стороны теперь нам его раскрывает и игра. И я даже не знаю, понимаете, можно как угодно относиться к Альбасу Дамблдору, но нужно признать, он большая величина, он великий волшебник, без приукрас. Пока он директор Хогвартса, Хогвартс будто бы ощущается таким тёплым, уютным местом, домом. А без него будто кусок чего-то важного вырвали и выбросили. И здесь, на место этого куска вставили кусок, в общем, иной субстанции. Возможно, в том числе поэтому Хогвартс ощущается приятным, загадочным и до боли знакомым местом, но уже не родным. А может быть это из-за времени действия сюжета, я не знаю. Может быть я вообще всё нагнетаю. Это уже решайте сами. Короче, Блэк ворчит, но всем пофиг, идёт распределение. Шляпу на нас вертит та самая замдиректора Уизли. Да, это, конечно же, не Рон, это Матильда Уизли. Она здесь полный аналог МакГонновелл, при том как по чертам характера, так и по преподаваемому предмету, трансфигурации. И сразу же давайте обговорим один момент. Да, в игре много фан-сервиса. Это, собственно, игра-фан-сервис, построенная на отсылках. Однако, хоть и нарушение логики в этом всём присутствует временами, конкретно в этом случае с именами и фамилиями проблем здесь нет. Семьи Уизли, Мракс, Блэк, Пруит, древние и благородные. Конкретно благородными можно назвать не все, потому как благородство для некоторых означает чистокровность. Хотя те же Уизли, к примеру, хоть и плюют на чистокровность, по воле случая таки являются чистокровными. И при том не могу не постебаться. Арнольд Шварц Уизли чистокровный, а Володя морда нет. Как и многие из Пожирателей Смерти. Ну это так, отвлёкся. А впрочем, давайте отвлекусь ещё раз. Несмотря на то, что мы учимся за сто лет до событий, описанных в романе, это не значит, что мы не встретим старых знакомых. Ултергейст Пивс, а также почти безголовый ник, Серая Дама, Профессор Бинс, они тоже есть в игре. С ником даже можно побеседовать. Но оно и понятно, духи бессмертны. Однако есть ещё минимум трое живых людей, которых мы знаем. Первый, ни для кого, наверное, не сюрприз. Альбус Дамблдор. Он родился в 1881 году, а действие игры, напомню, происходит в 90-х годах, когда именно не уточняется. Но Дамблдор поступил в Хогвартс в 92-м году. То есть он незримо присутствует в игре. Либо я очень невнимателен, и его даже можно здесь встретить. Однако, видите ли, учитывая его успехи в старших классах, о нём вы говорили постоянно, как в своё время говорили о Томме Редли. Так что, скорее всего, это ранние годы его учёбы. А значит, мы ближе к 90-м годам, чем к началу 20-го века. Детектив Либрариум расследование закончил. Раунд! Второй персонаж чуть менее очевиден. Это директор Хогвартса Армандо Диппет. Он долгожитель. Аж в 1637 году родился. А директором Хогвартса стал только в начале 20-го столетия. После смерти нынешнего директора Блэка. Так что в Хогвартсе он быть не может. Но, опять же, он незримо присутствует в игре самим фактом своего существования. А ещё Николас Фламель, который... О, Либрариум, ты будешь уже нам про игру-то рассказывать, а не перечислять всех долгожителей Патрианы. Ладно, ладно, всё. Распределение. Нас, конечно же, распределяют на факультет. Как и положено, шляпа... Ммм, что-то чует в нас. Что же это? Храбрость? Или интриганство? Ммм, что? Так, а почему в списке нет лени? Меня ж теперь не примут. В общем, что ни отвечай, всё это бутафория. Выбираешь факультет ты в итоге сам, из списка. Разумеется, факультеты те же самые, всем давно знакомые Дриппендор, Кокти Рвать, Пуфик Вдуй и Слизерин. Как мне сказали по статистике, большинство игроков выбирают Слизерин. Неудивительно. Два центральных для сюжета факультета это Гриффиндор и Слизерин. А Гриффиндором и так все сыты уже. Но меня удивило обоснование. Мол, Слизерин это самый крутой факультет, там самые умные ученики, которые ничего не боятся. Слизерин это свобода и мощь. И прочие на эти детские штампы. Окей, ребят, мы об одном и том же факультете говорим. Вы там его с Орденом Ситхов случайно не перепутали? Ладно, как бы то ни было, я тоже хотел выбрать Слизерин. Знаете почему? Потому что мне нравится идея, что всегда на кучку самодовольных кретинов, вроде Пожирателей и прочих Нанджелусов Блэков, всегда появится один Северус Снейп, который все искупит. Однако начинали мы играть в игру в компании, и потому внешность и факультет выбирали коллегиально. При выборе факультета никто не пострадал, кроме кубика, который мы бросили, так как не могли прийти к соглашению. Кубик закатился под диван и там сгинул. А выбор после жаркой драки пал на Дриппендор. Ну, ничего, однажды я перепройду эту игру уже на Слизерине. А пока нас ведут в гостиную. И опять же, что это за вход такой в хобичий домик? Не должно быть такой кривой норы, что за Равшан с Замшутом это придумали? Не, возможно, я не прав, и так и должно быть. Патроманы, просыпайтесь, мне нужна ваша консультация. Забавно, кстати, что половина всех портретов в спальне неподвижны. Я знаю, что могло-рожденные, вроде Дина Томаса, могли развешивать неволшебные недвижимые плакаты. Но здесь что, все такие, что ли? Но это так только в спальне. По всему замку портреты, как и положено, двигаются. Мне даже показалось, что на одном из них я узнал Ричарда Харриса, актера, игравшего Дамблдора в первых двух фильмах. Но это вряд ли. Наверное, показалось. Далее идет коротенькое знакомство с некоторыми твоими сокурсниками. Тут тебе и аналог Гермионы, кстати, вполне красивый. Мне такой гораздо больше нравится, чем этот самый Эмма Уотсон, знаете ли. И, значит, аналог Рона. Он, кстати, тоже Уизли. И вот уже в этих диалогах, в спокойной обстановке, начинаешь замечать проблему голоса главного персонажа. Я, как вы поняли, выбрал женщину и понизил ей тембр. Это ведь тембр называется, если что поправьте, но, по-моему, тембр. Короче, голос стал более низким. И в итоге, знаете ли, я всю игру слушал отвратительно переработанный оригинальный голос. Те, кто работают со звуком, знают, что современные монтажные программы умеют качественно менять тембр голоса без смены его темпа. То есть скорость не меняется, а тон меняется. Тон, тембр, опять же, я могу путать термины, но, в сути, я думаю, вы поняли. Тут же обработка некачественная. Слышно, будто бы расслоение звука. Это становится понятно не сразу, ну, а чем больше ты слушаешь разные голоса в разных условиях с эхом, без эха, тем больше понимаешь, что тебе не показалось. Обработка голоса в Хогвартс Легаси сделана из рук вон плохо. Сразу вспоминается в кавычках рэп из третьего Ведьмака. Правда, там еще темп речи менялся. Так что, бога ради, не меняйте настройки голоса, не портите себе удовольствие. Да и в целом вынужден признать, что при очень даже качественных и интересных персонажах озвучены они довольно-таки плохо. Про нашего протагониста я уже упомянул, но там, в принципе, в игре все не очень хорошо. Озвучки не хватает режиссуры. То есть человека, который будет говорить, в какой ситуации находится отыгрываемый персонаж, и какая эмоция присутствует в речи. И пинать актера, если тот халтурит. А тут многие, знаете ли, халтурят. В Хогвартс Легаси никто никого явно не пинал, потому халтурят тут добрая половина голосов. Серьезно, качественные отыгрыши здесь можно по пальцам одной руки пересчитать. И это, загибайте пальцы, Профессор Шарп, Омнис Мракс, Дядя Себастьяна, часто еще Профессор Чесноук, и, как ни странно, Директор Блэк. Ну, то есть ровно пятеро, как раз хватило одной руки. Есть ряд персонажей, которые звучат неплохо в ряде ситуаций и в целом, но, откровенно говоря, все-таки слабовато. Это те же Профессор Фиг, Уизли, а есть отвратные озвучки. Это вот, например, та же Натсай, совершенно без эмоциональной фразы. И в ответ мы выдаем такие же. Притом, ладно, в мирное время, ну вот, например, вот сцена, да, из игры. Налетел тролль, вот ученик пятого курса разнес его нахер в щепки одним ударом, выбегает, значит, Констебль, и спокойнейшим голосом говорит, оу, что это было? На что мы ей не менее спокойным голосом отвечаем, мол, да тролль это был. Не видел, что ли, дур, тупая, в таком вот духе? Некоторые третисортные персонажи, к примеру, безликие ученики Хогвартса, будто бы кривляются при попытке озвучить персонажей. Возможно, они наняли на это дело реальных подростков, которые не умеют играть. Не знаю, только это, знаете ли, не оправдание. Озвучка у Хогвартс Легаси на весьма посредственном уровне. И вот тут бы было бы классно увидеть русский дубляж. Многие говорят, дубляж, где портят впечатление от оригинальных голосов. Ну, вообще, да. Где как, на самом деле. Но тут точно портить нечего. И до меня дошли слухи, что самопальная группа Games Voice решила сделать дубляж Хогвартс Легаси. Надеюсь, он будет качеством повыше, чем то, что было для Dark Souls 3. Однако, с другой стороны, как я понимаю, там работает много команд. Как бы то ни было, пожелаем Games Voice удачи. Будьте уверены, отныне они у нас на заметке. Мы все видим. Ладушки, господа аудиофилы, давайте вернемся к событиям. Короче, тем временем наша акклиматизация продолжается. Профессор Фиг настаивает, что, мол, тайны тайными и загадки загадками. А вот учиться на теле тоже надо. Как минимум для того, чтобы противостоять грядущим проблемам. И потому мы выбираем одного из двух персонажей для того, чтобы он проводил нас в Хоксмит. Такую разведку боем провел. Судя по всему, выбор не влияет вообще ни на что, кроме некоторых диалогов. С обоими персонажами можно и даже нужно будет развивать их сюжетные линии. Нам проводят быструю разведку на местности. В какой стране запретный лес, в какой Хоксмит. Так как мы внезапно прибыли из мира маглов сразу на пятый курс школы волшебства, то у нас, кроме чужой волшебной палочки, ничего, в общем-то, и нет. Но, как и положено, Хогвартс проплачивает тебе самые базовые учебники и ингредиенты для первых уроков. Если помните, тот же Том Реддл получил дотацию от Хогвартса и имел, хоть и поддержанную, но вполне рабочую атрибутику, вроде котлов, палочки, метел. Нам тоже помогут с приобретением начальных рецептов зелий, ингредиентов и, собственно, волшебной палочки, заодно познакомив нас с торговцами Хоксмита. Да, в общем-то, эта деревня является торговой площадкой для нас. Тут есть несколько специализированных магазинов, продающих рецепты, зелья, атрибутику для ухода за существами, метлы, траву всякую. И, по-первою, все в порядке. Непорядок начинается, когда игра, изо всех сил стараясь казаться логичной, в то же время пытается использовать стандартную концепцию ролевой игры, где персонаж добывает себе пропитание сам. И потому, да здравствует фарм. Это отдельный пункт, о котором позже. Но просто оцените силу момента. Профессора, желая, чтобы мы были готовы к получению новых опасных для нас знаний, вроде мощных заклинаний, отправляет нас натурально в пекло, в эпицентр опасности. И при том заниматься такими вещами, после которых мы не то что стали бы изгоем общества, а натурально загремели бы в Аскабан. Такая вот противоречивая игра. Однако ж, это становится понятно позже. Пока что нам говорят, что, мол, да, мы тут тебе сперва поможем, а дальше давай сам. Окей, сам так сам. Сперва покупка первостепенных вещей. Из них выделяется только покупка палочки. Палочками у нас здесь заведует оливандр, и ничего удивительного здесь нет. Оливандры это древняя семья. Чтобы не возникало диссонанса, этот момент обговаривается в игре минимум дважды. Что, мол, оливандры лучший изготовитель палочек в Британии. Этот оливандр, дед того оливандра, которого мы знаем. Кстати, а знаете, как его звали? Гарик. Гарик оливандр, который сделал палочку для Гарри Поттера. В общем, нам дают возможность выбора палочки. И сцена выбора повторяет сцену из Гарри Поттера, что также является фан-сервисом, конечно же. Однако, давайте еще раз напомню, когда я говорю фан-сервис, я не подразумеваю, что это плохо. Я просто констатирую факт. Первая палочка устраивает бардак, вторая тоже. И вот, наконец уж, третья приживается. Внешний вид палочки мы можем выбирать сами. Материал, сердцевину, длину, которая, к сожалению, не влияет ни на что и даже визуально никак не отображается, что весьма странно. Ну и гибкость, что тоже, разумеется, ни на что не влияет. Но фанату приятно. Как обязательный параметр палочки, он присутствует. Все-таки это мир Поттерианы. Ну и, разумеется, выбор материала тоже ни на что не влияет. Нам сообщают, что сердечная жила дракона в качестве сердцевины подходит для более сильного боевого волшебства. Например, волос единорога для самого стабильного. В цифрах это вообще никак не отображается и, как я уже сказал, едва ли на что-то кроме визуала влияет. Да и, честно говоря, на визуал тоже не влияет. Просто название в статистике и не более того. В общем, спасибо Оливандеру. За такой подгон я украл у него 60 монет. Потому что, да, раз нам сказали зарабатывай сам, то приходится косплей Тразина неисчислимого. Я тут у вас кое-что спиздил. Ну да ладно. С новой палочкой под мышкой мы отправляемся на целую вереницу разгоночных квестов. Сразу после того, как на Хоксмит нападают боевые тролли со следами темной древней магии. И тут в нас, в разгар боя, с ними просыпается способность не только видеть древнюю магию, но и использовать ее, помимо обычного каудовства. Я бы с радостью рассказал вам о боевой системе и исследованиях прямо здесь и сейчас. Но, к сожалению, один из серьезнейших минусов игры это очень и очень долгий разгон. Прям вот очень долгий разгон. У нас не получится просто нестись по основному квесту сломя голову. Во-первых, они имеют уровневые ограничения. И, например, десятом уровнем проходить квест пятнадцатого не то чтобы нереально, но очень долго и, главное, бессмысленно. А во-вторых, иногда эти квесты имеют еще и иного рода ограничения. Нужно выполнять второстепенные сюжетные разгоночные, опять же, задания. Это встречается весьма редко, буквально пару раз за игру. С другой же стороны, так как мы неофит, то выбор наших заклинаний весьма ограничен. Нам обязательно дадут только сюжетные, но вот их будет маловато. А выполнение второстепенных заданий как раз подразумевает получение не только опыта, но и заклинаний. И иногда других ценных приобретений. Так что ничего не поделаешь, придется выполнять. Да и потом это же интересно. Действительно интересно. Так как игра поделена на три действующих области, отличающихся друг от друга, это Хогвартс, Хоксмит и их окрестности, то можно сказать, что и задания в этих краях сильно отличаются. В Хогвартсе нам часто будут встречаться ученики, которые столкнулись с определенной трудностью, которая чаще всего связана с разгадкой тайн школы, что для любого фаната вселенной просто восторг. Мы, помогая им, будем решать головоломки, которыми Хогвартс утыкан, просто вот не зная как еж иголками. Но это третисортные задания, назовем их так, на любителя. Хотя в основном в Хогвартс Легасе как раз такие любители играть и будут. Второстепенными же или второсортными, как угодно, заданиями, можно назвать задания однокурсников. По совместительству наших друзей, отношения с которыми как раз и будут выстраиваться в этих заданиях. И к моему великому, узнаете ли, удивлению, независимо от факультета, все персонажи более чем приятные, и с ними именно что хочешь взаимодействовать. Вот, например, заучка, прототип Гермионы. Вот любительница животных, этакая Ньют Саламандр в юбке. Вот сокурсница из Уагаду. А вот классический ботан, смотрящий на звезды и знающий гобли-дук, но тем не менее не испугавшийся лезть в пекло. Аналог Невилла, только с Коктебрана. Притом даже слизеринцы ведут себя не как заносчивые кретины, а просто как обычные ученики. Они, конечно, да, заносчивые иногда, но все-таки в меру. А так, знаете ли, весьма дружелюбны. Себастьян получился отличнейшим персонажем. На мой взгляд, он делит первое место по проработанности с Поппи Добринг, той самой любительницей животных. Эмиль де Рейс послизерински заносчивая, но ей присущее благородство не только на словах, но и по характеру. И пусть она, да, едкая, но все-таки справедливая. Даже Омнис Мракс. Да-да, вы не ослышались. Это предок Волдеморта. Дальний, но все же. Даже он, впервые встречая нас с таким презрением, что охота сквозь землю провалится, становится нам очень хорошим другом. Так что сокурсники здесь просто мое почтение. У них нет неинтересных заданий. Чуть хуже дела обстоят с преподавателями. Здесь логика заданий такая. Чтобы доверить тебе подаван заклинания, например, Инсендио, мы должны понять, что ты силен как волшебник, чтобы как минимум самого себя не сжечь. И потому ты получаешь второстепенную задачу. Например, победить в дуэльном клубе, используя так называемые дуэльные уловки, о них позже и прочие подобные моменты. Это скорее как такой челлендж. На задание это даже не тянет. Зато приз в виде заклинания весьма хорош. Однако здесь снова страдает логичность. Если первые подобные задачи были вполне ясны и увязывались друг с другом, то чем дальше по сюжету, тем все хуже и хуже становилось. Вот, например, профессор Зоти Гекат. Зоти — это защита от темных искусств. Прежде чем научить тебя чарам, она говорит, мол, потренируйся сперва. Тут у нас есть подпольный дуэльный клуб. И логично, что, оттачивая в дуэлях навык владения заклинаниями, ты становишься более готовым к новым сложным чарам. Но вот, спустя полыгры, преподаватель ухода за магическими существами вдруг нам говорит, чтобы я научил тебя заклинанию бомбарда, поймай несколько животных. Ага. Бомбарда — это в переводе на русский — расхреначить все к чертям собачьим, то есть большой взрыв. И как он связан с поимкой рандомных тварей в сумку? Да никак. Просто нам нужно дать тебе сюжетное задание, а по сюжету мы тебя не познакомили только с механикой поимки животных. И на самом-то деле это вредит восприятию. Особенно на фоне целой прорвы подобных вот косяков. Но вернемся к сюжету. Мы узнаем, что вместе с гоблинами против нас ополчились и те самые недопожиратели, так называемые пепламбы. Это существа, если что, такие. Как, если помните, в Ведьмаке была вражеская организация под названием Саламандры, то тут вот у нас пепламбы. Согласен, название для русского уха идиотское. Они бы еще личурками назвались. Руководит ими мужик по фамилии Руквуд, также знакомый поклонником франшизы. Об этом мы узнаем в Хоксмите, когда подслушиваем его с гоблином разговор. Разумеется, тролли и дракон были посланы персонально за нами. Если вы еще не поняли, мы здесь персоной величиной с Дамблдора. Талантливые до невозможности. От чужих воебонов нас защищает барменша с мужским голосом. Серьезный, я не понимаю. Я надеюсь, это не попытка какой-нибудь там репрезентации очередных извращенцев. Это, ну, возможно, просто вот такой человек. Ну, как же странно она смотрится в игре. Ну и вот, чтобы каждый раз за его, извините, за ее спиной не прятаться, мы и учим заклинания и прочие приемы в Хогварте. Например, заклинание Инсензио или вот боевую травологию. Да, познакомившись на удивление молодым профессором Чесноук, мы, наконец, получаем возможность использовать зелье и боевую траву. Напомню, что прошла нехилая такая часть игры. Кстати, удивительно, что про Мандрагору рассказывают пятикурсникам, ведь ее изучают уже на втором курсе. Зато каждый новый предмет преподнесен интересно. Нам нужно будет натурально ухаживать за животными, тянуть Мандрагору, смотреть в телескоп. То есть мы с головой погрузимся в будни ученика Школы Чародейства и Волшебства. К сожалению, или к счастью, ненадолго. Любой предмет состоит из двух, скажем так, фаз. Первое посещение предмета с катсценой, показывающей урок и знакомящей нас с учителем. И, собственно, второй подобной катсценой, также показывающей урок калейдоскопом. Это после выполнения дополнительного задания учителя. Мол, мы не просто так воздух коптим в Хогварте, мы еще и учимся. Затея, правда, интересная. Жаль только, что таких вот сцен очень мало. Можно было бы возразить, мол, ну, предметов же много и на каждой получается по две сцены. Да нет, конечно. Есть ключевые предметы, вроде заклинаний, трансфигурации, защита темных искусств, полетов на метле. Они логично необходимы для геймплея. Есть еще персонажи, которые более-менее нужны для сюжета. Например, преподаватель астрономии. Но на некоторые уроки мы никогда не попадем. Например, магловидение, нумерология, история магии. И знаете, хоть для сюжета это и не нужно, все равно жаль. Правда, жаль. Не так уж часто выходят игры по этой вселенной, чтобы сказать, мол, да ну ладно, чего мы там не видели. Ну а если рассуждать в парадигме важные и неважные предметы, то логично же, что астрономия и прорицание нам в бою не пригодятся. Вот подишь ты, эти предметы у нас есть. В то время как магловедение, например, помогло бы наконец научиться нам создавать, скажем, миноловушки или хотя бы кремниевые пистолеты, которые вполне бы работали, потому что там нет электроники. Продолжим тему нелогичности. Как думаете, кто заведует дуэльным клубом? Притом не простым, а подпольным дуэльным клубом. Это, наверное, какой-нибудь такой старшекурсник, на которого посмотришь и скажешь, да, этот мужик умеет за себя постоять, он сплощает вокруг себя людей, да? Ну, конечно, нет. Заведует им сопляк. Судя по габаритам, натуральный первокурсник, курсопервик. Видимо, разработчики забыли, как строится иерархия в подобных подпольных организациях. Он либо должен быть мастером дуэли, либо иным способом внушать уважение и страх в том числе остальным. Сам по себе дуэльный клуб нужен только для сюжета. Первый раз мы в нем сражаемся именно ради главного задания. Та же байда с тренировками, совершенно бесполезными. Как только заканчивается задание, исчезает и возможность дуэлей. Что, кстати, просто дико странно. Можно, конечно, провести и финальную, но она настолько легкая, что даже смешно. Да блин, соревнования по притягивающим чарам намного сложнее. И интереснее при том. И забавно, кстати, у меня во время последней дуэли персонажа просто замерли. Они стояли и не атаковали. И знаете, после этого, типа, вот смотрите, у нас новый победитель, мастер дуэли. Я такой стою, думаю, ёп. И в итоге, где здесь вкус победы, вот скажите мне. Как будто нам этого мало, теперь мы по квесту шаримся в стелсе по ночному Хогвартсу. Ради этого мы выучиваем дезалюмина... дезалюмина... да ёп... дезалюминационные, детишки, заклинания. Наша цель пробраться в ту самую запретную секцию. Да-да, ту самую, в которую Поригатор ещё лазил под своей мантией-невидимкой. В этом нам помогает лезеренец Себастьян. Притом, он даже нас не сдаёт, когда нас застокивает пивс. За что ему спасибо, конечно. Ну таки, что вы себе думаете? Вот закончилась миссия и проход в запретную секцию и снова таки закрыт? Нет, нифига. Он теперь открыт навсегда. Что? Запретные знания? А, фигня. Кому они нужны, ну правда же? Книги по тёмной магии? Пф. Ну то есть, с одной стороны, вдруг кто-то захочет вернуться туда, чтобы, скажем, собрать все свитки, но с другой стороны, вы просто подумайте, насколько же это нелогично и тупо. Может лучше в таком случае, ну, например, не добавлять туда никаких свитков или других челленджей, да? И оставить запретную секцию запретной? Не? Не катит? Также мы впервые посещаем урок профессора Шарпа. Весьма интересный персонаж, экс-пракоборец, поэтому хромает. Он у нас за место Снейпа, учит варит зелье, а заодно обучает режущему заклинанию. В принципе, здесь неинтересных преподавателей нет. Профессор Гекат, например, бывший невразимец, и потому не может рассказать о своей прежней работе. И, собственно, из-за несчастного случая она потеряла время. То есть натурально потеряла время. Как вы помните, невразимцы работают в отделе тайн со всякой неведомой хтонью вроде времени или смерти. И вот она, походу, работала со временем. В итоге, довольно молодая по годам женщина выглядит как старая бабка. Есть преподаватели, они маги, есть те, кто просто пышет жизнерадостностью. Со всеми интересно проводить время. Жаль, поболтать с ними долго не выходит. Им, как и многим другим персонажам, пару раз за игру можно задать пару другой вопросов. Но на этом наши возможности заканчиваются. Вне сюжета персонажи здесь молчат. Это вам не Моровинт. Кстати, то и дело на уроках мы среди учеников будем встречать знакомые фамилии. Это и Уизли, и Пруэт, и, конечно же, Мракс. С последним мы невольно познакомимся, когда Себастьян покажет нам их тайный зал. Только, правда, толку от этого зала ровно ноль, разве что для сюжета. Кстати, о сюжете. Поход в библиотеку не увенчался успехом. Книгу мы нашли, но из нее выбраны пара страниц. Разумеется, именно их необходимо найти. Ну, я бы посоветовал поискать в канализации. Обычно вырванные страницы отправляются туда. Но вот почти безголовый Ник, да-да, тот самый, считает иначе. Он знает того, кто знает того, кто знает того. Ну, короче, вы поняли. После того, как глаза фаната узреют тот самый призрачный клуб безголовых охотников, нам расскажут, что на тех страницах была карта, которую взял ученик Хогвартса и, следуя ее указаниям, забрел в руины, где и вступил в клуб безголовых. Туда отправляемся и мы. И знаете, как я выяснил, уже совсем потом, вот уже буквально на стадии производства ролика, это задание не уникальное. Здесь игра в очередной раз проявила неровности и сделала разветвление. Уникальная миссия для каждого факультета. Честно, я б пожалел, что взял Гриффиндор. Я ненавижу привидений и мне совершенно неинтересны точехарда с ником. В то же время пуфиндуйцам разрешили аж прогуляться до Аскабана и поглазеть на дементоров. Вот уж куда бы я с радостью отправился, так это в Аскабан. О, Аскабан! Любите ли вы Аскабан так же, как люблю его я? Это вряд ли. Эх, извините, песня. Вокальный инструментальный ансамбль «Синий Зайц» представляет британская народная песня про зэков. Весь покрыт дементором, абсолютно весь, Остров Аскабания в океане есть. Остров Аскабания в океане есть. Весь покрыт дементором, абсолютно весь. Там сидят несчастные маги-дикари, зэки безобразные, злобные внутри. Зэки безобразные, злобные внутри. Там сидят несчастные маги-дикари. Лысому прислуживали и творили зло, но однажды с детворой им не повезло. Орден Феникса сразить было тяжело В Аскабан отправились несколько козлов Избежать планируют с ночи до зари Эти невезучие зэки-дикари Но из-за дементоров что ни говори Не получится дойти даже до двери Только лысый Волдеморт не желает ныть Взять бы тех дементоров да переманить И саначки собственной малой заплатить И дружков всех из тюрьмы сразу отпустить По такому случаю радостно орут Маги невезучие их на воле ждут Вот ушли дементоры и они бегут Их на этом острове не осталось тут Мракоборцы злобные расчутам и тут Зэков в меглах ищут и больно морды бьют Только Гарри Поттера не хватает тут Вот уж кто бы всех поймал прям за пять минут Зайки невезучие, судорожно бегут Мракоборцы злючие, чемят там и тут Только вот их вас кабан вновь не позовут Как поймают, так убьют, сплюнут и пойдут Ху! Танцуют все! Кто не умеет, того научим Плохому танцору шнурки мешают Вап-та-буди-буди-буди-буди-будай Вот так вот В общем, счастье свое я упустил Мне попался самый скучный квест Даже у Коктеврана, интереснее, говорят Но так или иначе, задание приведет нас в подземелье Сюжетное, с традиционным в конце сражением С волшебными автоматонами, натуральными големами рубрики Понятно теперь, куда легион тысячи сынов ездил на курорт Сражение, кстати, происходит под действительно эпичную и классную музыку После чего мы находим новый омут памяти И смотрим воспоминания о том, как девочка из спасенной деревни Стала такой волшебницей под руководством неких четырех магов И, наконец, портрет одного из них мы находим Его зовут Персиваль И он бывший преподаватель Хогвартса Я еще был подумал, что неужели тот самый Персиваль Который предок Дамблдора Но нет, это не он Тут бы у него и узнать все подробности происходящего бардака Только вот не получается Притом это Лорова обоснованно Видите ли, портреты в мире Гарри Поттера Это фактически как искусственный интеллект То есть они достаточно умны, мудры Но если запрограммированы, в кавычках Сказать всю правду только после определенного события То хоть ты тресни Это тебе не голокроны ситхов Тем более Персиваль не может быть в курсе текущих событий Так что он весьма озадачен вести его о гоблинах Использующих непонятную силу В общем, кроме обычных данных Он нам пока ничем помочь не может Вот тебе тайный зал картографии Прям под Хогвартсом На карте указаны испытания Которые ты должен проходить, чтобы показать себя достойным О да, чуете, запахло клевым сюжетом Я вот, к сожалению, не почуял Разберем его чуть позже Потому что, ну, сколько можно-то уже Пора, наконец, отвлечься Ведь игра, как ни странно, состоит не только из сюжета Поговорим о графике, анимации и дизайне Сразу обо всем, так как все эти три аспекта неразрывно связаны Итак, графика Вообще, говоря о графике, хочется только ругаться Нет, дело здесь не в том, что она плохая Я, к сожалению, так и не смог оценить все ее прелести Но то, что смог, меня порадовало Это, конечно, не хай-энд, даже не близко Такая стандартная современная игра Без вау-эффекта, берущая скорее не графикой, а дизайном Так вот Тут техническая сторона игры Не только не поддерживает тот самый дизайн Но и натурально портит впечатление Начнем с самого насущного С производительности С производительностью проблем нет Нет производительности, нет проблем Шутка, сам придумал Но если без шуток, ее правда нет По интересному и привычному уже для меня течению обстоятельств Некий патч завезли на следующий же день после того, как я закончил играть Судя по описанию, технической стороне было уделено внимание больше остального Но оценить, что же там такое творится сейчас со стабильностью я, извините, не могу Однако все же не рекомендую сейчас играть в это на ПК Конечно, есть вероятность, что эти замечательные тормоза из-за Денува, которые уже вырезали в пиратке Попробуйте сами, если хотите Факт в том, что реализная версия Хогвартс Легаси, хоть и не дотягивает до Рыцаря Аркхема Таких ужасных просадок там нет Но все же имеет свойство стабильно подтормаживать с рандомным интервалом от двух минут до десяти Притом, сначала я думал, что это идут подгрузки локации Но нет Даже когда ты находишься в меню, тормоза тебя застанут Да, такова опасность игры в свежие проекты Можно столкнуться с таким вот интересным явлением Казалось бы, ну и что из такого? Играть же можно? Ну, как вам сказать? Можно, но не очень хочется К рандомным просадкам добавляются и уже контролируемые просадки Те самые подгрузки локаций, из-за которых ты, например, тормозишь перед почти каждой дверью замка И банально не можешь влодниться с двух ног Иногда включаются какие-то совсем уж лютые спецэффекты от заклинаний И машина вновь напоминает тебе, что она не всесильна Ну хорошо, я понимаю GTX 2070 Super с 8 гигабайтами памяти не предел мечтаний Хорошо, давай я понижу разрешение до Full HD А нельзя? То есть как нельзя? А вот никак нельзя Ползунок заблокирован Вот честно, я не знаю Возможно, я пропустил какой-нибудь суперхитрый переключатель Но в меню натурально заблокирована смена разрешения экрана Я вынужден был играть в 4К Пришлось понижать эффекты Но даже при выставлении их на низкие значения Игра все равно продолжала точно так же тормозить Никаких изменений Потому я решил все же играть на средних На всякий случай В принципе, даже с такими настройками игры Она вполне красива Ведь рулит здесь не графика, напомню, а дизайн Но все равно обидно Да, я слышал про некий патч на Нексусе Который, по слухам, все это чинит Я его попробовал Нет, не чинит У меня все как было, так и осталось В общем, я понял, что на моем веку Производительности я не дождусь Ну и напомню, что все эти сведения могут быть уже не актуальны На момент просмотра вами этого ролика Возможно, патч уже завезли Я не знаю Как будто этого мало На десерт у нас долгий старт игры Любой ее запуск начинается с компиляции шейдеров Помнится, подобное было в портированной Horizon И там компиляция длилась до 40 минут Но она была вроде как разовой Здесь же первая компиляция длится минут 20 Но она не является последней И хоть все последующие длятся не более двух минут Все равно это получается самый долгий запуск игры Из всех, что я видел за долгие годы Не трагедия, но и гордиться здесь совершенно нечем Но не все так плохо Где профокапилась графика, вперед выходит дизайн И вот тут у игры все просто шикарно За исключением пары моментов Как выглядят персонажи, здания, эффект от заклинаний, флора, фауна Тут видно, что разработчики очень старались Притом старались сделать не просто красиво, а аутентично С любовью к мелочам и деталям Я люблю разделять дизайн на микродизайн и макродизайн Последний это сам ландшафт со всякими там постройками и прочим Ну и говорить нечего, у нас есть как минимум Хогвартс Это действительно исполинский замок Который, чтобы оббегать полностью, придется потратить не один десяток часов Особенно если учесть, что не все дороги открыты сразу Предел есть, конечно, и такому исследованию Но дойдешь ты до этого предела не скоро Замок великолепен Чуть менее по понятным причинам, но тоже очень хороша деревушка Хоксмит Здесь тоже удалось создать буквально волшебную атмосферу, которая очень хорошо ощущается Это, конечно, не косой переулок, народу здесь сильно меньше Однако же, по большому счету, Хоксмит его заменяет и заменяет исправно Ну и как принято в этой игре, здесь есть все достопримечательности Мечтали зайти в зонку? Заходите Можете даже пожевать всяких вкуснях и хорошенько с них словить разные эффекты Сладкое королевство? Есть Три метлы, кабанья голова? Все в наличии, все на месте Тут даже есть цирюльник, так что в игре можно легально менять прически и внешнюю атрибутику Вроде шрамов, веснушек, бровей и цвета волос Всего за 20 золотых А за пределами Хоксмита нас ждут серьезные такие просторы Я, наверное, вас удивлю Чересчур серьезные По моему мнению, игра не располагает к исследованию столь обширных территорий Во всяком случае, в моем прохождении знатный кусок остался неисследованным Хотя я исследовать очень люблю, вы меня знаете Все потому, что геймплейно это делать не то чтобы совсем неинтересно Но где-то вот около того Знаете, пары тройки подземелья тебе хватит на всю игру Они здесь все одинаковые, кроме сюжетных, с ними проблем нет Но вот если смотреть на все эти просторы как на дизайнерскую работу, тут все очень хорошо Здесь действительно красиво Красивые леса, красивые горы, красивые поляны, пещеры Все это можно исследовать как пешедралом, так и с воздуха Знаменитый запретный лес, пусть и не такой обширный, как я о нем думал По крайней мере, как его показывали в фильмах Но ночью он становится действительно непроглядным Даже Люмус плохо разгоняет мрак Также в игре предусмотрена смена времен года Неожиданно, если честно Логически вытекает из сюжета, но далеко не все стали бы с этим заморачиваться Это какому-нибудь Скайриму хорошо Там время года сменяется в зависимости от региона Где-то вечная весна, где-то вообще буквально лето А где-то нескончаемые бураны Что хочешь видеть, туда и иди В Hogwarts Legacy же географически затронут на самом деле мизерный регион Это не самая очевидная мысль, но реальные масштабы Они вообще такие, что можно гнать по шоссе часами И понять, что ты географически все еще там же, где и был Потому игры идут на условности, сжимая эти самые масштабы Это я к тому веду, что как в Скайриме сделать не получится И круглогодичное лето будет смотреться странно А потому вот вам смена времен года После определенных событий наступает осень Листья желтеют, облетают, начинаются дожди и грозы А за ней зима Правда, зима тут так себе Не ждите сугробов Тут классическая такая британская зима Полторы снежинки и лютый мороз в плюс 5 градусов Ну и затем весна Времена года не кардинально, но все же преображает местность И заставляет смотреть на прежние красоты иначе Ну и как же в стандартной РПГ без кучи подземелий В которых бедные ученики Хогвартса фармят галеоны По доброй традиции подземелий тут несколько видов А именно, классные гоблинские шахты Довольно пресные, но такие терпимые могильники Обычные пещеры Пещеры как пещеры И еще сюжетные тайные комнаты Большая часть из них сделана со вкусом Кроме могильников, все как под копирку скучные и унылые Ну а что касается микродизайна То есть наполнение локацией мелочами Тут все просто на высоте В Хогварте практически пылинки упасть негде Чуть ли не каждый угол завален различными предметами волшебного и не очень обихода Каждый коридор, каждая комната От учительской до туалета За редкими исключениями будет пестрить мелочами Не менее насыщенный Хогсмит Потому ей кажется живой деревней Хуже обстоят дела с окрестностями и подземельями Если у гоблинов с этим беды нет То от остальных дыр в земле многого ждать не стоит В общем и целом могу уверить Что дизайнеры не зря жуют свои локричные палочки В отличие от тех, кто занимался оптимизацией Вот они явно жуют Бертибот Со вкусом говна, не иначе Ну а что же жуют аниматоры? Как там дела с анимациями? Ну с ними все в порядке Правда по стойке смирно женский персонаж На Мурского уж больно смахивает А в целом движения красивы Особенно удались падения с возвышенностей Очень натурально получилось Как и движения различных многочисленных животных Вот уж где оттянулись те, кто этим занимался Радует также анимация колдовства Создатели явно старались все сделать в точности Как в фильмах и книгах И у них получилось Спеллы стараются повторять движения в соответствии с лором Не везде это возможно Но где можно, они так и делают Разве что анимации в диалогах подкачали При очень неплохой лицевой анимации Контрастирующей, правда, с голосами Вот эти вот постойки смирно, знаете ли, смущают Тут у персонажей два агрегатных состояния Стоит и руки вниз И стоит и руки перед собой Это плохо влияет на восприятие Все же мы хотим видеть живой мир А здесь такая вот халтурка Но все же это мелочь Обратим внимание на интерфейс и его особенности Все же это то, через что игрок общается с игрой и наоборот И как же этот интерфейс нас встречает? Ну, для начала весьма посредственным русским шрифтом Я вообще заметил на примере God of War, что нет-нет Да заменит красивую латиницу на уродливую кириллицу Не знаю, как здесь в оригинале Но от волшебного мира ждешь чего-то вычурного и необычного Тем более вся игра на этом построена Впрочем, свою основную роль Быть читабельным он выполняет Правда, тут тоже беда в переводе Я минимум один раз слышал, когда My wife заменили на Моя подруга Что весьма странно И еще один подобный случай был Я не всматривался Возможно, таких ошибок здесь немало Хотя влияет это мало на что Шрифт это лишь крохотная часть общего интерфейса Бегая по красивым локациям Ты наверняка захочешь полюбоваться пейзажами Скажем так, в полный их размер Тут в играх на выручку приходит автоскрытие интерфейса Или же на худой конец его минималистичность Хогвартс Легаси, к сожалению, не может похвастаться первым Но зато может вторым Все необходимые индикаторы, включая мини-карту Тут достаточно такие неброские и не закрывает пол экрана Что очень хорошо Зато не так радужно будет обстоять дело, если выйти в меню Вот его-то уж минималистичным не назвать Оно громоздкое и неудобное Перед нами открывается нечто вроде радиального меню С заданиями, картами, инвентарем и прочим В принципе, между каждой вкладкой можно переключаться на бампера Но тут посередине стоит меню карты Которое подгружается весьма долго по сравнению с другими меню Получается большая беда с таймингами Это особенно заметно, если часто лазить за картой Особенно на последних стадиях игры И при том, очень странно сделано меню инвентаря В нем, например, не показана наша экипировка В нем нельзя увидеть рецепты зелий или купленные чертежи В нем только какая-то мелочевка сюжетная Притом ее так мало, что из условных 10-15 ячеек Забиты бывают максимум штук 5 за всю игру И почему бы не совместить все это с куклой? Непонятно И неинтуитивно, потому что я реально пытался в инвентаре найти экипировку А как выяснилось, кукла персонажа это отдельная форма инвентаря Тут как раз найденное барахло и валяется Притом, самое интересное, система инвентаря здесь такая же, как в Demon's Souls Ой, это же прелестно В игре про фарм и пылесошение локаций Мы сделаем ограниченный по размеру инвентарь И при попытке поднять шмотку, не имея свободных для нее ячеек Нам просто скажут, что мол, вы перегружены И шмотка пропадает из мира И ты уже не можешь ее подобрать Что-что? Возможно там был какой-нибудь эпический шарф самого Салазара Гриффиндора? Да пофиг, ты уже никогда об этом не узнаешь, сучка Ну, в исполнении Хогвартс Легаси, в отличие от Demon's Souls Это и правда выглядит не так уж критично Так как весь лут, что мы собираем, по большому счету, барахло на продажу Так что это просто временами раздражает, а не дико бесит, как в уже упомянутой игре Зато очень удобно сделан выбор новых предметов По маркировке ты сразу видишь лучше этот предмет, чем то, что на тебе надето Или хуже Плюс, сама кукла сделана очень и очень хорошо Я бы даже так сказал, отлично Раньше я довольно редко такой подход в играх встречал Особенно в РПГ Если брать именно одиночные такие проекты, а не мультиплеерные, построенные на скинах Разве что в моде на Dark Souls 3 под названием Cinder's Там можно было менять визуальное отображение брони, не затрагивая при том характеристики Здесь также ты можешь например напялить на себя все элементы атрибутики, а именно нижняя одежда, то есть там пиджак с брюками или с юбкой, если ты девочка или иного рода костюм Верхняя одежда, это роба, плащ, мантия, головной убор, перчатки, шарф и очки А вот визуальное отображение можно сделать совершенно любое Если к тебе попала какая-то вещица, ее визуальный образ запоминается И теперь к примеру ты можешь носить уродливый свитер, потому что он на плюс 5, а ты не хочешь сосат на марше Но сделать его например невидимым Да, ты можешь хоть в испотнем бегать, серьезно Притом игромеханически на тебе будет тот самый свитер на плюс 5, чего бы то ни было Кстати, я немного таки побегал в неком подобии нижнего белья, ибо все эти ретро юбки мне до одного места Но очень скоро количество скинов начало пополняться, и среди них начали попадаться весьма такие, знаете, сносные Более того, основные награды за квесты, это, к моему удивлению, помимо опыта, даже не деньги Их тебе полгроша за всю игру дадут, и ладно А именно, скины на все подряд В итоге ты можешь открывать крутые костюмы, очки менять на маски, делать робы с капюшонами косплея Пожирателя Смерти Или, например, слезаринского копника, потому что здесь есть замечательная кепка И знаете, вот этот, э, слышь, пацан, а в Адакедавр есть? А если найду? Вот Кто играл за гопника, напишите, я вам выдам личный респект Даже рукоятку палочки, а еще внешний вид метлы, в итоге тоже можно менять А уж сколько здесь вариаций Особенно радуют головные уборы, вот уж где дизайнеры оттянулись Если вы мечтали ходить в таких же шапочках, как волшебники из Визингомота Или как ученики Хогвартса из первого фильма Тут все это есть, даже больше А надоели школьные робы, замени на пальто из драконьей кожи Просто радость для фаната Честно, кастомизаций тут так много, что за всю игру ты вряд ли попробуешь даже половину Правда, это выливается в другую крайность, что уже относится к минусам игры и будет оговорено позже Но если вкратце, вообще-то в школе дресс-код И если к тебе на урок придет этакое эмо в маске и капюшоне, вшитой золотом робе и костюме мракоборца То ты, как порядочный учитель, должен будешь такое чучело выгнать с урока А еще ведь есть маска волка из ведьмака И, натурально, маска из псих-лечебницы Это кто ж в здравом уме позволит ученику в таком разгуливать по школе и сидеть на уроках Да, воистину, при Блэке все по пизде пошло Вот при Козлове такого не было В том, что они закончили школу магии Хогвартс Директор Козлов Простите, но там же, по-моему, директор Дамблдорф Да сейчас, Дамблдорф, а мы еще при Козлове учились Уникальные люди, друзья Козлов вообще лучший директор, согласитесь Ну и, к сожалению, если ты наденешь, например, маску То обнаружишь, что в ней явно нет фильтра Ибо разговаривать персонаж будет, как будто он без нее Что хоть как-то оправдывает хреновый питчинг А без фильтров маска, как вы знаете, не фильтрует корону Это база Очень жаль, что не додумались до возможности сохранять костюмы в какие-нибудь быстрые ячейки для упрощения кастомизации Ну, то бишь, в избранное Ну и жаль, что в игре с такими красотами не додумались до фоторежима Он был бы очень кстати Но его нет Также среди менюшек у нас есть голосарий, что любопытно Меню прокачки, испытаний, об этом позже И все И вот с переключением этого всего у нас весьма серьезные проблемы На геймпаде это сделано неудобно Где-то карта долго подгружается, где-то приходится долго искать листок с подсказками Хотя, казалось бы, у нас же есть меню быстрых предметов Но нет, там только определенные предметы Боевая трава и зелье И еще постоянно это круговое меню в виде посредника Я понимаю, что в отсутствии множества кнопок на геймпаде, а игра делалась именно под него Это вынужденная мера Но во многих других проектах все сделано на порядок удобнее Разумеется, такой проблемы нет на клавиатуре Тут и журнал заданий, и карта, и инвентарь открываются на отдельную кнопку Зато у клавиатуры другие проблемы Боевка на ней никакущая Казалось бы, шутеры, экшены, они созданы для клавомыши Да, только вот игра под них не делалась Боевая система здесь основана на комбинировании заклинаний Которые применяются с зажатием определенной кнопки Ну, в общем, нечто подобное было в Dragon Age Inquisition Надо ли говорить, что у вас подручнее, буквально на автомате Это делается на геймпаде И через жопу на клавиатуре В итоге я играл комбинированно Карты и прочее меню на рояле А остальное уже на джое В принципе, удобно, но знаете ли, колхозно А я не люблю колхоз В целом, интерфейс у игры весьма противоречивый Какие-то моменты сделаны из рук вон хорошо Какие-то до великолепия плохо Многие проблемы можно было бы решить Введя, например, натуральное быстрое меню Как в Dark Souls или как в Skyrim для избранных предметов А не только для зелий и боевых кабачков И упразднив меню инвентаря Слив его с куклой персонажа И это я еще не рассказал про боевую составляющую и навигацию Где интерфейс играет тоже не последнюю роль И, увы, не самую удачную Так что жить-то можно Но нафиг так жить непонятно Но давайте ненадолго вернемся к сюжету Вообще, должен признать, что рассказывать о сюжете Hogwarts Legacy Немножечко сложнее, чем о сюжете других игр Так как он здесь будто бы фрагментирован Повествование не ощущается ровным Из-за того, что сюжет имеет чересчур много филлерных ответвлений Которые, с точки зрения логики, не особо продвигают основную линию Они нужны исключительно для фансервиса и растягивания хронометража Вот здесь, например, вы должны показать гоблинов А вот тут кентавров Что? Они лишние? Ничего не знаю, показывайте И показывают, что поделать И в кои-то веки я не против Но это субъективный взгляд поклонника романов А если объективно, это весьма отвлекает Ты будто смотришь на не самый слаженный сериальчик Вот, смотрите сами Основная сюжетная линия на данный момент Проходить испытания четырех личностей с портретов Выясняя подоплеку истории с той самой девочкой, Исидорой Ее, как и нас, приняли на пятый курс Потому как у нее дар Управление древней магией И дар этот особенный Ну, то есть, так мало кто умеет На самом деле, практически никто Только Персиваль, Исидора и еще мы Потому нас тоже на пятый курс и приняли Что весьма странно Я немножко отвлекусь, извините, но это важно Вот есть наш персонаж И, как и положено персонажу сгенерированному У него нет четкой предыстории Но, опять же, возьмем Шепарда Там были вариации Шепард — это вам не Снич с горы Это персона, имеющая варианты Бека От которого история может оттолкнуться А мы же именно что тот самый Снич Что случается, если магические способности у ребенка Выявляются не к семи или одиннадцати годам А позже, вот как у нас Или, видимо, Исидоры Ну, иногда с учебным заведением можно договориться, я думаю А вообще есть множество частных учебных заведений Пусть и не именитых, а точнее не брендированных, как Хогвартс А также банальное домашнее обучение Однако за нашими плечами не видно родителей Что с ними, не ясно Потому такое решение принять некому А кто и зачем нас принял в Хогвартс? Это что, личное распоряжение Блэка? Так мы, получается, чистокровные маги, раз он сам подсуетился Или же у нас прорезался супердар, который важно было раскрыть в учебном заведении? Нет Про нашу связь с древней магией выясняется только на пути в Хогвартс Ну, то есть, понимаете, наше там появление в таком возрасте шито белыми нитками И понятно, для чего это сделано Потерпите, скоро все узнаете Через часок-другой, третий Вернемся к сюжету Чтобы заслужить доверие портретов, нужно проходить испытания Между которыми строгий Элиазар пошел на фиг Говорит нам Короче так, ты еще лох? У тебя еще сливочное пиво на губах не обсохло Так что иди-ка ты, познавай науки И мы сюжетно бегаем на уроки к преподавателям, уча различные заклинания Бегаем на уроки мы, я уже рассказал как Два шикарных, но коротких калейдоскопчика Иногда учителя дают разгоночные задания Типа, победи сначала на арене Об этом я тоже говорил И повторюсь еще раз Поначалу это даже логично Однако, дальше начинается цирк Центровыми заданиями тут также обозначено и то, что, по идее, является сайт-квестами А именно, задания напарников И, поймите правильно, задания очень хороши И наблюдать за развитием отношений со сверстниками одно удовольствие Притом объективное, в отличие от многого другого в игре Итак, у нас есть, вы не поверите, три персонажа друга Гриффиндорка Натсай-Онай прибыла к нам в наш суровый русский Хогвартс из самой Ваканды Точнее, из школы Уагаду Плюс в карму за фан-сервис Она, как и мать, умеет колдовать без палочки И этому учит в африканской школе Кстати, об этом я рассказывал много лет назад А еще там в порядке вещей быть анимагом Так что Натсай тоже анимаг Что, правда, выясняем мы не сразу Ее сюжетная линия связана с противостоянием Руквуду А точнее, даже не столько ему, сколько его приспешнику Теофилу Харлоу Всю игру Натсай будет беспалевно подслушивать их разговоры Выяснять тайные сведения Вертясь то по трактирам, то по иным сомнительным заведениям Это, кстати, касается не только ее А потом мы наравне со взрослыми сражаемся с армиями гоблинов и темных магов Срывая их планы Пока Констебль сношает Вала Или чем она там занимается, хер знает По факту, ничем Куда припосмотрит Аврариат, они же мракоборцы Тоже неясно Возможно, в сторону того же желанного всеми Вала Работаем здесь только мы и трое других пятикурсников Пятикурсник звучит гордо Только вот по нашей с вами системе Это девятиклассник Ага Вторая наша боевая подруга Поппи Добрингс Поппин Дуя Любительница животных Ее сюжетная линия заключается в том, что она Сама из семьи браконьеров И однажды сбежала от них и поселилась у бабушки Которая в свои годы достаточно боевая Прям как бабушка Невила Долгопупса Что тоже, конечно, отсылка По итогу она спасает животных и борется с браконьерами В рамках ее квеста мы будем именно что спасать животных Постоянно рискуя головой То на табун кентавров наткнемся Которая во все времена долбоеба, видимо То, значит, на дракона А где же Рыбнадзор, спросите вы Или Роздраконнадзор Или что-то в этом духе Опять школьник должен следить за фронтиром Опять всем насрать Да, да, всем реально насрать Кроме двух-трех человек Третий наш товарищ Слизеринец Себастьян Сеу Его сюжетка строится на том, что его сестру-одноклассницу Прокляли И теперь она сидит дома и страдает А так как дядя у него мямли и тюфяк То Себастьян хоть что-то пытается делать для поисков лекарства Паровозиком он дружит нас с однокашником Омнисом Раксом Который, хоть и очень суров с нами поначалу Поча станет нам хорошим приятелем Вместе с Себастьяном мы попытаемся найти то самое лекарство Меся пачками гоблинов и шуруя по разным могильникам и канавам Кстати, именно Селлоу учит нас одному из самых ходовых заклинаний Конфиндо И даже рискует дружбой с Омнисом С которым они крайне близки Не как современные толерантные геи, а как Гарри с Роном И приводят нас в их тайный зал для тренировок Видите ли, заклинание Конфиндо считается учителями слишком опасным для изучения Оно не для студентов, видите ли Серьезно, да? А посылать студента воевать с троллями и гоблинами в запретный такт лес Это нормально? Ну а позже, в попытках справиться с темной магией Себастьян сам начнет разлучивать запретные заклинания И заодно обучат им и нас Да-да Что? Контроль за учениками? Вы что? Это же Хуквартс Легаси Всем плевать Нормально все будет, не бузи Подумай, Шавадакедавра Господи, главное, чтобы ты хорошо учился и издал ЕГЭ Да Кстати, за такие подгоны я, вопреки совету профессора Фигга Рубил себе всю правду матку про наши пожилые приключения Да и другим друзьям тоже Походу, здесь нет совершенно никакой вариативности Хоть ты скрывай, хоть не скрывай Ни на что это не повлияет Но это не точно Кстати, Фиг тоже скрывал все этот преподаватель И о чем в конце пожалел А вот я его ошибок не повторил Этому, кстати, меня научил роман Гарри Поттер Там побеждает дружба К слову, вам не кажется, что Коктевран обделили? Где же наш дружок с факультета Коктевран, я вас спрашиваю? Да, есть Амит Токар Но с ним всего один квест После которого отношение не развивается Ну так вот Прежде чем мы продолжим испытания Мы вынуждены проходить якобы подводящие к нужной точке квесты с напарниками Якобы потому, что все это притянуто за уши То один что-то подслушает и нужно собрать информацию о совершенно левых магах То другой что-то вспомнит и нужно пойти проверить Ей-богу, вот лучше бы квесты напарников сделали совсем второстепенными А еще лучше сделали бы как в Mass Effect 2 Где непройденный квест напарника грозил бы его потерей в конце Но, к сожалению, профессор фиг нам И вот только после этих мыторств, о которых даже рассказывать скучно Мы попадаем на очередное испытание Это испытание первого портрета Персиваля И это вполне интересное подземелье с пространственными головоломками Неоправданно большими размерами Парой сражений и боссом-автоматоном в конце После чего мы смотрим новые воспоминания И заодно забираем некую эссенцию Сейчас и впоследствии у каждого омута памяти В этот раз мы видим, как Исидора выросла и стала преподавателем Многострадальной защиты от темных искусств Но не оставила идеи излечить своего отца Дело в том, что тогда, во время засухи, ее брат заболел И спасти его не удалось После гибели сына ее отец совсем тронулся и перестал разговаривать С такой скорбью на душе удивительно, что он вообще дожил до таких лет Если честно, это очень серьезный такой отпечаток на организме оставляет И, знаете, это прямой путь к инфаркту Ну да ладно И Исидора принялась исследовать потаенные глубины древней магии Ну и доисследовалась Позвала на хату профессоров, тех самых четверых Мол, сейчас смотрите, что покажу Достает палочку И дальше никто ничего не помнит Все просыпаются голыми в сугробах Сингапура Шутка Она извлекает из отца ту самую скорбь И помещает в баночку землицы Как Джек Воробей Капитан Джек Воробей Что потом, видимо, продать Я такой сюжет видел в Докторе Кто Стэнентом, мать его Она-то думала, что преподы ее начнут расхваливать И они как встанут Как, значит, брови нахмурят И как? Все! Воспоминания обрываются на самом интересном месте Там успели, значит, сказать, что нельзя лишать человека страданий Вообще, на самом деле, это весьма философский вопрос Который, только не удивляйтесь, уже поднимался в оригинальном романе Думбельдур уже поднимал эту тему Мол, именно те страдания, через которые ты, Гарри, прошел И сделали тебя таким, неподдающимся тьме Однако, испытание пройдено И оживает второй портрет Портрет Руквуда Теперь нужно пройти его испытание Но, да, вы уже в курсе Иди, девочка, учись на пятерке А не пошли бы вы на чемпионат по квиддичу Что б вас? Впрочем, знаете что? Нахрен этих учителей Айда, наконец, поговорим о одном из самых приятных моментов Заслуживающих внимания Об исследовании Хогвартса Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс Научи нас хоть чему-нибудь Это слова из гимна школы К чему я это сказал? Да ни к чему, просто выебуюсь Вообще, исследованием Хогвартса я занялся намного ранее упомянутого сюжетного момента И повторюсь еще раз Это действительно крайне увлекательное занятие для любого фаната франшизы Однако Хогвартс хоть и обширен, но не безграничен И рано или поздно это жило иссякнет Но это потом, а пока Пока что мы офигеваем от того Как же круто его воспроизвелись С какой любовью к мелочам Ну и от количества лестниц Увы, так как это средневековый замок Соответственно, лестниц здесь так много, что чокнуться можно Если память мне не изменяет Как может изменять то, чего нет То этажей в Хогвартсе больше даже восьми Ого, скажете вы Ага, отвечу я Однако не ждите, что школа даст возможность гулять сразу по всем своим закоулкам Все же будут препятствия Первый вид препятствий сюжетные Например, запретная секция библиотеки или кабинет директора Опять же, после посещения библиотека свою секретную дверцу не закроет Ибо зачем? Подумаешь, запретные знания Не проверял, но подозреваю, что с кабинетом директора та же история Вторая преграда – замки Преодолеть которые можно заклинанием Аллаха Мора Но появляется оно далеко не сразу Да и не все побочные квесты доступны сразу Так что можно отложить исследование замка на попозже Но зачем? Ведь здесь море Океан, мать вашу, фансервиса Да, тут огромное количество того, от чего фанаты будут в восторге В данном смысле Хогвартс Легаси – это Котор от мира Патрианы Тут большое количество знакомых фамилий Уизли, Руквуды, Пруэты, Мраксы, Блэки Внимательные фанаты заметят, что при разучивании заклинаний мы повторяем именно те движения, какие нужно То бишь, Венгардиум Левиоса – это то самое рассечь воздух и взмахнуть А Авадо Кедавра – та самая молния, которая осталась шрамом у Гарри Поттера Ну а сколько здесь места вещей, что мы раньше видели только в книгах? За свое далеко не полное исследование Хогвартса я нашел целую гору таких Вот, например, вход в тайную комнату, зал с призрачными празднествами, где Гарри тусил на днюхе Ника Самого Ника, а также других призраков Винса, Елену Коктевран, полтергейста Пивза Портреты полной дамы, сэра Кедагана, гобелем Варнавы Вздрюченого Упоминания Уагадо и Махото Коро – это африканская и японская школа, соответственно Громовещатели, хор лягушек, меняющие направление лестницы Хотя последние почему-то совсем никак в фильме Направление не меняет, просто появляет из воздуха Ну да ладно Лорез для Кубка Огня, проход Сладкое Королевство, лодочная станция, где погиб Снэйп Место, где Алан Вейк потерял жену, шучу Клуб Безголовых Охотников, Сливу Цепелин И это уже не говоря о множестве волшебных тварей Нюхлеры, гиппогрифы, фестралы, шираки, хисисы Стоп, шираков и хисисов здесь нет, это не корибан Но зато здесь есть акромантулы, есть тролли Я осмотрел гостиные факультетов, я гулял по большому залу Я заглянул туда, где когда-то появится хижина Хагрида Я нашел египетский уголок Я щекотал грушу Любой незнакомый с франшизой сейчас сидит и крутит пальцем у виска Мол, дед, ты че, кукухой поехал? Грушу не щекотал, с ума что сошел? А фанаты уже шары выкатили Серьезно? Ту самую грушу, которая открывает тайный проход на кухню Хогвартса? Да! Да, ее! И я ее щекотал Какой же это кайф Хогвартс Легаси это игра фан-сервис Где последний не просто понапихан черти как А с огромной любовью к оригиналу И пусть местами не без ошибок Тот же проход в гостиную птица лапка Живые лестницы или программа курсов Плевать И тем списком, что я вам выкатил, все не ограничивается Просто осознайте масштаб Тут даже дары смерти есть Дары смерти! Карл Маркс родился в 1818 году Полезная информация А? Ну как вам? Вот как должен выглядеть фан-сервис Учитесь! Не титьки в полэкрана Не появление персонажей вопреки логике и здравому смыслу Камео ради камео А такие вот Не нарушающие логику и атмосферу Увы, здесь и без подобного К сожалению, с атмосферой не все так гладко, как хотелось бы И я мягко к этому сейчас подведу Чем же может занять себя благородный Муцерра В школе чародейства и волшебства Ногвартс? Как вообще происходит исследование? Не просто ж так ты шастаешь и любуешься, как в музее Ну, конечно, нет И вот тут вот логика начинает рушиться Начнем с простого Заклинание Ревеллио тут заменяет чара ведьмака И подсвечивает всякие тайные двери и прочие предметы С которыми можно взаимодействовать исследование ради Но если при касте Ревеллио ты услышишь такой день Это означает неподалеку есть заметка Если ее обнаружить, то можно ее прочитать Она расскажет вкратце об экспонате Например, о картине, о кубке огня или о любой другой достопримечательности в Хогварте А вам при том зачтется найденная страница из руководства Это такой челлендж, фактически побочный лут-квест Совмещенный с приятными минутами исследования замка Таких лут-квестов довольно много Взять те же страницы Они просто летают по всей школе и притягиваются обычным акцио Беда в том, что конкретно эти страницы ничего не дают Они ни о чем не расскажут Это просто единичка в счетчик собранного, вот и все Более того, тебе нужно собрать то ли 50, то ли чуть больше страниц Но в школе их заметно больше Беда в том, что игра, как я понял, не награждает тебя за сбор внеплановых страниц Может, стим дает ачивку, я не знаю Но вот никакой больше скин тебе не дадут Что очень странно То есть, получается, ты перевыполняешь челлендж, а тебе за это что? Кукиш Так нельзя Также по всему Хогвартсу распиханы другие, как говорил мой дед, челленджи Летающие ключи, которые нужно загнать в замочные скважины Загадки по нумерологии крайне простые и весьма прибыльные Загадка с мотыльками на внимательность Луны даме масок Дебильнейший квест О нем позже Иногда побочка ведет тебя в какое-нибудь тайное подземелье в Хогварте Или же за его пределами Можно встретить телепортационных жаб, которые переместят тебя туда, куда бы ты сам не попал А вот обычных жаб ты почему-то, к сожалению, не встретишь В замке полно кошек, которых можно яростно наглаживать часами напролет Но вот куда делись все ручные крысы и жабы, я без понятия Меж тем это очень популярные животные в Хогвартсе во все времена Ну, хотя бы сов видно довольно часто Стой, ты же назвал всего лишь пять лут-квестов, это что, много? Друзья мои, этого как раз достаточно Это баланс между мало и слишком много Прибавьте к этому еще пару таких уже вне Хогвартса И вуаля, рецепт счастья готов Я не совру, если скажу, что из сорока наигранных часов, наверное, десять из них я просто исследовал Хогвартс Потому что его хочется исследовать, его тянет исследовать, понимаете? Особенно шикарно делать это ночью Либо же забравшись в какую-нибудь тайную жопь и подсвечивая себе люмусом путь Замок реально громадный И в отличие от пустоватого мира, он наполнен тайнами Но тут мы вспоминаем про фарм И... да Хогвартс, помимо названных тайн, наполнен также целым ворохом с сундуков И в каждом сундуке лежит какая-нибудь рандомная часть гардероба Ну или мешочек монет Создается впечатление, что некоторые ученики просто складывают свои грязные или ненужные шмотки С которых они уже выросли в чемоданчики по всему Хогвартсу Ну или что это еще может быть? Ну то есть это вообще нихрена не логично И при том всем пофиг, как на то, где ты шастаешь Хоть в кабинетах учителей шуруй, хоть в мужских туалетах, будучи девочкой Так и на то, что ты вот прямо сейчас из-под носа тех же учителей воруешь у них деньги Ох уж мне эти игровые условности Откровенно говоря, это портит впечатление А еще здесь есть, например, сундуки-мимики Они палят тебя и не открываются И к ним приходится подкрадываться под заклинанием невидимости Зато в каждом таком по 500 монет Что, мягко говоря, не фиговый такой стартовый капитал Еще Стив Джобс говорил Когда у меня не было денег, я брал палочку и шел фармить мимиков За достоверность цитаты не ручаюсь Это он мне лично сказал вчера в бане Ладно, ладно Помимо прочего, Хогвартс также примечателен тем, что постоянно ты, даже понимая, в каком месте ты находишься Будешь ловить себя на забавной мысли, что Опачки, чашка висит в воздухе, это же баг А нет, стоп, нет Это не баг, это фича Чашка реально должна висеть в воздухе И чашка, и ложка Это магия, сучки И казалось бы, ну что здесь может пойти не так А вот падишь ты Лично я в итоге поймал себя на мысли, что атмосфера Хогвартса держится исключительно на фан-сервисе Но как только он себя исчерпает, эта атмосфера, если уж не пропадает полностью, то точно исчезает изрядная ее часть Почему же так, мать вашу? А ответ прост Огромное количество нелогичных аляповатых моментов в игре И, к сожалению, я больше не могу сдерживаться Мне сейчас прорвет Огромное количество таких вот логических косяков разбросано не только в Хогвартсе А в принципе по всей игре Про часть из них я вам уже рассказал немножко Ну вот смотрите Начнем с самого безобидного в порядке возрастания Здесь, кстати, еще подключается другая странность Разработчики, стараясь добавить как можно больше фан-сервиса Забыли не только про удобство и логику Но и навредили восприятию мира Гарри Поттера Итак, деньги Не секрет, что британская волшебная денежная система представляет из себя золотые галеоны, серебряные сикли и медные кнаты Что мы видим в игре? Мы видим монеты Предположительно галеоны, судя по золотому цвету А почему нет остальной валюты? Она даже не упоминается нигде Ну, судя по всему, это сделано для удобства И обычно здесь я на стороне удобства Ну хорошо Почему бы тогда не привести ценовую политику ближе к реалиям мира Поттерианы? Это где же это видано, чтобы долбанный рецепт для школьника стоил 3000 галеонов, а метла 5000? Что? Скажете, другие цены 100 лет назад были, да? А с каких пор цены в мире падают? Они растут Давайте я вам напомню Через 100 лет победитель турнира трех волшебников получил 1000 галеонов А это, между прочим, крайне опасный турнир, где реально можно погибнуть И не только Седрик Дигари погибал Были и другие такие претенденты Потому он очень долго не проводился То есть ты рискуешь жизнью, за славу и 1000 галеонов А здесь? Здесь же любое барахло стоит настолько дорого Что тут либо весомо так косякнули Либо это нихрена не галеоны Как я уже сказал, я начал с безобидных косяков Без денежной системы мы как-нибудь проживем Но! Удобно ли менять гардероб прямо на ходу? Да, очень удобно на самом деле Это реально классно сделано Однако, с каких пор ученикам разрешают наряжаться в школе с дресс-кодом Между прочим, со строгим дресс-кодом Как хипстеру на парад С каких пор разрешают ходить с подведенными косметикой глазами Хотя, ладно, последние наверняка пятикурсницам еще разрешают Опять же, что, например, мешало сделать как в моде АФТ для Скайрима? Вот у вас есть три зоны Хогвартс, его окрестности плюс Хогсмит и все остальное Но сделайте вы три кастомизированных набора одежды Которые будут автоматически сменяться при переходе в разные типы локаций Типа, в школе ты можешь выбирать любую школьную форму Но обязательно именно школьную Желательно с символикой факультета А то как-то вообще, знаете, про него все уже забыли На улице так и быть Можешь накинуть халат там повычернее А выйдя в чисто поле на бой Одевайся как хочешь Хоть как боевой маг, хоть как дегенерат Но потому что желательно все же соблюдать грань логики, раз уж начали Иначе с тем же успехом можно вообще любые правила нарушать А заметьте, есть моменты, которые ты не переделаешь Не сделав их менее удобными Например, телепортация Тут как бы каминная сеть Понятно, что в школе нет столько каминов Понятно, что камины часто не могут быть там, куда их понапихали Но тогда тебе придется перемещаться пешком Это же не моровинт с их сил страйдерами Это ясно Ну а в случае со школьной формой-то можно спокойно придумать что-нибудь более логичное? Да и вообще, с какого перепугу игра к смене времен года Относится так же, как GTA Online к своим новогодним ивентам? Почему никто не ругает Хогвартс Легаси за то, что он учит ходить детей без шапки? С наступлением зимы по сюжету я оделся как подобает в зимнюю одежду Пошел в город и понял, что я тут один такой идиот стою в лыжи обутой И главное, снег-то есть, хоть и не Северус Просто народ ебанутый Я понимаю, это вам не Россия, это Британия, где зимой минус один это уже лютый мороз Но вы посмотрите на людей, они вообще не все моржи поголовно Как ходили летом, как попало, так и ходят Что ученики, что взрослые Очень бьет по впечатлению от игры Где реализм, Лебовский? Далее, купи-продайка Вот эта вот система, которая заставляет нас проходить подземелья Фармить золото и покупать на него рецепты Подгадила так не слабо игре К примеру, само зрелище Хогвартса Переполненного с сундуками и забитыми галеонами Удручает Это, извините, левел-дизайн или же идейный дизайн Начало нулевых, когда по условному замку Да даже не условному Разбросаны такие вот сундучки с призами Это натуральные же детские платформеры Хогвартс Легаси, стремящийся всеми силами к реализму Это совершенно не идет Это уж я молчу о легчайших загадках Которые может разгадать даже тот, кто вообще на нумерологию не ходит Вроде меня Или человек без реакции Вроде меня Или с топографическим кретинизмом Вроде меня Короче, их любой может разгадать Но разгадываешь их почему-то только ты Потому что Наберите воздухом в грудь Мир существует здесь только для тебя Опа Дед, прими таблетки Да принял Ну, слушайте, есть же игры Полно их И чем дальше, тем больше Которые, наоборот, пытаются сделать мир живым Показать, что он живет своей жизнью От Моровинда Древнего, как не знаю что До Ведьмака Хогвартс Легаси Не живет своей жизнью Это, простите за спойлеры Как симуляция алой ведьмы В сериале Ванда Вижн Видимость есть А деятельность нулевая Ну и нафига так делать тогда Есть же игры без попыток Демонстрировать социум Который существует параллельно тебе Вот платформеры, например Типа Ори Да или хрен с ним с Ори Вот старые Гарри Поттеры Они ведь о том же И это, блин, влияет на восприятие Ну, как ты можешь чувствовать себя Как в Хогвартсе Как в реальном, подчеркнул Хогвартсе Когда вокруг тебя Творится такая вот Космическая дичь Все это приправляется Гротеском Когда ты слышишь Халтурную озвучку Населения Шмогвартса Шмогвартс Не, есть те Кто отыгрывает на ядь Один омниспракс Чего стоит, правда Да и Себастьян неплох Но немало персонажей Притом центральных Тут либо откровенно Шекспировские монологи читают Дико переигрывая Ну, серьезно Сравните Матильду и Минерву Ну, правда Уизли будто бы в театре На сцене старается А некоторые, в основном Левые ученики Играют настолько плохо Что боль моя дырка задница После такого Даже диалоги о пожинателях Покажутся не такими уж отвратными Но это ничто По сравнению с терпимостью В школе к творимым заклинаниям Да, в рот Миноку Я знаю, что это игровая условность Я согласен Ты можешь творить Любую херню Уколдовать любые заклинания Без каких-либо последствий Ни один предмет Ученик Или условный шкаф Не пострадает Но Почему бы тогда Хоть какую-то реакцию На это не сделать Ее же вообще нет Всем по барабану И ладно бы Речь шла только О стандартных заклинаниях Но и боевые Можно применять Почему бы не сделать Их доступными Как тот же Эванеско Только за пределами Хогвартса Либо в кабинетах учителей Так сказать Под их присмотром Ну и на дуэлях Конечно же Кстати о дуэльном клубе Вы все еще помните Что им заведует пиздюк Реализм Так вот Нет Нет Ты можешь подойти к учителю Скастовать ему В ебало бомбарду И все без толку Ни учитель ухом не поведет Ни бомбарда Класс не разнесет Даже горшки зельями Не перевернет Такая же реакция Кстати на то Что ты шуруешь по кабинетам Без спроса И попросту Воруешь золото Взламывая замки Да Тут есть Аллахамора И знаете Всем плевать Можно не таиться И ломать Прям вот на виду всех Всем вообще насрать Заходи в любой дом Бери что хочешь Ну а самая жесть Начинается тогда Когда ты выучиваешь Непростительное заклятие Вы помните Что это Использовать любой из них Это все равно Что купить билет В один конец Да с кабана Алластер Иди ты нахуй Вот смотри Я делаю Авадокедавры при всех Или там Круцу Или Империю Всем плевать Даже реакции Никакой не будет Ни единого диалога Типа Ой что это за колдовство Такое мерзкое Вы помните Как если в Скайриме Ты путешествуешь С поднятым треллом Постоянно слышишь Про какие-то опасные чары Не подходи ко мне В одно ухо И в другое Вой трелла О Ностальгия А здесь Эй Эй Это убивающее проклятие Я его не просто знаю Я Ученик Хогвартса Пятикурсник Я его Вот применяю перед вами Пусть даже никого убить не могу Но я применяю Никакой реакции Никакой Не говоря уж о санкциях В отношении тебя И та же Петрушка С напарниками На марше Никто из них Не обратит никакого внимания Что ты пользуешься Запрещенными заклятиями Ладно Себастьян Он сам же им тебя научил Но ни на Цай Ни Поппи А драма то сколько Ой Они ведут тебя во тьму Это заведет себя так далеко Что пути назад не будет Бла-бла-бла Удивительно Но единственные Кто реагирует на запретные заклинания Это те против кого ты их применяешь То бишь враги Да сука Ну хоть кто-то Они реально Увидев такое заклинание В исполнении тебя Начинают ужасаться Говорят нечто вроде Что ты творишь Или там Ты хоть понимаешь Что ты наделал в таком духе Да Ёб вашу мать Это так и должно работать Да какого хуя Игра Игра Ты че творишь вообще Ну как можно так косячить Отсутствие социальной реакции На твои действия Это вообще бич игры Знаете как проходит ожидание Ты значит садишься на пол Вот где стоял там И жопой сел И ждешь часами Словно собака Ждущая хозяина Хотя рядом лавка есть Есть ли на это реакция Прохожих Возможно Об тебя кто-нибудь Споткнулся Пока ты сидел там весь день Конечно Конечно говорю Нет Ты можешь зайти В сладкое королевство Или в зонку Нажраться там От пуза Бесплатно Будет ли хоть какая-то реакция На воровство конфет Ага Сейчас И что Вот к этому тоже прикажете не придираться Игровая условность Не дохера ли условностей-то Открытый проход В запретные секции школы После их посещения Или то проникновение В сладкое королевство По окончанию которого Хозяин тебе и слова не скажет Если застукает Шарящим по магазину ночью Каминная сеть Проведенная там Куда столетия не ступала Нога человека Кстати Даже выручай комнату Магазина работающая Круглосуточно Никакой охраны Запретного леса Пусть туда спокойно Шастают школьники В разгар восстания гоблинов Почему бы и нет Притом Мало того что нет охраны Так еще и квесты Тебе выдают охотно Эй Шепард Ну в смысле Клара Захаровна У меня там наисели Тролль всех Отпиздил И сбежал Не пойдешь там Его не поищешь Не убьешь Заодно Там вот За запретным лесом Ты ебанулась Такие задания Давать подростку И притом Я реально По пальцам Одной руки Могу посчитать Случай Когда персонажи Говорили Мол что ты что ты Не вздумай Даже туда соваться Там мол опасно Тебе там Школьнику делать нечего Мы сами все сделаем Спасибо не надо Игра то все равно Подразумевает Что ты сунешься Но тебя реально Предостерегают Не лезь Она тебя сожрет Но таких сердобольных Реально мало Потому что игра Это долбаная Купи продайка Дело даже не в том Что по факту Мы в древних Запечатанных веками Гробницах Фарнем современную Школьную форму Здравствуй Андромеда Да Дух Андромеды Сегодня незримо С нами детишки И в гоблинских шахтах Тоже У гоблинов Фетиш на школьниц Понимаю Фиг бы с ним Хотя на фоне остального Это лишь еще больше Раздражает Но как же можно Игнорировать то Что тебя Тебя Подростка 15-16 лет Натурально Отправляют На все четыре стороны Под предлогом Постигать магию И заставляет Нас таким образом Заниматься Такими благородными Вещами Как Гробокопательство Ведь в гробницах Часто нужно Решать головоломки Не в последнюю очередь Разоряя могилы Да и собственно Фарм же Мы же тут за этим В конце концов Браконьерство Ведь как бы Да Леса кишат браконьерами А мы ловим зверушек И спасаем их Но когда не хватает денег Пс Эй Ты можешь продать Лишних животных Вон той доброй женщине Оу А это сука Не браконьерство Разве натуральное Ведь в конце концов Это схема обогащения А где есть схема обогащения Там есть браконьерство А кроме браконьерства И гробокопательства Еще знаете на что Нас подвигают На убийство Да И без авата Вискидавра Мы убиваем налево И направо Убиваем конечно Во имя добра Вы не подумайте Можно еще в Харе Петрипикусом Даталусом зарядить Это не убьет Но тоже победа Но в основном Ты будешь Именно что убивать Потому что Убивать Мое искусство Как говорят в Черном Легионе Ну и на сладкое Вот вам логическая петля Чтобы выучить Мощные заклинания Для защиты себя От опасности Нас бросают На эту самую опасность Без этой самой защиты И на троллей И на драконов И на браконьеров И на черных магов И на гоблинов Чтобы мы даже Не нафармили опыт Это понятно А выполнили Задание челленджи Браво Просто браво И так ли удивительно На этом фоне Что школьники Здесь являются Главной боевой единицей Пока взрослый Откровенно Прохлаждается за кадром И бабец Ты че офигела что ли Ты же как бы школьница Иди нахер Я избранная На фоне этого Мелкие косяки Смотрятся уже Даже не так уж и плохо Например Тебе говорят Что ты найдешь Много предметов одежды И нафига здесь Это вот ломание Четвертой стены Скажите на милость Ну или например Возможность пить Из чашки Что-то Что было налито туда Четыреста лет назад Или даже тысячи лет назад И я сейчас не шучу Или викторина Которая как бы сделана Для фанатов И это правда весело Но один из вопросов Подразумевает Ответ крестражи Это откуда ж Сука Обычный подросток Пятнадцати лет Знает что такое крестраж Если даже не каждый Взрослый Ты знает Хотя учитывая Что мы натуральные Черные маги То в общем Наверное да И пару вишенок На торт Ученики Хогвартса Имеют странные коллизии Ты порой будто Проходишь сквозь них Будто бы замок Заселен лишь призраками Которые даже Не сильно стараются Имитировать жизнь Мы смеялись Над убогой имитацией Таковой В каком нибудь Обливении Или Скайриме Вот нам Хогвартс Легаси Тут все еще хуже И вторая вишенка Наш персонаж Который словно Черт из табакерки Сразу попал на пятый курс И стал резко избранным Без истории Без реакции на мир Без точки зрения При отсутствии Вариативности диалогов Да хрен бы с ними С диалогами Скажите Вот когда все Вот перечисленное На тебя вываливается Можно ли ощущать Атмосферу Хогвартса Живой Ответьте Да нет конечно же нельзя Это какой-то гротескный мир Который приятен Во многом благодаря Фансервису Который словно Ширма закрывает Косяки игры А теперь представьте Вот что Я просто вкину это А вы подумайте Насколько это Изменило бы Ощущение от игры Представьте что мы Не некий Безликий ученик Представьте что мы Молодой учитель Явившийся в Хогвартс Ну вот освободилась там Вакансия Очередной Хагарит Забухал и некому Больше преподавать УБЖ И вот приходим мы Мы уже не подросток Мы взрослый человек Вышедший в мир И несущий Сам за себя Ответственность И это решает Сразу ряд вопросов Фарм Ты взрослый Тебе больше не дают Деньги родители Или опекуны Зарабатывай сам И при том Зарабатывай так как хочешь Ты можешь выбирать Ясли кончились Хочешь рисковать И нападать на лагеря Браконьеров Пожалуйста Хочешь исследовать Опасные руины и гробницы Пожалуйста На твой страх и риск Лезешь в запретный лес Чтобы оторвать жопу Акромантулу И продать ее Чтобы купить пожрат Ну так ты сам себе Злобный буратино Ну правда же Ну разве я не прав И с темными заклинаниями Та же история Как бы Ты уже взрослый Потому вот тебе Брошюрка Авадо Кедавра Для чайников И вали отсюда Помалкивай Дресс-код Да Вы не поверите Но хоть он все еще Нас касается Тем не менее К нам было бы Меньше претензий Если бы мы Приперлись в маске И банном халате Ситха в школу На нас бы конечно Косо смотрели В основном Учителя Коллеги Но как бы У нас положение Привилегированное И в то же время Мы еще не Заматерелый взрослый Нам есть чему учиться И мы много чего Не знаем И нам помогает Тот самый профессор Хрен Взяв нас в качестве Своего протеже Конечно Слишком молодым Быть мы не можем Кто б дал Вчерашнему школьнику Учить других Хотя при Блэке Наверное И такое возможно Но лет хотя бы 25 Ну почему бы и нет И после этого Дать нам предысторию Например Мы с отличием Закончили Ногвардс Или какой-нибудь там Рюзский Колдовстворец Где березами по жопам И тут к нам Значит приходит письмо Так вот и так У нас преподаватель По защите от сквернословия Прищемил оба мизинца сразу А еще и восстание гоблинов Тут так не кстати Не могли бы вы здесь Покуковать у нас Временно Пока не погоним Это решило бы вопрос Абсолютной серости персонажа Его неинтересности И безжизненности В подобных играх Где мы не имеем предыстории Мы либо сами строим себе Историю методом выбора Вариантов развития событий Либо вокруг нас Хотя бы стараются Показать движение жизни В которое ты веришь А? Ну что скажете? Мне серьезно интересно Скажите вот Неужели так было бы хуже? Погоди Стой Иван Ты же нам сейчас Фактически пересказал Сюжет Инносент Вичес Эротической игры По мотивам Патриана В альтернативном мире Где ты как раз таки Молодой учитель Удивительно Но да Яглан сначала придумал А потом вспомнил Что такой сюжет То уже есть И пусть там Мы не воюем С пепламбами И гоблинами А вместо волшебной палочки Чаще используем палочку Совсем другую Знаете Тем не менее Именно так и нужно было сделать Хогвартс Легаси Неужели это не перекрыло бы Кучу условностей? Да Не все Но очень многие Но вместо этого Мы имеем Некое подобие Симуляции жизни Гротескные И абсурдные Выстроенные Вокруг Шикарного Хогвартса Вот потому-то Детишки Атмосфера и ощущается Тут Такой Неправильной Потому что Блин Реализм Волшебную палочку Мне футляр Ну что Продолжим праздник жизни У вас мог после такого откровения Возникнуть вопрос Что Все прям вот настолько плохо И кроме фансервиса В игре ничего нет? Не Ну это конечно же Неправда Я уже говорил ранее Что и дизайн И внимание к мелочам Тоже вытягивают игру Но в целом Да Основная движущая сила Это фансервис Просто Представьте Что Хогвартс Легаси Вышла не в сеттинге Патрианы А в только что придуманном Те же волшебники Гоблины И прочее Но не Гарри Поттер Было бы это кому-нибудь интересно Ну было бы конечно Но это был бы мизерный процент От того интереса Что проявлен сейчас к игре Ладно Тем не менее Этот самый фансервис Все же объективно Приносит удовольствие И мы продолжаем Тему исследования Хогвартса Логично предположить Что раз на нас Валилась такая опасность Нам нужно место Где мы могли бы Оттачивать свое мастерство И заниматься прочими непотребствами Короче Перевалочная база Персональный храм огня У Гарри это были В разные времена Кабинеты трансфигурации И выручай комнату Да Она у нас тоже есть Насмотревшись на наше мытарство Матильда Уизли говорит Мол Пойдемте Поттер Я вам кое-что покажу Но она опаздывает на встречу И персонаж в ожидании Ходя туда-сюда Канонично Активирует проход в комнату И тут я уже был готов Похвалить игру За очередное верное Отображение Чего бы то ни было Согласно канону Правил Вселенной Как тут же Последовал Очередной прокол Точнее Пока что не прокол Внутри мы встречаем Домовика Некоторые спросят Разве может комната Кого-то пустить Если в ней уже кто-то есть На самом деле может Если желающий ее открыл И желал от нее того же Что и тот кто внутри Или если желающий Сделал возможным Проход для других Как это сделали Например Невилл и компания В конце последней книги Ну ладно Такое вот совпадение Но дальше интересно Нам нафиг не нужен Склад вещей Нам нужна база И комната Буквально на глазах Преображается Согласно нашей потребности Сделано это невероятно круто Под очень хорошее Музыкальное сопровождение Аж дух захватывает Единственный минус Это против правил комнаты Комната Не может трансформироваться Пока внутри есть Живые существа Грубо говоря Изменения могут вноситься Как на сервер И пока Хоть один игрок На нем висит Он будет прежним А потом уже Перезагрузится С новыми настройками Нам по идее Нужно было всем выйти И снова войти И тогда в комнате Все это уже было бы К сожалению На это правило Наплевали в угоду Зрелищности И я честно говоря Даже не знаю За такое я бы игру простил Потому что Это действительно Очень зрелищно Нам проводят Краткий инструктаж Как пользоваться комнатой Если вкратце Очень легко Нам дают Три заклинания Создание предмета Изменение предмета И Иванеско Уничтожение предмета Создавать предметы Мы можем по чертежам Которые разумеется Мы должны купить За 100 миллионов Миллиардов Что ж мы такого Можем тут насоздавать Ну помимо Действительно Большого объема Различного декора В виде стоек Статуй Манекенов Портретов Цветов И прочих картин С гобеленами Мы можем также Еще сформировать Полезные в хозяйстве Формации Например Стол зельевара Грядки Где будем выращивать Боевой кабачок И пару других Аналогичных приспособлений Кроме того Мы можем строить Здесь загоны Для животных И станок Для улучшения Нашей одежды И насколько же Круто все это сделано Вот честно Я обожаю В играх покупать дома И обставлять их артефактами А лучше построить самому Скайрим Со своей кастрированной системой Неравно курит в сторонке Нечто похожее Как говорят было в Fallout 4 Я же впервые вижу Настолько удобную Систему постройки Просто выбираешь место И ставишь А затем меняешь Внешний вид в 4 стиля Это распространяется На основное большинство Образства комнаты Включая стены Колонны и прочее Конечно Не везде можно Выстроить все так Как ты хочешь Здесь существует Сетка Согласно которой Ты не можешь нарушать Условные коллизии Одного предмета другим И должно быть Приличное расстояние Так что Манчкины будут Опечалены Но честно Это все мелочи Строится все это Великолепие Не бесплатно За ресурс Лунные камни Их типа Можно купить Но Знаете По игре их Разбросали столько Что я не знаю Как надо играть Чтобы испытывать В них недостаток Разве что Реально потратить Их все в комнате Кстати Существует Также лимит Каждого предмета На комнату То есть Нам например Не дадут Заставить вообще Все пространство Одинаковыми грядками Нам скажут Мол Так стоп Вот ты уже Две поставил Дальше все Нельзя Хрен тебе Фиг кукиш На Вот лови В других играх Я бы с этого сгорел Но не здесь Также нам дают Помощника Личного Альфреда В нашей цветущей Бэт пещере Домовика По имени Дик Надеюсь он хоть Не Грейсон Его можно попросить Изменить еще И освещение В четырех стилях Полумрак Лунный свет Природный туман И стандартное Солнечное Конечное Позже по сюжету Дайн Гишик Расскажет Про фантастических Тварей Где они обитают И как их поймать И как по команде Комната вновь Расширяется И так еще два раза Создавая Три замечательных Загона По аналогии С чемоданом Ньюта Саламандера Если честно Я даже не знаю Может ли выручай Комната Принимать подобные Формы И в целом Может ли Заклятие Незримого расширения Незримо расширять Пространство Аж настолько По идее Должны быть Какие-то Разумные ограничения Иначе Я вынужден Буду согласиться С Климасом Скоробеусом По поводу того Что можно легко Решить жилищный вопрос Если каждый британец Будет роскошно Жить буквально В коробке Если эту коробку Заколдовать на манер Чемодана Ньюта Это вы так Детей защищаете Серьезно На серьезно Как бы то ни было В игре Это смотрится Очень и очень круто И сам факт Нахождения Выручай комнате Очень импонирует Фанату А уж Как круто наблюдать В загонах За зверушками Как например Лунтелята Играет с мячиком Как ерзают В траве пушишки Как летают грифоны Точнее гиппогрифы Просто прелесть Жаль только Что по желанию Нельзя менять музыку В комнате Да и вообще Ей не хватает Много других функций Домовладельчества С другой стороны Эта игра Не совсем про это Она другого формата Так что все окей Но есть недостатки Да Во-первых Очень странное Расположение комнат Ладно Загоны сделаны удобно Но Получается Мы входим В маленькую комнату И из нее есть спуск В большую Вот зачем Спускаться каждый раз По лестнице Никто не будет В итоге Я бы удивился Если бы узнал Что ту дальнюю комнату Хоть кто-нибудь Заставлял предметами Учитывая Что в основном Предметы здесь Чтобы радовать глаз А чтобы он радовался Он должен эти предметы Видеть А каждый раз Бегать вниз по лестнице Настя лениво Лучше бы сделали Вход сразу В тот нижний зал Ну или основной зал Сделали бы больше Второй недостаток Еще более насущный вопрос А зачем Вот это тут все Не Чтоб фанаты Описывались от кайфа Это понятно А практической пользы есть Ну да Есть Тут можно варить зелье И выращивать траву В производственных масштабах Улучшать одежку Выращивать тварей А кроме как Для достижения Вот это все Перечисленное Вообще нужно Ну полагаю Что в некотором роде Да Однако Если честно У меня в бою Никогда не было Трудностей И недостатков Зельях Или траве Возможно Это потому Что я играл На нормальной сложности Может быть Игра раскрывает Эти моменты На высокой сложности Я не знаю Мне такое Говорили про Horizon Zero Dawn Если так То претензий нет Но Если выяснится Что на высокой сложности В этом все Тоже нет нужды То получается Что это Фансервис Ради фансервиса Что неудивительно Для такой игры Но это не повод Для похвальбы И третий Еще более объективный Недостаток Вслед за В общем-то Всей игрой Выручайка Раскрывается Очень и очень Медленно Это я вот вам Сейчас все Как раз таки Разом вывалил На лопате А меж тем Я пол игры уже прошел Прежде чем мне вдруг Сказали Слышь колдун Шмотки можно улучшать Да И еще через приличный Кусок игры Нам для этого Даже дадут ресурсы В виде пойманных Животных Ах да В комнате же Еще есть проявитель Предметов Некоторые шмотки Иногда обозначаются Знаком вопроса То есть неясно Что у него за свойства Такие Нужно отнести их В выручайку И просканировать К моменту Когда выручайка Мне попалась У меня от этих шмоток Уже инвентарь лопался Игра будто бы Знаете Вот ждет Когда же тебе Станет невыносимо Уже сложно играть Без собственной Зельеварни Без крятки Без тхатского станка И тут она такая Обана Вот все что тебе нужно Ну Не знаю Вот правда не знаю Вы как думаете Ну и так На фоне прочего Это уже придирка Заклинание Эванеско Конечно же Все три спела Работают только В выручай комнате Оно и понятно Иначе бы мы Задизейбли пол Хогвартса Именно этим препод И объясняет Некие защитные чары Не позволяющие Работать с таком Заклинанию в Хогвартсе А выручайка Не подчиняется Обычным правилам Хогвартса Ну Вообще-то Подчиняется Это во-первых Во-вторых В романах Эванеско Использовалась Не раз Именно в Хогвартсе Я вспомнил Сразу навскидку Как Северу Снеп Таким образом Убрал змею На дуэли Во второй книге И зелье Невилла Из котла Не помню в какой книге Получается На доли выручайки Выпало совсем Немало лоровых Несоответствий При том что Напомню Вся игра Старается Именно старается Это видно Соблюдать канон Можно ли было Избежать большинства Таких проколов Да Можно Но не стали По итогу Лично я провел Весьма много Времени в Хогвартсе Насясь по коридорам Как угорелый Потом Сочевал Выручай комнате Развешивая гобелены Как черт Ну а потом Просто фармил Да А что делать Очень многое в игре Упирается в деньги Помимо прочего Я выучил Несколько новых заклинаний Кстати Среди них было То самое Вингардиум Левиоса А заодно Сходил на два новых предмета Травологию И полеты на метле И это было Весьма интересно И пока я вам Все это рассказывал Наступила осень Как не трудно догадаться В игре сюжет Очень удобно Поделен на 4 части 4 времени года 4 испытания 4 хранителей И 4 факультета Хотя это уже Никак в сюжете Не отражается С приходом осени Мне наконец Дали проникнуть В тот самый тоннель Ведущий от горбуни и ведьмы К сладкому королевству И что здесь сказать Могу ошибаться Но кажется В книге говорилось Что местами проходы Были настолько узкие Что приходилось Натурально себя протискивать Хотя возможно Это говорилось О тоннеле Из кабани головы Выручай комнату Как бы то ни было Здесь тоннель Превратили в натуральный Аттракцион В полосу препятствий Тут даже Громадный лифт есть Врагов Вот разве что Здесь нет Иначе это был бы Совсем уже абсурд Мы как бы еще На территории школы А так тут Паутина Разрушенные платформы Прыжки по ним Интересно ли это сделано Должен признать Что да Отчасти все же Заклинание здесь Использовать нужно И это вполне себе весело Но вообще В игре к сожалению Не так уж много Логических загадок Связанных именно с магией Впрочем Лучше так Чем вообще никак Также я наконец Выучил заклинание Аллах Мухомора Знали бы вы С каким предвкушением Я ждал его И с каким разочарованием В итоге я его освоил Начну с того О чем я уже говорил Реакция на то Что ты вскрываешь замки У всех на виду Нулевая И притом Нам дают выполнить Побочку От смотрителя Мистера Муна Где мы натурально Должны ползти в стеллсе Минуя патрули И подслушивая разговоры Учителей заодно Чтобы уж два раза Не вставать И это достаточно интересно Суть этих ползаний Собирать лунными масок Это еще один Ивент для нас От Хогвартса И Мун Японец-алкаш Говорит мол Когда будешь Проникать в другие Такие места Не забывай Значит про Заклинание невидимости Чтоб тебя Значит не увидели Вот в таком вот духе И вот как бы Ни разу больше За всю игру Не появится нужда В использовании стелса А точнее Ни разу задание Тебя к этому не принудит В игре всего Три раза Позволяет натурально Красса лавируя Между патрулями Это миссия С проникновением В запретную зону Библиотеки А не того О чем я подумал Что вы подумали Потому что я уж точно подумал Вторая Она по сюжету И связана с дарами смерти И третья Вот эта вот побочка От Муна А точнее ее старт Все Больше нас Нигде не заставят Красться Даже миссия В шатре браконьеров Где нам вовсю намекают Мол Крадись Не принуждает нас К стелсу Но об этом Я еще поговорю Когда речь зайдет Про сражение Пока что Вот вам факт Побочка На сбор дамемасок Самая идиотская В игре Удобно то Что когда наш персонаж Входит в помещение С такой вот статуй Он произносит Что мол Вот она Гуд Но если ты нечаянно Пропустил ее где-то То все Трындец Остальные квестовые предметы Легко можно подсвечивать Ревелио Но не дамемаски Ведь они видны Только ночью Более того Искать их Есть смысл Только ачивки ради Потому что толку С них ноль Видите ли Аллахомора Здесь делится на три ступени Точнее Замки есть Трех уровней И нося маски Муну Кстати здесь обыграна Фамилия Мун Получается Мун Фор Мистер Мун Мы улучшаем владение Заклинанием И можем отпирать замки Второго и даже Третьего уровней Чтобы что Чтобы найти Супер приз Нет Все призы в игре Это рандомные шмотки С рандомными статами В игре нет Мега артефактов Ты не найдешь тут Условную розу сангвина Которая уникальна И стоит усилий Нет Тут будут очередные Шарфы Плащи Панталоны на плюс 10 Которые ты к этому времени И так будешь таскать Мешками из этих там Гробниц и шахт Очень часто кстати Схема такая Ты получаешь Аллахомора Первого уровня И бежишь в предвкушении Открывать замок Первого уровня Чтобы обнаружить За ним еще одну дверь У которой замок Второго уровня И да За ней часто такая же Но с третьим уровнем За который ровно Ни хрена в Хогварте Который построил Джек Шепард Кроме того Здесь же есть мини игра На отпирание Да Скайримский взлом замков Стоп Что Вы ведь в курсе Что Аллахомора Работает не так Пофиг Сделаем мини игру Извините Зачем Она совершенно не сложная Но она тебя задолбает Потому что замков В игре полно А вот автовзломов Здесь нет Если ты выучишь Заклинания второго уровня То замки первого уровня Не начнут вскрываться Без мини игры Хотя Казалось бы Почему бы нет А главное Нахрена это делать вручную У нас же не отмычки Которые можно сломать И потратить попытку У нас бесконечные заклинания Знаете что Пошло оно Я жадно впитывал Все заклинания в игре Аллахомора Единственное Которое я не стал доучивать До второго уровня Дотянул и психанул Ладно бы эти маски Были только в Хогварте Так они по всей карте Разбросаны Они могут быть в доме Рандомного оборванца В любой части карты Круто да? Да и смысл Вскрывать замки Я ждал этого заклинания Чтобы подзаработать На лутании Крутых сундуков Но когда меня Ему научили Я уже был Неприлично богат Несвоевременность Вечная драма Видите И здесь игра Весьма долго разгоняется Вы уже заметили Что это общая проблема Игры в целом И вишенка на торте Как я люблю Когда мы по миссии Муна попадаем Ванну старост У русалки Не падайте в обморок У русалки Нет сисек Вообще Ни одной Представляете? Безобразие Минус 50 очков Гриффиндору На всякий случай Полеты я пока пропущу А вот о браконьерстве Поговорим Это я так ласково Называю Уход за тварями Как уже говорил По фронтиру Рыщут браконьеры И это бесит Как поппи Так и И последний говорит Алло У тебя тут вручайка Простаивает Давай-ка ты Притащишь всех зверей С округи сюда Тут за ними будет Уход Ласка А там их ждет смерть И как бы Идея-то отличная Сколько можем Столько спасем Но С учетом того Что официальные власти Не демонстрируют Вообще никакой активности От слова совсем То получается Что нам предлагают В перспективе Поймать всех тварей В серьезной такой округе И запихать в Хогвартс Так себе затея Тем не менее Нам дарят сумку-хватайку Которой мы и будем Спасать животных Подкрадываемся к любому Либо же оглушаем его Нелетальным заклинанием И нажимая на нужные кнопки Ловим зверушку Чем крупнее и опаснее зверушка Тем больше проблем С ее поимкой Если всякие нюхлеры И прочие птички-синички Ловятся легко То вот поймать Фестралы Или гиппогрифы Это та еще задачка Для неподготовленного ловца Иногда от этого Можно даже хорошо так Подгореть Вот я например Подгорел И не раз Забавно кстати Что до выгрузки Выручай комнату Все твари Ютятся в сумке Там их Никто не кормит Не поют Не вычесывают И вообще фиг знать Что там у нас Ну да ладно Игровая условность Сделано и правда Прикольно В выручайке Мы можем выпускать животных Но на каждую комнату Есть лимит Одних тварей Зато комнат Сразу три Также чуть ли не под конец игры Научат нас разводить животных Мы и строим загон Кормушку И ловим самца И самку соответственно А потом смущенно Удаляемся из комнаты Чтобы нечаянно Никого не спугнуть И примерно через 20 минут Реального времени У нас появляется Детеныш существа Излишки существ Можно продать В хоксмеде Местному хагриду В юбке Однако Дам охоте добрые Но все равно Все это очень напоминает Схему обогащения Повторюсь А значит Это браконьерство Скажите Разве я не прав? Вопрос И что же нам С этим всем зверьем делать? Кроме того Как умиляться При его виде Ну смотрите Нам дают Как и в случае Выручайки Фактически Три заклинания Одно из них Скорее артефакт Та самая сумка Для сбора и выпуска животных Второе Материализация щетки Для расчесывания Третье Материализация еды Для кормежки Расчесав и покормив Существо Мы получаем ингредиент Например Перо феникса Или мех пушишки И эти ингредиенты Как раз нужны Для улучшения нашей одежды Улучшается она По двум направлениям Первое Просто можно Трижды усилить Некоторые вещи Как раз Вот за эти ресурсы У них растут показатели Второе Из некоторых Действительно Ценных сундуков Коих не так уж Много по игре И также За выполнение Некоторых заданий Мы получаем Усиление на одежку Например Мы можем Увеличить защиту От инферналов Или атакующую способность Ступифая Притом Такие улучшения Есть трех ступеней Где третья Самая крутая Сама же одежка Градируется По рейтингу В виде цифры По показателю Соответственно Защиты И атаки Количество ячеек Для улучшений Ну и по цвету И все Больше на нашем гардеробе И в принципе На луте Останавливаться Смысла нет никакого Вернемся к созданиям Позже Притом Увы Сильно позже Можно вместе с загоном Создать кормушку В итоге Животные Всегда будут сыты Остается только Пританцовывать Мимо них с расческой И собирать ингредиенты Что весьма удобно Скажу я вам Можно еще создать Ящик с игрушками Это ни для чего не нужно Просто можно Реально играть с животными Ради удовольствия Это и правда весело Но я предпочитаю Иного рода геймплей Самих тварей Тут достаточно много Разновидностей Это и нюхлеры И жмыры И вот эти вот Странные совы Забыл название И гиппогрифы И фестралы Которых мы теперь видим Лунтилята Какие-то попугайчики Пушишки Даже феникс уникальный есть Горьей губки Только нет Точнее есть Она незрима Сегодня с нами Всю дорогу Но вот именно В игре ее нет По итогу Про ловлю И разведение животных Можно сказать Что это мило Это интересно Но в долгосрочной Перспективе Дольше получаса Пока длится Эффект умиления Это бессмысленно Зато На уроке По уходу за тварями Мне встретился Первый за всю игру Слизеринец говнюк Да И еще и идиот Он тянул кота за лусы Ох ребят Я аж прям выдохнул С облегчением А то что не слизеринец То нормальный человек Слава тебе господи Статус ква Восстановлен Поехали дальше Кстати Насчет езды А именно Насчет быстрых путешествий Вы же понимаете Что при таких масштабах Карты Без порталов Никак не обойтись Все это понимают Поэтому разработчики Сделали такие вот Точки перемещения В виде очагов С летучим порохом Понятное дело Что пользуемся им Только мы Понятное дело Что в некоторых местах Этих точек Никак не может быть Я конечно поворчу Поворчу Но в итоге скажу Что да Мне пофиг Что сюда не ступала Нога, рука Или щупальца человека Веками Зато если я захочу Сюда вернуться То я просто нажму Несколько кнопок А не буду пилить пешком Сразу вспоминается Клиния Марики Зелден Ринг Ох как же люди Гордятся собой Я просто фигею Клиния Марики Не может быть В Академии Раи и Лукари По причине Лора Все Уделали Либрариума Молодцы А взять другую модельку Назвать ее Скажем Обелиском Реналлы И дать ей Те же функции Нет Никак Нужно будет Коренным образом Менять геймплей Наверное Да Мы лучше Заставим игрока По 10 минут Бегать туда-сюда О чем бишь я Да Раз есть такие Широкие просторы И точка телепорта Во-первых Карта открывается Довольно небыстро По сравнению С другими окнами меню И дело здесь Не в быстродействии компьютера Просто она Будто бы Раскрывается Плюс еще и Центрирует камеру На игроке Что занимает время Почему-то мгновенно Она этого делать не хочет Вот ведь нашел К чему придраться Скажете вы Да это же Секунду другая Ну так-то оно так Но тем не менее Это факт Это раз И на поздних этапах Да не только на поздних Ты будешь постоянно Туда-сюда Прыгать по карте И такие вот временные Лаги быстро себя проявят Это два Но это не самый худший Согласен Куда хуже Сама навигация По карте Всего карты у нас Аж три Карта Хогвартса Карта Хоксмеда И карта окрестностей Если с последними Все более-менее в порядке То вот в Хогвартсе Из-за плотности Застройки каминами Точки пришлось делить По вкладкам Прямо как костры В Дарк Соус Только вот В отличии от Дарк Соус Выбирать их неудобно А если кликать Прямо по ним на карте То есть нехилая вероятность Попасть не туда Куда надо Потому что Напомню Школа многоэтажная И часто будет оказываться так Что думая Что тебе до цели Пару шагов Ты будешь пилить Пешком несколько этажей А это поверьте Не быстро Второй вариант Можно кликать сразу По названию Так сказать По узловым кострам Однако возможно Так было бы удобнее Тем кто хорошо помнит Где и что в Хогварте Находится Заметьте Это не обязательно Должны быть фанаты вселенной Я вот фанат Но я вообще не помню Что где и как Расположено в этой Монструозной постройке Кроме тайной комнаты А потому что Она и квестовый зал Картографий Вынесены в отдельную Узловую точку Что крайне удобно Так что Для неподготовленного Игрока Да и наверное Для подготовленного Тоже Интерактивная карта Хогвартса Будет выглядеть Как нагромождение Точек телепорта Частично эту проблему Решила бы возможность Добавлять любимые точки Телепорта Как в Элден Ринг Помечая их С другой стороны Откуда здесь Зяться любимым точкам Грубо говоря Точек интереса У игрока В замке почти нет Только Выручайка Да квестовый зал Мини задания Ты собираешь По всему замку Так что Тут наверное Тоже был бы пролет За пределами Хогвартса Неудобно порой Сделано расслоение Точки Когда на определенную Метку выпадает задание Она как бы Раскладывается И в итоге Выбирать ее С геймпада Становится очень неудобно Другое дело Мышкой Да Это решает Не все проблемы Но тем не менее Что приводит Вновь к прошлому Живому выводу Управление В игре весьма спорное И гораздо удобнее Играть одновременно На клавиатуре И геймпаде Что весьма Затруднительно Когда ты возлегаешь Перед телевизором Не правда ли Стоп-стоп Ты опять сравнил Игру с Dark Souls Смотрите-ка Свинья о желудях А Либрариум Снова о Dark Souls Ты вообще что ли Все игры сравниваешь С Dark Ну да А че нет-то Извините Профессиональная деформация Что ж Давайте приступим Так Скажите Что вы видите Вот на этой картинке Dark Souls Почему Dark Souls Средневековый замок На Нурлонда похож Dark Souls Ну допустим Так А вот на этой Здесь какие-то девки Девки? На хранительница огня Похоже Из Dark Souls Ничего-ничего Еще не таких лечили Хорошо Здесь что изображено? Меч По-любому принадлежал Кому-то из Dark Souls Ага Ага Ладно А здесь Что изображено? Dark Souls Да почему Dark Souls-то? Номера лордернские А ничего, что у них нет Автомобилей В Средневековье А ты видел там Хотя бы одну живую лошадь? Вот А на чем они По-твоему разъезжали? На автомобилях С лордернскими номерами Ладно Продолжая тему навигации Помимо громоздкой и неудобной Че уж там карты Есть еще компас Точь-в-точь как в Dark Souls В Скориме В Скориме И миникарта И без миникарты Играть кстати было бы невозможно Так как Хогвартс Напомню Очень запутанная локация Учитывая сколько здесь этажей и лестниц Ну и также стоит упомянуть Светлячки Который покажет нам путь к цели При нажатии на нужную кнопчанскую Такая же фишка была Например В Принц Перси 2008 Честно Пользовался я ей всего 2-3 раза За игру И то случайно Но хорошо что она есть А теперь от самой навигации Перейдем к тому Для чего она существует Понятное дело Что по Хогвартсу Гулять до скончания веков Не выйдет Да и скучно это И вот мы выходим На просторную карту И что мы имеем А имеем мы ровным счетом Ничего особенного Как уже говорил в начале Классическую Средней интересности Игру с открытой картой Вообще У Хогвартс Легаси С Элден Ринг Одинаковые проблемы По этой части И та и другая Не знают Что им делать С такими просторами Они пустые И неинтересные Тут нечем заняться В Элден Ринг Хотя бы очень много контента Хогвартс Легаси В этом плане Очень скудна Но тоже пытается Сделать интересно Время от времени Итак Куда занесет нас беда Куда только не занесет Забавно кстати Что куда бы нас не занесло Везде будет точка телепорта В виде каминной сети Даже в запретном лесу А говорят еще Блэк плохой директор Ладно Повторюсь Это удобно Кстати говоря О Блэке И о том Во что при нем Превратился Хогвартс Не то что при Дамблдоре Или тем более При Козлове Лучшем директоре всех времен Местность за Хогвартсом Представляет из себя Натуральный фронтир Где приходится пробиваться С боем Попросту переходя От села к селу И если засилие гоблинов Легко объясняется Восстанием оных Как и пепламп Работающих с ними То извините Откуда вдруг Взялись толпы браконьеров Которых в лесу Походу больше чем зверей уже Речь разумеется О мирных Потому как Всяких акромантулов Пауков поменьше И волчар сутулых Тут всегда в достатке Ну и орды инферналов На любом кладбище Вообще-то Инферналы Столь редкое И волнительное явление Что появление Даже небольшой группы Оных Стало бы для мракоборцев Сигналом Оцепить район И выслать армию магов Для решения проблемы В общем Классический Такой игровой мир Где извините За тавтологию Мирного населения Вот столько вот А враждебного В три раза больше Это игровая условность Как в Скайриме Например Но в том же Скайриме Был Чего уж греха таить Разнообразный бестиарий Не такой разнообразный Как хотелось бы Но все же А в Хогвартс Легаси Все что я перечислил Это почти исчерпывающий список Здесь есть еще Болотные такие жабки Которых сложно пробить Заклинанием И тролли Големы рубрики Не считаются Они по газонам Не ходят Все Больше никого нет Если кого забыл Напомните мне Темные волшебники Гоблины И четыре вида животных Маловато как-то Для таких просторов Вам не кажется? Сражаться с ними Придется в разных условиях Темные маги Они же Пепламбы Блин Ну и название Наверное на пиндосском Это звучит как-нибудь Благородно Типа что-то связанное С Ашем Да? А у нас просто Назвали так животных Жаль что эти темные маги Не назвали себя Лукотрусами Или тем более Личурками Было бы очень смешно Так вот Эти личурки Как и браконьеры Тусят в лагерях И изредка Патрулируют местность В лагерях Последних Еще иногда Попадаются клетки С животными Только вот Освобождать их Не надо Для того чтобы игра Посчитала лагерь Зачищенным Лагеря кстати Будут обновляться Регулярно Да и не сможешь Ты клетку открыть Даже если захочешь Просто вспомни На каком уровне Тебе дают Аллахамору Тем более Второго и третьего уровней А животные Пусть пока подождут В клетках Ибо нефиг Что? Разломать клетку? Вскрыть Магловским ломиком? Фу Как неэстетично Не Пусть сидят У меня Одна живосинка Пересидела Три поколения Браконьеров В лагере Прежде чем я сумел Ее освободить Так мало того Что игра Это вообще Никак не поощряет Я еще и поймать Эту тварь не сумел Потому что Она тут же рванула Сверкая пятками Вот тебе благодарность Что с нее взять Фантастическая тварь С гоблинами Все то же самое Кроме животных В клетках Иногда гоблины Тусят в шахтах Это здесь считается Уже подземельем Их тут аж три вида Гоблинские шахты Гробницы И пещеры Изредка встречаются Разрушенные крепости Но это скорее Квестовые места Гоблины Необычные противники И их стиль сражения Отличается От стиля темных магов Вообще Здесь враги Хотя бы не похожи Друг на друга Притом Никто и ни на кого И это очень хорошо Сами гоблинские шахты Сделаны очень красиво Не придраться Что-то пещера С павуками Или волками А как правило И тем и другим То они На удивление Очень даже Красиво сделаны Тоже Я вообще не люблю Пещеры в играх Со времен обливена Дыра в земле Это всегда дыра в земле Однако Здесь дыры приятные И визуально И эстетически Если паучье логово То оно все затянуто Паутиной Которой придется сжигать А если не паучье То не затянуто Но тоже красиво Да Тут всего Две опции Пауки И не пауки Вот в чем вопрос Правда В игре еще полно Микропещерок Которые никем Вообще не защищаются Но и в то же время Не содержат в себе Призу Тут в принципе С наградами беда Я уже говорил Гораздо меньше Повезло курганам Там встречается Какая-нибудь загадка Типа Как открыть дверь Левиоса Или бомбарды Ну и Инферналы В целом Гробницы эти Весьма скучные И делать в них Совершенно нечего Кроме как Натурально грабить могилы Доставая саркофагов На вехонькую Школьную форму В общем-то это все Больше в игре Кроме пятка Квестовых подземельей Ничего нет Беда даже Не в разнообразии А в том Зачем именно Мы их зачищаем А награды здесь Двух типов Опыт Оно и понятно И лут Только вот лут Здесь откровенно Рандомная ерундистика Которая еще и на игру Не так уж что прям Сильно влияет А Ну еще скинчики На всякое Да Это конечно хорошо Но все же Не хватает старых Добрых артефактов Которые можно пощупать Ну или хотя бы Повесить на стену В врачай комнате Почему бы нет Но Не даже этого Стилистика подземелья Напомнила мне Знаете что God of War Это вот их Молчаливая Затхлая атмосфера А по размаху Котор Вот натурально Помните гробницы ситхов Вход дырка в земле А внутри такие хоромы Что прям целый город Тут нередко Именно так и бывает Но как и в Которе Здесь это обосновано Там ситхи Просто любили Такие понты И поголовно Здесь например шахты гоблинов Фактически и есть их города Частично Две мира недоделанные А частично все же Это волшебные руины Спрятанные от глаз маглов Ну вы знаете Это магия У нас в сумке Можно целую деревню разместить Пещера то чем хуже Кстати они Подземелья Не важно какого типа Всегда имеют в конце Быстрый выход наружу Хотя и не закольцованы Это очень удобно Так хорошо У нас тут что Только подземелья с врагами А где же города Деревни Ну знаете ли Города им подавай Вон Хогвартс есть Это почти город А так Да Деревенник здесь весьма много В стандартах таких деревенник Два кола Три двора Лучше бы их сделали меньше Но более заселенными А то натурально же Людей больше чем домов Или они тоже в сумках И коробках живут Что в этих деревнях делать Ну помимо поиска сундуков И домимасок А также редких Очень редких покупок Ибо зачем Брать квесты Вот честно Квесты здесь весьма простые Стандартные я бы сказал Подай принеси пошел на вик Притом я уже говорил Что часто тебя просят Натурально рискнуть жизнью И пофиг Что ты школьник Очень не хватает побочек Связанных с теми же Самыми подземельями Не в смысле Ой Я там гуляла Знаете Уронила блокнот Иди достань Ты смеешься что ли Нет Серьезно Где говоришь Гуляла В пещере С пауками А что это ты там делал А ну-ка в глаза смотри А например Знаете Такие вот в стиле Зашел в пещеру Там неопознанный артефакт Или пленник В логове пауков В таком вот духе Нет чего-то Необычного Это когда речь заходит О побочках второй степени То есть У нас тут есть Как бы квесты напарников Вот они хороши И они Как бы тоже Побочные квесты Но так сказать Первой волны А вот вторая волна С ней здесь туговато Хотя видно Что придумать-то Они могли бы Много интересного Скорее всего Просто не стали Заморачиваться Возвращаясь К деревням И торговцам Вообще Торговля в игре Достаточно Рудиментарный элемент Как это ни странно Что великолепно Просто наслаивается На саму нелогичной Ситуации Когда школьник Вынужден торговать Со взрослыми Чтобы выжить Получается Такой вот Нелогичный компот Так в общем-то Выглядит половина игры Если что Так вот Торговать ты будешь Только в Хоксмеде Потому что Только там В итоге будешь выращивать И варить сам Это сделать намного Быстрее и дешевле Чем скопить нужную сумму На покупку Ширпотреба По конской цене Правильнее наверное Сказать по Гиппогривской В итоге ты купишь Семена для посадки Чертежи для выручайки И скин на метлу Все Больше тебе ничего Не понадобится У тебя все и так есть Вот и получается Что по факту В деревеньках Делать вовсе нечего И как вишенка на торте Как я люблю При входе в любую деревню Включая Хоксмед Персонаж Произносит фразу в стиле А как же здесь хорошо Или Ух какая интересная деревня Что очень круто Смотрится в начале Ровно до того момента Как ты понимаешь Что фразу тут записали Натурально 2-3 На всю игру И они произносятся Постоянно Одни и те же Как заезженная пластинка Притом Тебе даже не обязательно Уходить далеко Для этого Достаточно просто Выйти за довольно Недалекую границу деревни И войти назад Как тут же персонаж Снова произнесет Хоксмед Встречай меня Серьезно? Серьезно? Да я просто Нечаянно забор Ногой переступил Туда и обратно Так бы я сказал Если бы меня поймали Пограничники Кстати Ты нарушитель границы Так? Ага А еще В деревнях Есть такая Отвратительная черта Дома Которых Которых тебя Насильно Переключают Отвратительная черта Меню карты В спальном мешки И оставил По всему фронтиру Качку и их нужно сшибать, летая на метле или гиппогрифе. Правда, за них ничего полезного кроме визуала не дают. Также нам вскоре расскажут про астрономические столы. Вскоре после того, как игра перевалит за половину. Вот тут у меня получился тупняк откровенный. Искать созвездия весьма интересно и не столь просто, как сперва кажется. И еще есть платформы для приземления. Их мало, их просто нужно найти и приземлиться на них, что сможет сделать любой. В общем-то, это практически исчерпывающий список задач. Вроде как я ничего не упустил. Он невелик, но я бы не сказал, что это плохо. Задачи весьма интересные, сделаны под стать атмосфере игры. Кроме поиска лунда мемасок. Вот это та еще фигня. Общая беда этих заданий в том, что за них дают сомнительные награды. И в основном это те самые скины. Тут в принципе половина игры завязана на скинах. И практически вся система наград. Что же это за система-то такая? Ну, если зайти в меню, то можно найти там раздел с наградами. Они поделены на типы. Бой, выручай комната, испытания и что-то еще. Это привычные уже челленджи со ступенями. К примеру, убей 10 пауков, а потом еще 50, а потом еще 150. После каждого порога нам дают награду, которую, кстати, нужно забирать вручную. Прямо вот в этом меню. Автоматически она не дается. Награды хороши. Это те самые скины на все, что только можно. Однако их слишком много при полном отсутствии весомых альтернатив. Здесь, к сожалению, баланс интереса игрока не соблюден. Однако не сказать, чтобы разработчики совсем не пытались этого сделать. Беда здесь не в системе наград. Она как раз таки весьма интересная. Беда тут в принципе в самой механике снаряжения. Хогвартс Легаси это нечто среднее между Скайримом, когда вроде за награду ты получаешь какие-то шмотки, не уникальные, и игрой Sea of Thieves, где за огромные деньги и выполнение заданий ты получаешь просто скины. Тем самым геймплей не меняется, будто ты топчешься на месте. Так вот, иногда все же нам дают что-то кроме скинов в виде исключения. Это то самое увеличение вместимости инвентаря, замерленовские загадки, ну и собственно улучшайзеры для снаряжения. Это все. Сами задачки вполне интересны, но не совсем и не всегда понятны. Если про количество убитых поймет любой, то вот что означает выполнить дуэльные уловки, понять смогут не только лишь все. Ну а в целом решать загадки, ловить животных, помогать друзьям. Задание как задание. Великие британские просторы. Неужели их придется исследовать только на своих двоих, спросите вы? Ну конечно же нет, вы же видели футажи, которые я вам показывал, да? Чего вы такие невнимательные-то? На это, между прочим, еще с самого начала намекает огромное количество фан-сервисов в целом и появление гиппогрифов в лесу в частности. Но не так сильно, как маунт отделения в меню снаряжения. Да, вопрос в том, когда именно мы заполучим наконец летальное, точнее летательное снаряжение. Что касается метлы, то, к счастью, очень скоро, зная особенности игры, впору было бы ждать, что тебе дадут полетать только перед титрами. К счастью, нет. Мы довольно скоро попадаем на летный урок. Вместо мадам Самогони, тут у нас, конечно же, другой преподаватель, аж из Японии, то есть самый Мохотокоро. По традиции мы говорим вверх и седлаем метлу. Забавное наблюдение, что в книге, что в фильмах, назначение этого вверх мне не очень ясно. Возможно, это активация метлы, но позже никто и никогда не говорит метле вверх. Активация летной магии внутри ученика? Звучит как чушь. Кстати, на уроке мы говорим вверх, но ведь это не первый урок для класса, это уже пятый курс. Возможно, этому самому вверх просто не уделяли внимания больше, вот и все. Такое вот наблюдение, совершенно бесполезное. Держу в курсе. Итак, метла-метлище, что-то у нас с полетом. Ну, как сказать. Давайте я буду все же отталкиваться от первого впечатления, так как оно под собой имеет больше оснований, чем впечатление последующее. Потому что последующее имеет под собой лишь одно основание. Я уже привык. Но, как гласит древняя британская мудрость, привыкнуть можно и к пальцу в задницу, это не повод его туда пихать. А первое впечатление такое, полеты здесь ужасны, потому что сделаны на из жоп. Вот смотрите, тут нет такого, что один стик отвечает за смещение метлы по четырем осям, а другой за камеру, как это бывает в любом летном и нелетном симуляторе. Нет. Левый стик тут отвечает за горизонтальные повороты, то есть вправо-влево. А правый стик за изменение высоты, он же за обзор камеры. Прикольно, да? Это порождает кучу неудобств. Например, ты в принципе не можешь посмотреть вниз под собой, потому что камера вращается только горизонтально. Единственная возможность делать это, это начать пикирующий полет в сторону нужного тебе места, что, мягко говоря, звучит как бред. И ведь не надо же было велосипед-то изобретать, уже в скольких играх полета реализовали. Вот есть, например, вертолет в GTA. На бампера поворот, на триггеры сам полет, как и езда. Левый сосок смещает тебя по всем четырем осям, правый двигает камеру по тем же четырем осям. А в Hogwarts Legacy, что правый курок это полет, можно еще включить автополет, что, кстати, удобно, если бы вот он только еще не отключался при ускорении. А ускорение на левый триггер, оно жрет выносливость, как и положено. А как же остальные кнопки, например, бампера? А никак, они не задействованы в полете, вообще. Почему? Да по качану, потому что маромушта. Зато у нас все же есть Ревелио, который в режиме полета показывает уже точки интереса на карте, где там деревня, где животные пасутся и прочее, что удобно. И совершенно бесполезный показ подробной информации задания, нафиг не нужной игре в принципе. И также показ управления, что тоже странно. По итогу, вот должен сказать, что первое впечатление от полета на метле просто восхитительное. Оно волшебное, как и положено этой игре. Ничего иного я и не ожидал. Да и все последующие впечатления тоже где-то в том же районе. Но вот именно геймплей на это сделано весьма посредственно. Сама метла, кстати, не отличается быстротой. Она довольно медленная, если говорить откровенно. Но это в любом случае быстрее, чем пешком. Притом, намного быстрее. Ускорения хватает ненадолго, и потому толку от него чуть. Разумеется, раньше или позже ты захочешь летать быстрее. Можно ли улучшить метлу? Да, можно. Сделать это можно два раза, проходя квест. Тот, кто тебе эту метлу втюхал, очень радеет за ее улучшение. И потому ему нужно от тебя детальное описание впечатлений. И для этого ты идешь соревноваться в полетах с другими школьниками. А точнее, с одним единственным, потому что остальные это лишь ширма. Всех в железном спортивном кулаке здесь держит слезеринка Эмель де Рейс. Она хоть и заносчивый, но вполне нормальный персонаж, не говнюк. Вообще, знаете, давайте-ка я вот того говнюка из урока за уходом за тварями занесу в специальный список говнюков. Я его только что придумал. Он ни для чего не нужен и не несет смысловой нагрузки вообще. Но пусть с этого начнется добрая традиция. Так что с Эмельдой можно даже более-менее дружить. Правда, ее квест я так до конца и не прошел. Дело в том, что в нем нет геймплейного смысла. Да, на следующий сезон нам пришлют сову, мол, заходи, улучшение готово. И знаете, может я, как говорили в Старой Британии, в шары долблюсь, но я не вижу разницы между было и стало. Со вторым улучшением я ее тоже не увидел. Зато увидел в продаже метлища за 5000 галеонов. Ну, конечно, я начал копить как ошпаренный. 5000 на таком этапе, подумать только. Фармил как заядлый ММОшник, накопил ровно 6666 монет, уж не знаю как. Сейчас, думал, сломай систему, полет им на эти наперегонки подавай. Ага, сейчас. Молния, встречай меня. Ну и да, вы уже знаете, это тоже оказался скин. Дорогущий и невразумительный. Те, что даются вначале, намного красивее. Такой вот царский облом. По итогу, что можно сказать про метло? Ох уж это управление, вот что можно сказать. Я уже говорил, что метла управляется как летающее бревно из-за фигового поворота и полного отсутствия маневренности. Ну и неудобного управления, конечно. Так вот, говорю, это летающее бревно. Удивительно, но иногда спринт на метле просто перестает кончаться и можно гнать на нем сколько угодно долго. Это больше похоже на баг. И знаете, про игру ходят противоречивые слухи, говорят, мол, готовят DLC с квиддичем, вот не знаю, готовят ли, но право же, не надо. Не с таким управлением, не с такой метлой. Это несуразная древесина, но в то же время это лучшее средство передвижения в игре. Потому что привыкнешь ты к ней, куда ты нафиг денешься. Ной не ныл и ты не ной. Ну и еще потому, что другие воздушные суда еще несуразнее. Ох, сколько же кайфа ты, дорогой мой фанат Гарри Поттера, словишь, когда впервые полетишь на гиппогрифе. Великолепно задизайненная миссия. Отлично сделанная животинка. Музыка, звук, красоты вокруг. Ты летишь, прелесть. Жаль только, что эту прелесть тут же омрачает звоночек в голове. Как управлять этой дурындой? Да, вы будете смеяться, управление гиппогрифом совсем не такое, как метлой почему-то. Оно здесь именно такое, каким по идее должно быть, о чем я и говорил. Управление здесь человеческое. То есть вот эта фигня с метлой, это не ошибка геймдизайна. Это намеренно так сделано, чтобы побесить нас. Наверное, даже вот лично меня. И все бы хорошо, да, если бы гиппогриф не управлялся как летающий утюг. Долбанный летающий утюг с околонулевой маневренностью. И не знаю, как вы, но я, полетав так несколько раз, наплевал на этого грифона, достал мною трижды проклятую метлу и летал по старинке. И вы не поверите, но это еще не все. И дальше еще веселее, ведь у нас же есть еще одна ячейка под непонятной рогатой нечто. Неужто дракон, подумали игроки? Ну, как вам сказать, нет. Это драмарок, которого мы получаем буквально в конце игры. Это уникальный противник, как и дракон, только в отличие от последнего он не умеет летать. Это просто ездовое животное, которое мы оседлаем исключительно для квеста. Под шикарную музыку мы будем нестись по земле, сшибая и топча браконьеров и гоблинов. Музыка и правда шикарна. Но больше бы здесь подошел другой саундтрек. Да, вы не ошиблись. Если у метлы маневренность весьма посредственная, у гиппогрифа около нулевая, то у драмарока она вообще отрицательная. Это невообразимо неповоротливое существо. И непонятно, зачем оно нам дается. Просто чтобы показать разок, окей. Но оно того не стоило. Фансервис ради фансервиса. Что может этот зверь? Летать может? Нет, не может. Что уже делает его ценность около нулевой, опять же. Запрыгивать на высокие выступы он может? На горы? Нет, не может. Хорошо хоть спрыгивать? Может. Врагов насмерть топтать может? Ну, топтать да. Насмерть нет. Чтобы кого-то именно затоптать, нужно нарезать круги вокруг минуту-другую. Что звучит как глупость, учитывая габариты этой твари. Ну и по итогу, что у нас тут из летающих ездовых приспособлений? У нас есть летающее бревно, летающий утюг и дикий папуасский танк. Добро пожаловать в мир Гарри Поттера, детишки. Теперь пришло время поговорить о еще одном очень важном аспекте игры. О боевой системе. Которая, как нетрудно догадаться, зиждется на заклинаниях. Значит, смотрите, у нас есть неканоничная атака палочкой. Какая-то невербальная магия. Ты просто машешь прутиком и кастуешь нечто убойное во врага. В фильмах такое вовсю использовали, особенно в последних. Но это на самом деле чушь. Невербальные заклинания изучают только на шестом курсе, и они весьма непросты. Однако, конкретно игре, я бы простил такой косяк по одной простой причине. Игровая условность. Куда уж без нее. Лично у меня нет идей, чем можно заменить такую быструю атаку. Разве что камнями кидаться. Или сказать, что мы не на пятый курс сразу попали, а на шестой. То есть почти перед выпуском, так как всего курсов семь. Или, опять же, сделать персонажа взрослым молодым преподавателем, знающим невербальные заклинания. Ну, так, как вариант. Помимо неканоничных немых пулек, есть вполне каноничные заклинания. И вот тут все максимально близко к лору. Каждое заклинание, что тобой, что врагом, произносится ртом, а не мысленно. Конечно, если спамить одним и тем же заклинанием подряд в мирном режиме, где не будет времени отката, то игра будет не успевать произносить его вслух, и тогда, да, можно придраться, но это уже арбуз-механик. Мы здесь такое не любим. Эти самые заклинания являются нашей основной атакой, ну и основной урон наносят именно они, а не немые пульки. Каждое заклинание имеет откат. Особенно с ним заигрывается темная магия. В общем, классическая боевая система. Сразу вспоминается игра «Властелин колец. Битва за север». Отличная, кстати, игра. Конец боя тоже не пропустишь. С гибелью последнего врага камера на мгновение замедляется, что удобно. В момент освоения заклинания нам предложат повторить точные движения, которые тоже максимально каноничны. Например, как я уже говорил, рассечь палочкой в замахнуть для Венгардиум Левиоса взято именно из фильма. А Абадо Кедавра в виде молнии напрямую и суть заклинания. Остальное, видимо, разработчики додумали, за что им честь и хвала. Я сперва было подумал, что здесь придумали ироническую систему, как в Аркс Фаталис, но, к сожалению или к счастью, они обошлись более обычной, но красивой и стандартной системой скиллов, они же заклинания. Всего таких заклинаний есть несколько категорий, которые также делятся по цветам. Первая группа заклинаний вообще не имеет цвета и является этаким корневым умением, которые мы получаем сразу, либо по сюжету. Протего. Щитовые чары. Щит появляется на время, поглощая физически и отражая магический урон. Это система парирования во всей красе. Сработав на реакцию, можно отразить заклинания прямо во врага, а если еще вспомнить перки, о которых позже, то и жахнуть так, что никому мало не покажется. Правда, в игре есть визуальный глюк, когда отлетающее заклинание просто не отображается никак. Весьма частый глюк, если честно. Ну, возможно, его уже пофиксили. Петрификустотаус. Парализующие чары. Знаете, о наличии этих чар игра тебе любезно сообщит, и слава богу, ибо сам бы я не догадался. Зачем они нужны? Ну, для того, чтобы парализовать врага в стелсе. Прекрасный был бы стиль прохождения, да только вот он сломан. Расскажу чуть позже. Ступифай. Он же в нашем несуразном, заметьте, не махаоновском и даже не спиваковском переводе, почему-то остолбеней. Что это за лингвистическое причудо такая, мне неведомо. Но никакое оно не остолбеней. Оно ступифай. И оно именно наносит кинетический урон, а не заставляет остолбенеть. Последний заставляет сделать, напомню, Петрификустотаус. Или на худой конец Оресто Моментум. Короче, это заклинание кастуется автоматически, если заблокировать удар в нужный момент. Ну, то есть, это такая форма контрудара, что добавляет бою динамики и интереса. Аллахамора. Заклинание открывания замков. Совершенно бесполезная фигня. Разве что, помню, по одному побочному квесту я спер с его помощью у браконьеров яйцо. Давайте уточню, яйцо было драконим. То есть, один уровень все же стоит взять. Остальные нафиг не нужны. И плюс к этому у нас еще есть заклинание, показывающее дорогу и, конечно же, ревеллио. Чары обнаружения в нашем случае. Все эти заклинания не занимают ячейки, и самые важные из них, вроде ревеллио и протегу, висят на специальной кнопке. А вот дальше уже идут заклинания скиллы. Первая группа – голубые. Социальное заклинание, к которому относятся воплощение расчески для животного или же корма, опять же, для животного. В бою они не используются, а вот для решения головоломок и просто для удобства – постоянно. Помимо кормежки, чесалки и хват сумки, есть еще четыре заклинания, полезных в хозяйстве. Дезэллюминационное заклинание или же заклинание невидимости. Хотя люди, шарящие в лоре, обязательно поправят не совсем невидимость, и скорее это ближе к заклинанию Хамелеон из Древних Свитков. От силы чар зависит сила незаметности. Например, Дамблдор мог накладывать их такой силой, чтобы всякой мантии-невидимки мог становиться невидимым, что как бы намекает на то, что это не невидимость в обычном понимании. Так что близко подходить к врагу в таком настоянии не со спины нельзя, заметят. А вот со спины можно. И тогда Петрификус Таталус и Анус Дранус. Люмус. Заклинание света. Как уже говорил, игра местами дико атмосферно и аутентично смотрится. Шарить по пещере или замку с Люмусом на палочке это одно удовольствие. Плюс в игре есть дьявольские силки, которые будто бы хентайные тентакли опутывают тебя и... нет, не угадали? Душат. Но они боятся огня и света. Забавно, что волшебный огонь в игре не может им навредить, а вот зажженная им лампада, да, их пугает. Короче, Люмус. Жаль, что нет его усиленной версии Люмус Максима. Ну и без него нормально. Репарро. Заклятие, которое в нашем магловском мире было бы нарасхват. Оно ремонтирует все, что можно. Как правило, это квестовые моменты заранее заготовленные. Но не только. Например, в пылу сражений разнес ты и бомбарды какой-нибудь деревянный мост и теперь не можешь перейти на другую сторону ущелья. Но с Репарро мост быстро и красиво отремонтируется. Беда тут только в том, что таких мест мало, где это действительно было бы функционально. Потому что в случае с тем же мостом ничего чинить не надо. Ведь у тебя есть долбанная метла. Ты просто садишься на нее и улетаешь к хренам. Все просто. И тем не менее, смотрится починка весьма круто. Вингардиум Левиоса. Левиоса. А не Левиоса. Да, простите. Вингардиум Левиоса. Надо Левиоса. Да хорош меня путать. Заяц! Чего? Как правильно? Левиоса или Левиоса? Правильно. Авада Кедавра. Понятно. Ам, да. А с нами был Синий Заяц с репортажем прямиком из Аскабана. Век воли не видать. Заклинание поднимает в воздух крупные предметы и позволяет их перемещать куда душе угодно. Применяется в головоломках. Салатовая категория. Не знаешь, это за цвет такой. Светло-зеленый, короче. Это три заклинания для комнаты-воручомнуты. Эванеска для развоплощения созданного. Ну и также создания и изменения. В бою не применяются. А вот дальше интереснее. Желтая категория заклинания контроля. Позволяют контролировать ситуацию в бою, не допуская к себе врагов. Также имеют четыре заклинания. Ареста Моментум. Заклинания, останавливающие движения для отдельного объекта. Именно им в третьем фильме Дамблдор остановил падающего с метлы Гарри Поттера. В бою это эдакий Петрификус. На короткий срок парализует врага, позволяя выиграть время. Левиоса. Я весьма удивился, узнав, что здесь Левиоса и Вингардиум Левиоса разные заклинания. Типа, Вингардиум это усиленная его версия. Нормально же так она усилена, если ее учат на первом курсе в первом семестре чуть ли не с первых же занятий. Видимо, Левиоса учат еще в поезде, следуя такой логике. Как бы то ни было, в отличие от своей усложненной версии, Левиоса применяется в бою и подвешивает врага в воздухе на время. Также его можно применить на объект на марше, отпустить Левиосу и взобраться на левитирующий предмет. Вингардиум усложненная, напомню, версия, так не умеет. Левиоса применяется повсеместно в сюжетке и за его пределами. Гладсоус замораживающее заклинание. Никогда раньше о нем не слышал, разве что клан Линквей что-то про него рассказывал такое. Замораживает врага, опять же, позволяя выиграть время. Срок короче, но благодаря перкам можно наносить больше повреждений. Трансформация Магонагал гордилась бы нами, поверьте. Трансфигурация человека крайне непростая задача даже для ученика седьмого курса, не говоря уже о том, кто только что пришел на пятый курс со знанием первого. Что, конечно же, не мешает нашему Мэри или Мартину Сьюхи спокойно трансфигурировать людей и тварей во всякое говно. В бочку, курицу. Смотрится классно. К сожалению, это не навсегда. Следующая группа заклинаний пурпурная. Заклинания мощи. К ним относятся Акцио. Акцио жопка. Да, спасибо, я помню. Этим все сказано. Приманивать можно не только жопку, но и предметы, открывая, например, некоторые двери в квестах и также поднятых в воздух врагов. Впрочем, не поднятых тоже можно, они все равно почему-то поднимаются в воздух. Почему? Хрен его знает. Депульсу. Обратная акцио заклинания. Выдает по предмету импульс, отбрасывая его. Как же приятно поднятого в воздух врага запулить с горы вниз словно фусарадой. К сожалению, запулить его вверх, устроив веселый полет, нельзя. Хотя, само же ведь напрашивается. Отлично работает в связке с Акцио. Притянул, пульнул. Долбанувшись о стенку, враг также теряет здоровье. Это, конечно, не Дарк Мессай с его соурс-движком, отлично просчитывающим такие повреждения, но, тем не менее, тоже весьма неплохо. Степендуо. Вы не поверите, но это заклинание, давайте хором, поднимает врагов в воздух, переворачиваясь ног на голову. Молодцы. Намеренно не полезо проверять, просто выскажу мысль, что это дебютант, ибо, во-первых, уже есть такое заклинание Левикорпус. Да, его вроде как изобрел Снейп, а вроде как и нет. Здесь все спорно, но сейчас важно то, что одно заклинание заменили другим. Ну и пофиг, вот честно. Дисцендуо. Вы не поверите, но это заклинание, нет, не совсем. Оно сперва подвешивает на мгновение, но потом тут же шмякает копчиком оппол. Единственный наносящий из этой категории прямой урон. К сожалению, связку с заморозкой и разбиванием ледышки здесь не придумали. А жаль. Как итог, я в упор не понимаю, зачем нам столько подвешиваний в воздух. Неужели нельзя было вспомнить другие заклинания, более интересные что ли? Ладно, Патронус не нужен, фиг бы с ним, но вот Таранта Легора, заставляющая врага прессать против воли, чем мне контроли не мощь? И поржать можно было бы. Кстати, насчет мощи. Как эти заклинания соотносятся с ней? Намного проще дела обстоят с последней и главной категорией, красной, заклинания урона. Нетрудно понять, для чего они, верно? Мои любимые. Тут заклинаний аж целых пять. Экспеллиармус, разоружающее заклинание, ставшее в итоге культовым в руках Гарри Поттера. Действует великолепно. Волшебник теряет палочку, а без палочки он просто пушечное мясо. В итоге он, как дебил, бежит ее поднимать. По факту, можно обезоружить врага и притянуть его. Он только добежит до места падения палочки, ведь ты снова колдуешь Аксова. Поиздеваться можно знатно. Сложнее, если волшебник еще и анимак. Им для превращения в волков не нужна палочка. Еще сложнее с гоблинами. Они топор-то выронят, но у них всегда в загашнике есть немало метательных ножей. Вредный народец. Ну и животные и мертвецы к нему неуязвимы, потому что у них нет палочек. Вот ведь беда-то, да? Конфринго почему-то считается опасным. Более опасным, чем толпа инферналов, окружающих школьника, я полагаю. Кстати, против них и пауков огонь очень эффективен, но инферналов без огня вообще не победить практически. Заклинание стреляет огненным сгустком. Самое ходовое и полезное заклинание в игре. Инсендио подается как очень полезное заклинание огня, одно из двух доступных, но на деле толку от него маловато. Создает струйку огня с малой дистанции поражения. В прокачанном виде еще бьет по площади, что уже полезно в битве с пауками и трупами, но все же полезность сомнительная. Бомбарда. Я все гадал, будет ли в игре это заклинание, и таки да, оно тут есть. Взрывает объект. Можно как разнести квестовую стену, так и хорошенько жахнуть по врагу. Правда, повреждения не бог весь какие, могли бы и посильнее его сделать. Однако, второе по крутости заклинание, как по мне. Ну, не считая зеленой ветки. Дифиндо. Режущее заклинание, которое входит в почетную тройку убойных спеллов. Хороший урон, красивый эффект. Особенно классно бьет по подвешенным воздух целям, как и многие другие убойные заклинания. Как видите, полезность красной ветки переоценить тяжело, но есть еще зеленая ветка, запретные заклинания. И если многие из названных заклинаний являются факультативными, то эти уж тем более. Скажем прямо, их ты выучишь совсем не в школе и совсем не у преподавателей. А этому может кто-то обучить? Нееет! Ха-ха-ха! Да можно, можно. Создатели игры не стали выпендриваться и отнеслись к канону бережно. Заклинание во все времена три. Мучение, управление и смерть. Круциатус заставляет врага корчиться от боли весьма продолжительное время, крича при том не только, как ему больно, но и что мы, мол, такое творим. Его союзники кричат про то же, но не отступают, а жаль, это создало бы крутой эффект. Впрочем, каст этого заклинания весьма долгий. Именно визуально это как такой спецэффект. Нас в этот момент не заденут. Как и любое темное заклинание, перезаряжается оно долго, но и долго держит в плену боли. Также ставит метку на персонажа. Персонаж с меткой получает больше урона. Империо подчиняет врага. Любого, даже тролля. Его особенно весело подчинить и смотреть, как он раскидывает всех остальных, не ожидавших такой подлости. Заклинание крайне полезное, хотя очень плохо, что нельзя атаковать зарканенного врага, пока заклинание само не спадет. Это затягивает бой. Ну и Авада Кедавра. Тут и говорить нечего. Убивающее проклятие. Все по канону. Никакая защита не спасает. Мгновенная смерть. Перезаряжается очень долго, но эффект мощнейший. Иммунны только боссы, которых в игре не так уж и много. По канону здесь все, да не все. Когда в дело вмешивается древняя магия, знаете ли, можно открыть практически читерный перк, благодаря которому Авада Кедавра превращается в Кедавра Максима. Ни много, ни мало. Об этом позже. Итог. Самая убойная ветка. Разделение по цветам нужно для того, чтобы знать, чем ломать щит. В отличие от нас, сопляков, матерые маги, а также гоблины, почему-то, умеют ставить разноцветные протега. И любые заклинания от щита будут отскакивать, кроме чар соответствующего цвета. Так что, видишь красный щит, лупи убойными, видишь желтый, контролирующими, ну и так далее. Это не относится к зеленой ветке, ей плевать на любую защиту, что также по канону. Удивительно вообще, что против нас темные заклинания используют только в нескольких катсценах. Хотя, казалось бы, темные маги вот не пользуются, а ученики из Хогвартса пользуются. Ну и кто здесь теперь темный маг? Да, без Козлова Хогварт совсем не тот. Вы еще не забыли, что мы не просто безликий ученик Хогвартса. Мы самая настоящая имба. Избранный. В бою это тоже проявляется. Мы не просто видим следы древней магии, мы еще умеем управлять ей. Звучит круто. На деле все достаточно просто. У нас есть и такая шкала, похожая на шкалу силы из Фален Ордер. Она состоит из двух делений. Когда заполняется одно деление, мы можем метнуть во врага какой-нибудь объект. Бочку, камень или что-нибудь еще не очень крупное, но очень болезненное. Враг сильно получит по чайнику и с большой долей вероятностей отъедет из Британии навсегда, потому что урона такого броска весьма хороший. Тому же троллю, например, можно дать по башке его же дубиной. Либо поймать брошенный им же в тебя камень и пульнуть обратно. За такой контрудар деление вообще не тратится. Так как делений этих у нас два, то подряд можно метнуть гранату два раза. Впрочем, за два деления сразу можно натурально аннигилировать врага с красивым спецэффектом. Можно шарахнуть по нему молнией, уменьшить и раздавить, как в Дарк Мессая, долбануть несколько раз об землю. Смотрится все это и правда очень зрелищно. Ну и эффективность высокая. Самое забавное, знаете что? Что вот именно в рамках таких вот спецударов древняя магия не делает ничего, чего бы не мог обычный опытный волшебник мира Патрианы. Вот так вот. На фоне остальных допущений это весьма необычно даже. Заполняется шкала древней магии по мере атак по врагу. Некоторые из них будут выбивать из противника не только дурь, но и светящиеся сгустки магии, которые было бы неплохо скорее собрать, а то они исчезнут. Вот как раз они и пополняют наши древние силы в молодом теле. Позже при помощи перков можно увеличить приток вот этой самой древней магии. И в итоге я конечно преувеличил, назвав нас имбой. Однако преимущества такие спецприемы дают весьма ощутимые. Ну и к чему нас приводит такая боевая система? А, к вполне интересным сражениям. Я бы даже уточнил к очень интересным драйвовым сражениям. Тут себе и парирование на реакцию, и в то же время вполне неторопливый позиционный бой. Я даже не ожидал, что это окажется так весело. Но так ли она хороша, как хотелось бы? Увы, даже не близко. Начнем с малого. К примеру, одна из слабых сторон боевой системы именно не в ней самой, а в соотношении ее с другими аспектами игры. Опять же, враги хоть и реально отличаются друг от друга не просто скином, а стилем боя, их все равно непозволительно мало для такой игры, для игры подобных масштабов. Да, масштаб именно, что диктует условия наполнения. Если у вас мало контента, зачем тогда делать игру такой громадной по размерам? Если же говорить именно про проблемы механики боя, то я бы сказал, что здесь беда с количеством заклинаний, которых по три они сильно больше, как вы помните. А те, что есть, уж больно порой одинаково выглядят. Вспомните сразу три заклинания, поднимающих воздух. Но это не самая большая проблема боевки. Самой большой проблемой можно назвать управление. Видите ли, фактически нам предлагают из немалого количества заклинаний выбрать четыре и комбинировать их как хочешь. Таких комбинаций можно придумать довольно много, и это хорошо. Беда в том, что придумать-то можно много, а вот запомнить только четыре, потому что при прокачке нам дадут только четыре наборных ячейки. И это катастрофически мало. Согласитесь, вы вряд ли захотите при каждом желании поймать животное, обставить выручайку или решить головоломку, выставлять заново заклинания. А именно это и приходится делать, потому что животные это три заклинания, комната тоже три, а головоломки также три или четыре, а то и пять. И в итоге, даже если убрать заклинания комнаты и уходить за тварями, получается все равно один набор у тебя обязательно будет бытовым, потому что головоломки разной степени сложности встречаются регулярно. Где-то нужно решить задачку, где-то просто ящик пододвинуть по миссии, а иногда нужно просто банально люмус, вот и все, или заклинания невидимости. И в итоге у тебя остается уже в лучшем случае три набора по четыре заклинания, чего, конечно же, недостаточно, притом в острой форме, ведь наборы нужно составлять так, чтобы был и урон, и возможность разбить щит, и еще темную магию куда-то тоже нужно запихать. К сожалению, это не все проблемы. Какие тут есть стили боя? Ну, смотря что под этим понимать, типа вот я склоняюсь к трансфигурации, ну, чисто вот роль отыгрываю, например, мантлирую МакГонагал. Могу ли я воевать подобными заклинаниями? Да хрен там. Помните, как Флитвик оживил ближайшие доспехи, чтобы те надавали по щам Снейпу? Вот в таком духе. Ну, то есть вариаций, кроме атакующей боевой магии и отвлекающей всей остальной, у нас нет. Но это скорее пожелание, а не минус. Говоря о стилях боя, я в первую очередь имею в виду бой открытый и бой скрытый, то есть стелс. Есть ли в игре стелс? Да, он есть. Я бы даже сказал, что его тебе активно навязывают в паре миссий, а именно в трех. В то же время, в тех же миссиях, часто по велению сценария, ты никак не можешь оставаться в скрытности. То есть это не Deus Ex, где можно пройти игру любым стилем, увы. И в принципе, механика стелса в игре очень нелогична и напоминает мусорную механику. Почему Петрификус Таталус технически убивает врага, после чего тот исчезает? Это сбивает с толку. То есть что-то его парализовал, что-то его убил, тело растворяется в воздухе. Это вот зачем? Для экономии ресурсов? Ну и как? Много наэкономили? А для здравого смысла было бы логичнее, чтобы они валялись, пока ты не покинешь локацию. Для здравого смысла было бы логичнее, если бы кастовать Петрификус можно было бы, как и любое иное заклинание, со внушительного расстояния. Пусть даже не с очень далекого, но все же. Это обычное боевое заклинание, ничем не отличающееся от Экспеллиармуса. Это по лору. По факту, чтобы вас кастовать, нужно подойти вплотную со спины. Зачем? А затем, что любая игра про стелс, где нет пули в лоб, предполагает, что ты подкрадываешься к врагу вплотную с ножом, что фактически разработчики зачем-то и реализовали. И каст Таталуса с большого расстояния сделал бы стелс вообще несбалансным, ведь враги и так реагируют на такие вещи в стиле жителей Скайрима. А, что? Показалось, наверное. Да, ты Империусом берешь врага под контроль, того убивают, его собрать и тут же такие, что это было? Ммм, ничего. Наверное, показалось. О, да. Запахло древними свитками. Что? Поднять шухер из-за пропавшего патруля или валящегося на земле союзника? Да не, зачем? А можем ли мы использовать что-то, кроме петрификуса в стелсе? К счастью, да. Пусть реакция на это будет выше обозначенной, но именно что можем? Боевые растения и Империус. Это, без шуток, разноображивает стелс и делает его играбельным. Но, честно говоря, все равно это достаточно унылое зрелище. И хотя по всему видно, что разработчики старались сделать его интересным, проработать мелочи, например, в стелсе мы именно что шепчем заклинание, что очень правильно, все же его сильно не дотянули. В этом всем играет свою роль еще система скрытности, которая сосет ээээ, воскрешающий камень, да. Потому что по большому счету я бы назвал эту схему Ассасин Таталус. Даже со средней прокачкой, что добывается в начале игры, мы можем шуровать прям под носом у врага и вырубать всех, складывая бревнышками в штабеля. А если есть реальная проблема преодоления патруля, то берешь метлу и взлетаешь, потому что верх враги смотрят крайне редко, лишь по праздникам, да и то одним глазом. Притом в игре высокоуровневого противника одолеть весьма непросто. Только Петрификус пофигус на их Таталус. Ты легко оглушишь того, с кем в открытом бою бодался бы полчаса. И вот так вот с палочкой в одной руке и боевой капустой в другой под песню Виндикар Ассасин ты просто выносишь всех вперед ногами. Но это не так весело, как открытый бой, к сожалению. И опять же, на сюжетных заданиях тебе могут показать кукиш вместо скрытности. Ну или те же тролли, их вообще никак не вырубить, как и многих животных. Впрочем, с разлучиванием кедавра все это становится уже ненужным. И вот это вот все вышеназванное делает интересный, в общем-то, бой довольно странным. Что, конечно, сказывается на впечатлении от игры. Но у всех по-разному. Однако, хорошо дополняет боевую систему еще две механики. Зелье и прокачка. Начнем с зелий. Вообще, не совсем корректно называть эту систему системой зелий. Но где я и где корректность. В первую очередь это еще и система лечения. В бою мы можем выпить бутылочку Эстуса. Прямо как в Дарк Соулс. Не забывайте про мою болезнь. Что это? Цветок. Ну, наконец-то. Правильно. Это цветок. На цветки садятся бабочки. А бабочки у нас где? В Дарк Соулс. Я на вас карьеру сделаю. Хорошо. А вот здесь вы что видите? Эт хрен знает, что такое. Не Дарк Соулс. Не, не, конечно не Дарк Соулс. Вы что, доктор? Совсем шли ку-ку? Это Бладборн. Да. А Бладборн еще не такое уродство увидишь. Ясно. Санитары, санитары вяжут безумцев. А безумцами наполнен мир Дарк Соулс. Их. Я вас ненавижу. Мне б ваши проблемы. Притом, заметьте, в отличие от того же Дарк Соулс, пить мы можем отвар в любом положении. Будь мы хоть валяющимся на спине, хоть получающим в данное мгновение дубиной по голове. Минус реализм, плюс удобство. Вне боя здоровье восстанавливается само. На количество зелий в вещмешке действуют ограничения. Например, налечащий рябиновый отвар ограничений в 25 склянок. Зелий это можно покупать, можно забирать с поверженных врагов, а можно еще и создавать их самому. Очень скоро ты посетишь урок по травологии, где тебе представят молодую, красивую, рыжую, с дурацкой прической учительницу по фамилии Чесноук. Некоторые, кстати, ошибочно думают, что она лесбиянка. Это не так, все дело в неправильной интерпретации ее описания. Там имеется в виду, что она ждет ту достойную, учителя. Они составят ей компанию в постели, где они будут пересаживать свои мандрагоры. Так вот, нам расскажут, что предыдущий учитель был родом из 404-й. Ну, то есть, нам напрямую это не говорят, конечно. Там просто говорят, что прошлый учитель был долбоеб. Он то рябину рубил, то кусачью капусту пинал, то с тентакулой подрался. Нужно ли говорить, что если рябина сдачи дать не могла, то вот китайская жующая капуста очень сильно его покусала, а тентакула только лишь от пинала, а могла и задушить насмерть. После чего он покинул пост, уступив сексапильному чесноку. Она и научит нас выращивать растения, предоставив даже горшок для этого. А варить зелье мы научимся у бывшего мракоборца профессора Шарпа. Однажды он беспечно отнесся к очередной вылазке и недооценил врага. В итоге теперь он хромает, а напарник погиб. Он тоже предоставит нам котел. Но, конечно, одного горшочка и котелка будет недостаточно для наших далеко идущих планов. Потому с появлением выручая комнату, мы сможем расставлять там свои грядки и кофеварки. В их отсутствии мы можем просто шуровать по лесам и полям, собирая гербарий. И на самом деле этого хватает за глаза. Сейчас поймете почему. Чтобы посадить растение, нужно просто купить семена и поставить грядку соответствующего либо больше размера. И ты просто ждешь 10 минут, пока растение не вырастет. Можно удобрить его спецнавозом, чтобы оно быстрее росло. А можно пойти попить бутеров, поесть чаю, а вернувши все собрать. С зельями та же петрушка, но менее удобная. Зелье варится от 10 секунд до пары минут. Зависит от его крутости. Можно, например, заказать стол с тремя котелками и варить сразу в трех. Только если речь о двухминутных зельях, это еще куда не шло. А вот 10-секундные варки рябинные превратятся в постоянные переключения между котелками. При том, что зелье варится по одному. Ладно бы мощное зелье, но рябиновый отвар можно было бы сделать хотя бы по 3 или 5 штук за раз. Не очень удобная схема, хоть и очень зрелищная. Не поушенкрафт, конечно, давайте прямо скажем, но все же. Как вы понимаете, лечение все не ограничивается. В бою можно применить и иные виды боевых микстур и травы. Гервант из лирии не даст собрать. Начнем с микстур. У нас есть зелье Эдурус, покрывающее тебя каменной волшебной кожей и дающее защиту. Зелье невидимости, которое понятно, что делает. Фокусирующее зелье для снижения времени перезарядки заклинаний. Зелье Максима, не путать с зельем Максима, для выселения урона боевых заклинаний. Грозовой напиток для того, чтобы фигачили молнии. И жидкая удача. Последнее, непонятно, что делает в игре, где удачи как параметра не существует. Так или иначе, давалось оно только за предзаказ на PlayStation. Остальные же, вроде нас с вами, неудачники и не видать нам Феликса Эдмундовича. Да и не очень-то хотелось. Фан-сервиса здесь и так в достатке. И вообще, вот вы же наверняка спросите, профессор Лебрариум, и чё? Вот что из этого нам будет вообще полезно? Ну смотрите, детишки, если вы играете на высоком уровне сложности, то возможно, подчеркну, возможно, что-то из этого, кроме, понятное дело, рябинового отвара, для лечения будет полезно. На обычном уровне сложности всё это нафиг не нужно. Ну то есть совсем. Можно обратить внимание на увеличение урона, но с этим и так в принципе нет проблем, если вовремя менять нижнее бельё и верхнее тоже, то бишь шмотки, подбирать и улучшать. Я об этом. Особенно, когда появляется Авата Кедавра, на урон уже становится просто пофиг. А вот уменьшение отката заклинаний будет весьма полезным, особенно для тёмных магов, вспоминаем то же самое Авата Кедавра, которая откатывается, ну, довольно-таки долго. Это если вы, конечно, вспомните об этом, потому что зелья здесь настолько ненужный элемент игры, что о них мгновенно забываешь, задвинув этот момент под лавку в своих чертогах разума. Примерно та же история с боевой травой. Её здесь три вида. Корень Мандрагоры, ядовитая тентакула и китайская кусачья капуста. Вообще, касаемо Мандрагоры, у меня вопрос, а как это вот наш персонаж защищён от её оглушительного визга? Мы же вроде как ещё ярче должны её слышать, она же у нас рядом с ухом. Да. В общем, это должно оглушить врага. Непонятно только зачем, опять же, вспоминая несложную боевую систему. С остальным тут понятнее, их можно применять в стелсе. И вот ты, как я уже сказал, с капустой в одной руке, с кабачком в другой, крадёшься на картах и забрасываешь овощами тёмных магов. Сюр, скажете вы? Гарри Поттер, скажу я. Правда, капуста может хорошенько покусать, а вот тентакула мало того, что никого не задушит, насмерть, как в каноне, но и по щекам-то отхлечет слабо. Так что применять всё же можно её, конечно, только вот эффективность довольно низкая. И вот мы возвращаемся к оценке полезности зелий. Не могу тут считать себя объективным, но кроме рябины, в общем-то, больше ничего не нужно. А трава для рябинового отвара, ну собственно, та самая рябина, растёт повсюду, хоть комбайнами собирай. Разве что листья сладкой мальвы для решения загадок Мерлина удобно в горшке выращивать, но двух щепоток вам хватит до конца игры. Как итог всей этой капустно-зельеварной авантюры. За старание 5, за реализацию 2. Приходите на пересдачу. Увы и ах. Перейдём к прокачке. Здесь всё намного лучше, чем в зельях, но тоже местами спорно. Получая уровень, мы, начиная с 5 уровня, получаем ещё и очко таланта, который можем тратить в различных категориях. Их всего 5. Заклинания, ключевые навыки, тёмное искусство, скрытность и выручай комната. При прокачке нам покажут визуализацию того, как это будет выглядеть. Так делали Fallen Order, так делали Fable, это удобно и красиво. Так что же с навыками не так, спросите вы? Ну, наверняка же спросите, по-любому. Не просто ж так, я тут ворчу, да? Уже, наверное, больше часа. Ну, понимаете, какая тут концепция? Заклинания действуют всегда и у всех одинаково, просто с разной силой. Чтобы заклинание делало нечто иное в дополнение к обычной своей функции, его нужно видоизменять. Но это у простых смертных в том самом каноне, на который немножечко здесь наплевали. А мы, видите ли, вот здесь, в игре, мы избранные, да? Нам подвластна древняя магия, чтобы это не значило, которая своей сущностью одной лишь меняет заклинания, усиливая их. Объяснение вполне, кстати, подходящее. Только вот реализация, видите ли, то, что делают такие вот усиления, по идее, должны превращать нас в машину для убийств. В натуральную машину для убийств. Мы долбанный терминатор. Например, вместо струйки огня мы делаем огненную волну. Но это ладно. Почти любые заклинания при улучшении могут начать работать как темные, то есть накладывать проклятие, из-за которого враг получает усиленный урон. А это вот, извините, с чего вдруг? То есть, какая тут логическая связь? Ладно, хорошо, огненное заклинание начинает бить огнем по-другому. А здесь-то что не так вот с этими, с другими заклинаниями, у которых совсем другой принцип работы. А? Но все вопросы мгновенно отпадают, когда ты видишь навык для темной магии. Видите ли, тут для каждого заклинания боевого есть свое улучшение. Например, замороженный враг при попадании в него взрывается осколками. Что? Погибает он и ранятся другие? Нет, не совсем. Враг выживает, другие тоже выживают, зато какой эффект. Ерунда, согласен. Но зато темная магия здесь имбище. Авадо Кедавра. Смысл жизни так прост. Авадо Кедавра и веселись полный рост. С собой... А, стоп, это уже было где-то, да? Да. Смотрите, навык при использовании заклинания убивает всех, на ком стоит проклятие. Да, вы не ослышались, всех, ну, кроме боссов. Теперь вспомните, что почти любое заклинание, включая контрударность тупифай, можно сделать проклинающим. Прибавьте к этому новые свойства для Круциатуса. Если бить по пораженному им обычными пульками, то от него проклятие будет перекидываться на ближайших врагов, без ограничений. То есть, смотрите, начинается бой, ты бьешь по любому врагу Круциатусом, потом лупишь по тому же врагу палочкой, проклиная остальных в толпе, притом легко защищаясь протегу и проклиная других ступифаем. Это занимает от 10 до 30 секунд. А потом Авада Кедавра и все, все мертвы. И это уже не Авада Кедавра, детишки, это Кедавра Максима. Такого заклинания нет, я его только что придумал. И это хоть и круто, это реально круто, но по-моему это нахрен дисбаланс. Бой будет затягиваться только если враги приходят волнами, это обычно бывает на сюжетных миссиях, но тогда вы просто пьете зелье на ускоренную перезарядку и радуетесь жизни. В игре можно найти арену. Я вот над ней предвозмогал как настоящий дредноут на ранних уровнях аж до седьмой волны. Потом просто стало скучно и я поддался. А потом, знаете, я с разочарованием понял, что ну я же теперь смогу ее всю легко пройти, даже не напрягаясь. И в общем-то вообще всю игру. И так оно и есть на самом-то деле. Так что вот, смотрите сами. С одной стороны круто, с другой стороны а вы уверены, что это и есть баланс? Что касается других категорий, то в ключевые навыки помимо прочего зачем-то запихали увеличение количества наборов заклинаний, что по идее должно быть изначально у нас, как мне кажется. Без всякого открытия за очки. Стелс обделили навыками, но оно и понятно почему. Потому что стелс здесь не суразный, да и не нужен он. Ну и выручай комнату. Это вообще что? Повышает эффективность зелий, видите ли. И те самые зелья возможно даже что-то начнут из себя представлять. Кто пробовал, отпишитесь. Действительно интересно, представляют ли они что-то из себя хотя бы в этом виде. А то кто знает, возможно даже в игре можно ролеплеить зеливара Северуса. Но нужно ли? Учитывая, что Авадой Снэйп тоже владел умело. Давайте вернемся к сюжету. Наступила, видите ли, зима. И смотрится это действительно круто. Не наши суровые сугробы и снежные бури, конечно, не Скайрим даже близко, но все равно красиво. Я как идиот оделся тепло, шарф повязал. Но вы ведь помните, что я говорил о местной логичности происходящего? Да, я был один, кто думает о своем здоровье. Между прочим, напомню, игра учит детей ходить без шапки. Нужно увеличить ей рейтинг, чтобы был выше, чем у эротики. Вообще, знаете, вот здесь я в который раз призадумался о том, какого на самом деле уровня этот проект. Наш протагонист продолжает учиться, развивает новые заклинания, обзаводится новыми друзьями. Успехи в заклинаниях, или точнее в продвижении выполнения ачивок, отслеживает профессор Уизли. И по идее, чем больше в этом продвинулся игрок, тем больше она тебя хвалит. Я очень люблю такие моменты в игре, жаль, они довольно редки. Не здесь конкретно, а в целом в играх. Также наш персонаж ловит животных в сумку. Почему бы и нет? Я вот заморочился. Поначалу это и вправду было интересно. Правда, фистралов тех же весьма непросто поймать. Как раз на уроке по защите животных я познакомился с Поппи Добринг, которая тут с гиппогрифом дружит. Вместе с ней мы пошли после дамбраконьеров и зашли в палатку, раздутую заклинанием незаимого расширения настолько, что лор и кает. Вот скажите мне, нафига тогда нужно было прятать драконов перед чемпионатом в запретном лесу в четвертой книге, если можно было заселить их в сраную охраняемую палатку? Нафига Волдеморту кантоваться по чужим домам и прочим обителям, если можно натурально целой армией спрятаться в чемодане, который пронесет в школу ученик под Империусом? Анонни же, продуктом которого как ни крути является игра, видимо это уже не Канайт, зато сама сцена с драконом хороша. Примерно в этот момент игры наконец начинают расходиться квестовые линии наших однокурсников и основного задания. В первых, мы как истинные друзья рассказываем им то, что узнали во вторых, хотя обещали не говорить, но я знаете подумал, что больно уж этот мир нелогичен, чтобы я соблюдал в дем какие-то правила. Касаемо основной сюжетки тут наконец начинается по-настоящему интересной миссии, потому что обследовать руины уже в третий или четвертый раз это конечно местами интересно благодаря пространственным загадкам, но все же надоедает, потому что беда первого испытания, испытания Перси Валя в том, что мы и до этого видели такие же вот руины минимум раз, да и потом задания здесь будто бы разгоночные, а значит легкие, ни тебе сложных боев, ни сложных головоломок. Зато вот с заданием Роквода чуть интереснее. Мы с фигом, с каким-то фигом вот за этим премся в замок, где и висит портрет Роквода. Эти хранители еще при жизни заготовили четыре испытания в конкретных местах. Роквод сделал это в своем родовом поместье. Правда, услышав, что его потомок стал злым магом, он конечно прифигел, но портрет скован правилами, испытания все равно нужно пройти. Оно намного интереснее из-за загадок, связанных с двумя состояниями зала. Весьма интересная загада, кстати. Жаль, что в игре их не так много, как стоило бы. В конце, как обычно, бой с боссом. Теперь это большой такой автоматон. Честно, бить его скорее скучно, чем интересно, потому что это просто война терпения. Ты его убьешь, просто сделаешь это не быстро, он очень жирный. А воспоминания нам как раз показывают, как Исидора научилась отбирать у человека внутреннюю боль и сожаление при помощи своих навыков древней магии. И как учителя этому не рады. После испытания, как и положено, появляется третий хранитель, профессор Фитджеральд, бывшая директриса Хогвартса. И у нее, разумеется, тоже испытание для нас. Только так как она директриса, то и спрятано это испытание понятно где. В кабинете директора. И что делать? Просить у Блэка доступ в его кабинет? Себе дороже. Поэтому Фиг приглашает Блэка на симпозиум, а фактически на попойку. А мы тем временем тоже пьем оборотные зелья. Откуда у Фига волос Блэка? Ну, он предусмотрительным оказался. Миссия очень веселая. Мы натурально превращаемся в директора Хогвартса. Кстати, в отличие от фильмов, нарушавших канон тем, что голоса обратившихся оставались прежними, игра смену голоса учитывает. Ну и, конечно же, по доброй традиции по пути нам встретятся все, кто только можно. От надоедливых учеников, наших знакомых, до профессоров. И если первых часто можно игнорировать, то вот последние как банные листы прилипнут и не отлипают. Притом, разумеется, мы лажаем и нелепо отвечаем, стараясь торопиться, так как отпущенный час истекает. Хотя вообще в игре не говорится, сколько прошло времени. Но так-то Элиазар Фик явно не мастер зельевар, ведь таковые делают более качественные оборотные зелья, действующие вплоть до 12 часов. Но это максимум. О зельях я, кстати, рассказывал вам подробно. Но дальше еще интереснее. В кабинете мы находим вход в испытание, им оказывается книга. И вот конкретно это испытание действительно сделали очень и очень интересным и очень отличающимся от остальной игры в принципе. Поэтому, наверное, это самое лучшее задание вообще. Во-первых, очень необычный рисованный черно-белый стиль, так как мы фактически внутри книги, внутри рассказа и одновременно с тем внутри воспоминаний профессора Фитджеральд. На некую деревню напали и сделали это... сделала это смерть. Да, здесь повсюду бродят скелеты в мантиях. Гробнар, гном ей руки был бы в восторге. А нам же страшно. Не только потому, что это третья миссия в игре, где нам навязывают стелс, оружия у нас нет, но еще и потому, что атмосфера здесь действительно пугающая. Игре удается нагнать ощущение страха от происходящего сюрреализма. И музыка, конечно, помогает. Мы натурально прячемся от смерти, что неудивительно. Вся миссия это иносказание. Задача портретов показать, в чем не права Исидора, и конкретно профессор Фитджеральд это и старается сделать. Она говорит фактически, что без тьмы не бывает света, суть ее слов именно такая. То есть, не все, что плохо, по своей сути, нужно уничтожать. Речь, конечно, о разъедающей человека скорби и прочих душевных метаниях. На самом деле, посыл более чем правильный, даже с точки зрения психологии. Но самое главное для нас с вами то, что и в книгах красной линии через весь сюжет об этом говорилось. Что Гарри стал героем и победителем силы тьмы именно благодаря тому, что он пережил. Стелл заканчивается, когда нам предоставляют да, мантию-невидимку. Ну, вы удивлены же, правда? Игра же ведь не переполнена фонсервисом, да? Мы же, правда, не ожидали здесь увидеть еще и дары смерти. Ну, конечно. В мантии нас не видит даже смерть, что соотносится с каноном. Далее мы получаем бузинную палочку и начинается крутая заруба. Врагов просто толпы, но палочка настолько мощная, что разносит всех в щепки. Очень драйвовый бой. Ну и куда же без воскрешающего камня. Видимо, в этой деревне в реальности жила бывшая директриса и, видимо, здесь же погибла. И благодаря камню мы, как бы сказать, оживляем воспоминания и получаем доступ к комуту памяти. Честно говоря, камень здесь скорее для коллекции. Можно было бы и без него, но раз уж начали, чего останавливаться. И это было круто. В воспоминаниях мы видим, что директор старалась отговорить из Исидору от ее опытов, но получалось плохо. Та даже без спроса забрала боль директора или ее часть. Баба совсем зарделась. У нас тут, видите ли, очередной Скайуокер. Вы скрывали, вы боялись, а я сильный, я приму эту мощь. Ага, несите тазик. В общем, намечается что-то нехорошее. А что именно, мы узнаем на последнем испытании. Появляется новый хранитель в чалме, профессор Бакар. Правда, сперва, конечно же, разгоночные задания. Сначала нам нужно помочь Гоблину, так как он оказывается нашим единственным выходом на ранкора Ту-ды, на ранрока. А я что сказал, ранкора, да? Неважно. Нужно достать шлем из очередной пещеры, короче. Окей, достали. И хочет вручить ему шлем в знак примирения. И именно этот Гоблин сделал ту самую шкатулку для жены Фига. Забрал, значит, Гоблин шлем и пропал с концами. И как сказал бы Дмитрий Пучков, если бы ученик Хоберца служил во внутренних органах, он бы сразу смекнул, что Гоблин их кинул, а то и вовсе мусорнулся. Но мы с вами не Пучковы, слава богу, и поэтому снаряжаем спасательную экспедицию в Гоблинскую шахту. В экспедицию входит отряд матерых прокоборцев, а, да кого я обманываю? Мы и Себастьян. Вот и весь штурмовой отряд. А че, мало что ли? Это ж Хогвартс Легаси. Мы уже привыкли. Внутри шахт развивается драма. Гоблин, Лот-Гок, кажется, или еще какой-нибудь Хот-Дог, пытается примириться с братом и отговорить его от затей с восстанием. Но тут братушка его, Ран-Рок, узнает, что вот эта вот вся возня с поимкой нашего протагониста была зря. Нас зачем ловили-то? Просто мы могли бы помочь отыскать хранителей, а как итог, место хранения силы, собранной Исидорой. Вот гоблины из кожи вон лезет, чтобы нас поймать. Кстати, вот там и тута. А все это время его брат-братан-братишка в крысу уже знал, как найти хранителей, но не сказал ничего и помогал жене фига. За такое крысятничество и порешить недолго, что, собственно, и случается. Я здесь дурака валяю, а на самом-то деле сцена сильная. Даже по меркам хорошей игры. Здесь таких не очень много, но они правда хороши. И действительно жаль гоблина. И тут еще рядом стоящий рукот начинает воду мотить, потому что гоблины и маги ненавидят друг друга и объединились только ради взаимной выгоды. А сейчас у гоблинов есть все, что надо, и начинается потасовка, из которой мы избегаем. И следом попадаем с Себастьяном в некие руины, которые оказались старым убежищем Исидоры. В нем мы тоже находим омут памяти, показывающий нам старое воспоминание, которое мы уже видели, но дополняющее его. Здесь становится понятна связь Исидора с гоблинами. Именно гоблин, предок Ранрока, сделал хранилище для темной сущности, которое извлекла Исидора из людей, и которые, хранилища эти, ищут Ранрок, ссылаясь на то, что они по праву принадлежат ему. В игре не раз делается акцент на том, да и в книгах тоже, что по закону гоблинов все, что сделали гоблины, принадлежит им. И даже если они это продали, они считают, что одолжили это на время. Разумеется, волшебники их с такими выебонами посылали всегда на три половых органа разом. А дальше смешно. Себастьян тоже видел воспоминания и услышал фразу «избавить от боли». И как начнет орать, мол, а что плохого в таком избавлении? Ты же знаешь, у меня сестра проклята, ей больно, разве она не стоит того, чтобы ее избавить от проклятия? Ты че, ты че против моей сестры? А ну отвечай! И быкует, быкует! Это называется «натянули сову на Хогвартс». И вот непонятно, это сценаристы идиоты и не смогли подвязать линию Себастьяна к сюжету иначе. Или Себастьяна выставляют идиотом, а заодно и нашего персонажа, который даже не пытается кретину объяснить, что избавить от душевной боли и избавить от последствий проклятия это даже близко ни одно и то же. Но нет, зачем-то сделали это поворотным моментом в сюжетной линии нашего товарища. И пока наш протагонист идет на последние испытания Хранителей, давайте я вам расскажу о побочных квестах в игре. Там действительно есть на что посмотреть. Было бы странно делать большой мир, не наполняя его при этом приключениями. О части из них я вам уже рассказал. Но все вот эти вот сборы ключей, листовок, светлячков это все скорее челленджи. Гораздо более интересны задания классические, где фигурируют персонажи, головоломки, приключения. И таковых в такой огромной игре весьма мало по каким-то причинам. Те же задания, что мы встречаем в основном делаются настолько легко, что даже непонятно стоит ли вообще тратить на них время. Эй, я там тролля пыталась приручить. Не получилось, придется его убить. Шучит кому? В смысле мне, опытному взрослому магу? Да нет, что ты, конечно же тебе, ученику Хогвартса. Хех, идешь и убиваешь тролля. Или вот, ой, я там в долине видел какую-то статую, по-любому она волшебная. Эй, райдер, метнись, проверь. И мы берем метлу, минуту полета до статуи, разбили полтора горшка, и да, она волшебная. Ну кто бы мог подумать? Все, идем сдавать квест. Иногда попадается и вовсе нечто, лишь отдаленно похожее на задание. Например, в хижинах, куда ведет каминная сеть, очень часто будут куковать по прошайке, которым жизнь не мила, без какого-то определенного зелья. Если принесешь им его, они в награду дадут от двух до четырех других зелий, даже, как правило, более дорогих, что мешало им обменять те зелья на нужные. Даже не спрашивайте. Это типа сделано, чтобы игроку не было скучно, видимо. Но это не работает. Но все не так плохо. Некоторые задания более-менее интересны. Например, освободить лунного тельца, пойманного браконьерами. Или да. Знаете, я больше ничего не могу вспомнить. Забавно, не правда ли? А, во, вспомнил! Поиск сокровища по карте. Это хотя бы интересно, потому что тебе не напрямую говорят, куда идти. Правда, награда за задание точно такая же, как за любой другой, а именно, никакая. Еще пара интересных миссий в Хоксмеде, но они интересны потому, что фронтир тебе надоест еще быстрее, чем Хогвартс. А тут как бы и ни то, ни другое, мозг отдыхает. Притом, заметьте, мир заполнен разными пещерами, паучьими, логовами, но никакие квесты туда не ведут. Награду за зачистку логова тебе не дадут, чай ты не ведьмак. Хоть всю Британию обезопась всем по барабану, а точнее, игре по барабану, ты не чувствуешь себя причастным к событиям в мире. Да и события не происходят почти. Некоторые пещеры вовсе пусты. Заходишь, берешь сундук и все. Даже сраного паука на страже нет. Ну что за чушь? И что же? С побочками все плохо? К счастью, нет. Есть пяток квестов твоих напарников. Их реально мало. Это минус. И мало как в целом, так и относительно размеров мира. Они не искупают такой вот промах игры. Но они действительно интересны. Они относятся к нашим друзьям, куда можно записать и домовика по имени Игорь. Когда-то он вместе с другим домовиком был на услужении у одной падлы. Падла сдохла и... Перераспределили в Хогвартс. А вот о дружке ни слуху, ни духу. И Дик попросит его найти. Увы, друг уже мертв, потому что старый и уже мертвый хозяин падла загнал его слишком глубоко в пещеры за ингредиентами, где его ранили пауки. Эльф погрутит-погрустит, да и даст нам следующее задание. Мол, слышь, а хочешь себе феникса? Спрашиваешь, конечно хочу. У... Своя история с фениксами. Его хозяин был браконьером и заставлял эльфа ловить для него животных, в том числе и феникса. На одной такой ловле произошел очень нехороший случай и хозяин сдох. Теперь эльф хочет искупить свою вину и помочь другому фениксу, спрятав его от браконьеров. Поход за фениксом не предвещает кучи экшена, но он интересен. Дик доволен, феникс доволен, я доволен. Нечто похожее будет из Поппи Добринг. Она тоже любит животных. В какой-то момент она признается, что росла в семье браконьеров и теперь втихую помогает животным в округе, которых вовсю ловят. Потому что браконьеры охренели в корягу, ибо знают, что мракоборцы и прочие блюстители порядка здесь не появляются. До безопасности людей и тварей есть дело только полутора ученикам. Такая уж игра, едите ее. Очень скоро мы с ней пойдем на штурм логова таких вот живодеров и там обнаружим на привязи двух гиппогрифов, которых тут же и угоним, заодно заимев себе одного из них в личное пользование. Сцена угона гиппогрифа шикарна, как и сцена полета. Только вот несмотря на опасность ты не подойдешь к гиппогрифу без поклона. Притом это демонстрируется ранее. Того же клювокрыла даже перед казнью удалось увезти от хижины Хагрида только после поклона. А тут прям с мыльной жопой и в седло. Непорядок. Потом тот самый шторм палатки с драконом, где мы и находим его яйцо. И надо понятное дело яйцо что? Сва-рить. А, не, вернуть, конечно. И вот квест по возвращению яйца дракону весьма интересный и драйвовый. Реально чувствуется опасность. И совершенно несложно, если, конечно, не вспоминать, что в моменты перебежек от укрытия к укрытию персонаж вдруг отказывается двигаться. Ну тут уж ничего не поделать. Но это только разминка. До Поппи дошли слухи о живых еще сничингах. Это такие золотые и очень быстрые птички, которые много столетий назад вымерли. Они и послужили прообразом для сничий. Так вот, дошли слухи, что браконьеры ищут их след. А значит, ищем и мы. Для этого мы идем в лес с кентавром, который что во времена Гарри Повара козлы, что за сто лет до него. Хотя, технически они лошади, но по характеру козлы, притом вонючие. От злостной сцены группового убийства духа боли элит несовершеннолетнего возраста по предварительному сговору статья УК-105 это Доран. Вот! Что вот? Ну, Доран. Доран это Дранг. А Дранг это Дранг Лейк. А Дранг Лейк это... О, нет. О, да, доктор. Дарк Соулс. Ой. Я умру, да. Обязательно. Но не сегодня. Фух. Отлегло. И, в общем, вот этот вот кентавр как выскочит, как заорет. А на руки от девчонок убрали, да? Таков путь. И убрали ведь. Потому что таков путь. Он единственный нас послушал, мол, что, птички, да? Окей, вы все люди идиоты, конечно, но я вам поверю, да, посмотрим. Сначала, значит, мы ищем по подсказке нужное место, потом ласково туда проникаем, а потом за нами туда проникают не менее ласковые браконьеры, которых, конечно же, нужно убить, потому что хороший браконьер, мертвый браконьер. Тут даже кентавры очухались, мол, сорян, мы думали, что вы собаки сутулы, а вы, вон, птичек спасаете, и как начнут дубайсить остатки браконьеров? И да, мы таки находим яйца с Нитчингом, который вылупляется. Очень милая сцена и очень классная сюжетная линия, прям в духе приключений Патрианы, особенно приключения с драконом. К тому же, это полноценная линейка заданий. Если давал лишь два задания, дежурив все это время в ручайке, то Поппи имеет именно что внушительную линейку квестов, как и остальные два наших друга. Чуть менее лично мне понравилась сюжетная линия Натсай. Если Поппи за ее боевые походы отчитывала бабушка из-за глаза, то у Натсай в школе мать работает учителем и отчитывает уже совсем не за глаза. Натсай же старается извести темных магов, желательно Руквуда, но так уж велено сюжетом, что Руквуд наш второстепенный личный враг по главной линейке. Поэтому Натсай в основном выслеживает его подручного дуболома Теофила Харлоу. Притом, как и у других сокурсников, у Натсай есть скелет в шкафу. Помимо того, что она анимаг, у нее еще и отец был анимагом. И он погиб, заслонив ее от браконьеров. Разумеется, как бы мать ее не отговаривала, мы все равно вместе выслеживаем Харлоу. Даже пытаемся что-то передавать из сведений Констеблю, но даже в этой ситуации Констебль не проявляет никаких активных действий, будто бы говоря нам вот убьют, тогда придете. Собственно, этим и заканчивается. Констебль присылает нам письмо, мол, надо встретиться, перетереть бля буду. Ну, понятное дело, что это не Констебль, это ловушка, но мы придем в нее подготовленными. Хотя в чем там подготовка, хрен его знает. Недолгая схватка, и вот уже Натсай заслоняет нас от заклинания Харлоу. И только в конце подоспевает участковый. Вот же жопа, ей теперь еще и премию поди выпишут за активность и поимку. К счастью, у Харлоу метнул не Авата Кедавра, и Натсай выжила, хоть и сильно пострадала. Это было круцело. И теперь мы навестим ее в больничном крыле. Все счастливы и все живы. Эта сюжетная линия, как по мне, менее интересна, потому что она сильно короче, хотя и размазана по всему сюжету. И в целом, как бы она более скомкана, что ли. Чего не скажешь зато о еще одной квестовой линейке, линейке Себастьяна. Мне она понравилась больше всех. Честно говоря, я думал сперва, что мы начнем с ним враждовать на фоне того, что, мол, я Гриффиндорг, и нашусь тут с гриффиндорцами, даже в Хоксмит взяла Гриффиндорку, но нет, он оказался своим в доску. Он не сдал меня в библиотеке, за что я поделился с ним информацией. Его скелет в шкафу это больная сестра-близнец, которую пару лет назад прокляли во время восстания гоблинов. Потому Себастьяна не любит гоблинов и нас немного за то, что мы связались с одним из них. В общем, сестре теперь не до Хогвартса, она испытывает постоянные сильные боли. Воспитывает их с сестрой их дядя, Соломон Селло, бывший мракоборец, который смирился с тем, что Анну, сестру, не исцелить. Уж не знаю, пытался ли он или просто руки опустил вообще от жизни такой, но вот Себастьян не опустил и ищет лекарства. Заодно знакомит нас с сестрой, да и не только с ней. Опять же, я думал, что Омнис Мракс будет нашим врагом, так он на нас наехал в самом начале. Кстати, он слепой и палочкой ему служит локатором. Но нет, в итоге мы сдружились и с Омнисом. Случилось это во время поисков в скрипторе Слизерина. Мол, была тут такая тайная комнатушка небольшая, не та, которая со Сбьюкой, а чуть поменьше, где он записывал свои дела. Омнис, как наследник Слизерина, прямой, причем пока еще чистокровный, пока, потому что Волдеморд прервал эту самую чистокровность, но это не важно. Он, в общем, знает, где она, но в этой семье он, знаете, такой добровольный изгой и в гробу видал темное искусство, так что пытается нас отговорить. Но в итоге мы все втроем Омниса-Тети, которая тоже вертела темное искусство и великое наследие семьи, в кавычках. Точнее, как раз-таки наоборот, она хотела найти доказательство того, что Слизерин славен не только темными искусствами. Нашла в итоге свою смерть, так как комната закупоривается и откроется только если произнести заклятие Круциатус, то бишь нужна жертва, а она пошла туда одна. В итоге мы можем либо произнести его, либо вытерпеть Круциатус. Так или иначе, мы его выучиваем, став на путь темного мага и зайдя в скрипторий. Кстати, здесь тоже можно отпить из чашечки и пофиг, что ей тысячи лет. На путь темного мага встал и Себастьян. Он считает, что раз прокляли его тьмой, то возможно в ней и нужно искать ответ. Дядя-то забил, орет, мол, что лекарства нет, быть не может, а ты, мол, тварь такая, не подходи к ней вообще, да? Заодно и мы у него крайними тоже становимся. Может, он и пытается заботиться о них обоих, но делает это через жопу. В итоге о Себастьяне кроме нас заботится сестра и Омнис, который очень обеспокоен его интересом к темной магии и не понаслышке знает, как развращают темное искусство, словно жнецы неокрепшего Сарена. В итоге мы с Себастьяном попадаем в некую гробницу, где спрятан мощный артефакт, единственная интересная гробница в игре на самом-то деле. Там же мы разучиваем Империо. После получения артефакта нас находит Омнис и Анна и говорит, мол, что Себастьян совсем съехал из катушек и отправился в ту самую гробницу с тем самым артефактом. Оказалось, благодаря ему он поднял и взял под контроль армию инферналов. Как и мечтал гриндевать, кстати. Ни сестра, ни Омнис вразумить его не могут. Последний вовсе вынужден бежать к директору, чтобы первым рассказать историю так, как выгодно нам, чтобы Себастьяна не повязали. Директор же дружен с семейством Ракс. А случилось тут вот что. Ворвался любвеобильный дядя долбоеб и вместо того, чтобы постараться вразумить племянника, рассказывая кулстори о том, почему он напустил руки или просто потравить байки из мракоборческого прошлого, он нападает на нас обоих, мол, мы тоже замешаны. В итоге мы сражаемся с армией инферналов и дядей одновременно. И тот вызывает инферно. Это колдовской огонь. Именно им сожгут выручай комнату вместе с Крэбом через сто лет. И вот тут начинается действительно драматичный момент. Один из самых драматичных за всю игру. В порыве ненависти Себастьян убивает дядю, после чего сестра отворачивается от него. Конечно, он сожалеет, но сделанного уже не вернуть. Все бы ничего, только вот, знаете, воющий весь бой инфернус так и не пропал в конце. И вот этот адский вихрь выл так, что ничего слышно не было. Притом всю сцену. Не было слышно реплик персонажей, не было слышно драматичной музыки, атмосфера пропала напрочь, цирк Шепито получился. Такой вот идиотский баг. Даже когда мы убегали из гробницы, он не пропал. И как же я был рад удалиться от него, чтобы этот гул затих наконец. Себастьян на всякий случай учит нас убивающего проклятию, а сам подается в бега. В итоге он попытается встретиться с сестрой, но та пока не может его простить. Зато мы с омнисом его понимаем и не отвернулись от друга. Считаю это лучшим побочным квестом игры. Хотя действия дяди откровенно глупы. Но не факт, что это тупой сценарий. Это может быть еще и тупой персонаж. В итоге, кстати, выясняется, что это Руквуд проклял сестру. Но хоть он и будет позже убит, Анна все еще больна. Такой вот неоднозначный финал истории. Но она стоит того, чтобы ее проходить. Кстати, в конце мы натурально становимся черными магами. Я даже приоделся соответствующе. Хотя должен признать, что вот эта вот тема о том, как темные знания погрузят тебя во тьму, это знаете чушь. Здесь же не технологии жнецов или звездной кузницы. Сами по себе они соблазн, да, но обладание ими и даже их применение по нужде не делает человека злым. Например, Альбус Дамблдор прекрасно знал все эти заклятия, хоть на наших глазах и не применял. Опять же, профессор Баккар из этой игры применил убивающее проклятие по нужде. Это не сделало его злым. Что, так себе пример? Окей, хорошо, Северу Снэп. Или давайте еще лучше, профессор Макгонагал применила Империона Кэрроу, чтобы помочь Поттеру. То есть, она и знала, и применила. Это не делает ее плохим человеком. Магия в этой вселенной лишь инструмент. А нам тут рассказывают про какое-то поглощение тьмой. Как итог, у нас есть три отличные сюжетные линии. Плюс еще одна интересная, но короткая от Эльфа. Ну, еще можно вспомнить ту побочку с гонками с Лизеринги, но она так себе. И эти сюжетки действительно украшают игру. Одно плохо, их мало. Все остальные несюжетные задания скучны, убоги и неинтересны. Плюс еще часто в них сбоят слова, накладывая одни диалоги на другие, или начинают говорить прямо во время катсцены, как в случае с кентаврами. Но это все чинится патчами. А вот что патчем не починить, так это именно что скучные задания. Поругал игру? Время похвалить. Знаете, за что ее можно хвалить без всяких но? За музыку. О, да, знаете, музыка здесь очень и очень хороша. Какие требования к музыке могут быть у подобной игры, чтобы она поддерживала атмосферу и не надоедала. А так как основная атмосфера здесь держится на ностальгии по миру Патрианы и ее связью с кино, то и музыка должна напоминать нам в первую очередь кино. И знаете, она напоминает. Да, я говорил безо всяких но. Но, однако, просто отмечу как факт, что из-за подобного подхода назвать саундтрек самостоятельным язык не повернется. Он именно что не самостоятельный, у него даже нет центральной темы, мелодии, по которой грубо узнавали, нет своей Call of the Wind, нет своей или Фарн Руинс. А то, что есть, это не мелодия игры. Это мелодия, придуманная Джоном Уильямсом для первых двух фильмов. И стоит ли говорить, что в основном мелодии стараются походить именно на мелодии Уильямса. Но самое главное, у них это вполне получается. Притом забавно, они походят также и на мелодии последних фантастических тварей. Вообще, если уж быть честным, эти мелодии походят на весь саундтрек Патрианы разом. Таково уж их назначение. Но в рамках игры фансервиса плохо ли это? Нет, я считаю это наоборот очень даже хорошо. Потому что звучит все приятно, красиво и не надоедает, что главное. Вообще, той же Элден Ринг стоило бы поучиться, как на довольно скучных просторах игры сопровождать игрока приятной мелодией, которая не осточертеет за пару часов и не сделает эти просторы еще скучнее. Но не только на Марше все хорошо в музыке, она здесь также отлично подчеркивает социальную часть. Когда ты находишься в Хогвартсе или в Хогсмиде, она именно что создает атмосферу жизни, погружая тебя в тот самый социум, понимаете? Точно так же было с Фейбл. Музыка из того же Оуквейла или Бауэрстоуна будто бы была неотъемлемой частью атмосферы жизни городов и деревень. Так же и здесь. И пусть остальная игра с этим справляется намного хуже, музыка старается изо всех сил и у нее это получается. Как уже сказал, заядлого фаната и тем более меломана будут постоянно посещать чувства дежавю. Очень многие мелодии будут напоминать ему и Уильямса, и последующих композиторов фильмов о патриане и тварях. Даже без учета той самой заглавной известной всем темы. Например, тема «Выручай комнаты» очень похожа на одну из музыкальных тем для шестого фильма, а тема Хоксмеда на тему из третьего фильма. Более того, тема «Выручайки» напомнила мне гимн Хогвартса, который никто никогда не слышал, но слова-то мы знаем. Однако попадаются и действительно интересные самостоятельные треки. Например, у игры отличная тема боя с боссом. Мне прям очень понравилась. Вряд ли на это был расчет, но она напомнила мне тему Брэда Фиделя из второго «Терминатора». Давайте я вам просто одно на другое наложу и сами оцените. И так уж случилось, что я фанат сонтрека к «Терминатору». Отсюда и предвзятость. Также я обнаружил среди музыкальных тем игры «Лакримосу». Уж не знаю, зачем есть именно слезная песня, но звучит она очень красиво. Но, конечно, чаще всего мы будем слышать не ее. Чаще всего мы будем слышать так называемые «Эксплорер темпс». Простите за мой инглиш-лангваги. Короче, темы открытых пространств. Как один из лучших примеров в игропроме подобных тем серия «Зелдер Скроллз». Там полно музыкальных треков на разное время суток и разные регионы от отличного композитора Джереми Соула. Как пока что самый худший пример из всех, что я помню, Элден Ринг, где гадкий, заунывный, полутораминутный луп на огромных локациях. Даже к демонике саундтрек был гораздо интереснее, хотя там на самом деле примерно то же самое. Но он хотя бы был красивый и не заунывный в игре про уныние. Про Хогвартс Легаси могу сказать так. Это, конечно, не Джереми Соул, но и даже не близко уныние Елда Кольца. Очень качественная работа для игры такого уровня. А уровень здесь, напомню, весьма посредственный. Пришло время закончить историю похождения избранного ученика Хогвартса. В моем случае ученицы. Итак, испытание Бакара. Он был любителем животных, а потому, чтобы открыть дверь к испытаниям, нужно оседлать Дроморога, сперва победив его. Вообще, это один из немногих боссов игры, и бой с ним заставил меня понервничать. Потому что игра, честно говоря, фигово приспособлена к бою с крупными боссами. Крупнее человека. Вот схватки с магами и гоблинами здесь хороши. Тем не менее, Дроморог приручен и под очень красивую музыку мы скачиваем к убежищу. Больше этого дикого попуасского Дроморога я из сумки не доставал, ибо смысла в нем нет. Да и игра уже начала надоедать. Сколько можно-то? Конец рядом. Испытание само по себе самое обычное. Пространственные головоломки, интересные, как всегда, и финальные воспоминания. В нем мы видим, как Бакар решил проведать Исидору, но застал дома только ее отца. И походу тут избавлен не только от чувства скорби, но и вообще от всех чувств. Короче, он овощ. Исидора совсем поехала кукуха и начала применять эту магию на ученика Ховардса под предлогом жизни без боли. И вот, четыре хранителя уже бегут разбираться с Исидорой. Та нападает на директора и завязывается бой, из которого хранители вряд ли выпутаются без потерь. И Бакар вынужденно убивает Исидору. Собственно, именно это его портреты собирался нам показать, что благие намерения их ученицы свели ее с ума и сделали из нее натурального монстра. Кстати, здесь во время сражения вновь косяк, который начали внедрять еще в фильмах, и в этой игре он трижды встречается. Вот этот вот эффект скрещенных лучей это на самом деле крайне редкое явление, которое случается в конце четвертой книги или же фильма в бою с Волгемортом. И на то была масса причин, как минимум палочки-близнецы. Все остальные скрещенные лучи в фильмах и играх по этой франшизе не более чем от себя тяна ради зрелищности. Но так ли уже это важно на фоне остального, задать. Ну и теперь пришло время идти на штурм того самого хранилища энергии Сидоры. Потому что, разумеется, пока мы проходили испытания, кто бы мог подумать, армия гоблинов уже прорвалась туда и вовсю там кутит. Как? Ну, они построили буры. А что, так можно было, что ли? Оказывается, можно. И тут профессору Фигу, значит, приходит в голову великолепная просто идея. А что, может, не надо нам скрывать это всех и просто позвать на помощь? Батюшки, какая свежая мысль. Главное, своевременная. Ну, знаете, лучше уж поздно, чем никогда. И начинается финальная миссия. И я вам скажу, это одна из лучших финальных миссий в играх из тех, что я видел. Если вы помните, как я хвалил финал Mass Effect 2 или же Mass Effect Andromeda, то вот вам еще одно дежавю. Мы врываемся в хранилище, а там уже толпы врагов, с которыми нам не справиться. И тут, под ту самую шикарную боевую музыку, наконец, является Учителя. Да, прямо как в конце пятого фильма они прибывают и начинают массовую зарубу выигрывать для нас время. Расхреначивают отряды гоблинов и троллей только в путь. Смотреть на это одно удовольствие. Кооперация могучих магов это очень зрелищно. Притом, приходят почти все Учителя. Что характерно, наши друзья-ученики не приходят, кто бы сюда пустил. Ну, а так, все на месте. И зельевары, и трансфигураторы, и защита от темных искусств, и предсказания, и астрономии, и полеты на метлах. Ощущение, будто в битве за Хогвартс, той, что времен Волдеморта. Хотя, по факту, это она и есть. Напряжение и сосредоточенность на событиях тут такие, что не отлипаешь от монитора ни на секунду. Просто великолепно. Ради этого стоило проходить игру. По доброй традиции, мы слегка опоздали. Гоблин, мало того, что спер палочку жены Фигве, причем давно, так еще и серьезно ранил его. Думалось даже, что убил. И поглотил мощь из хранилища, превратившись при этом в дракона. Почему в дракона? Ну, потому что не в бабочку же, правильно? В общем, сражение с боссом-драконом. Да. Это лучше, чем босс-паук. Угу. Сражение, к счастью, не самое неудобное, как можно было бы ожидать. Все же, напомню еще раз, бои с громадинами здесь сделаны не лучшим образом. Однако, бой не перезатянут и не переусложнен. Силой древней магии и молитвами Богу-императору мы одолеваем ран-рока-дракона при помощи оправившегося от ран профессора Фига. Но, к сожалению, в этом бою он все же гибнет. И это на самом деле драматичный момент. Персонажа жалко. После боя в главном зале проходит церемония прощания, а профессор Уизли вызывает нас к себе. Говорит, что, мол, если вдруг я устану хранить такую силу, то всегда можно вспомнить народную мудрость. Большую тайну может хранить только большой коллектив. Заодно она отметит наши успехи в учебе. Лично про меня она сказала, что я молодца, но есть куда стремиться, ведь мы все же все еще можем выиграть Кубок Школы. Но, разумеется, я молодца. Я прошел игру не самую маленькую, исследовав немало дыр и решив немало загадок, перебив толпы врагов и потратил на это ровно 39 часов. Но здесь, как в Архемнайт, чтобы открыть финал финала, нужно закончить все побочки. В Хогвартс Легаси нужно завершить все испытания. То есть решить все головоломки, выполнить все дуэльные уловки, лопнуть все шарики, найти все дымемаски и так далее. И тогда мы увидим сцену вручения Кубка Школы, где, скорее всего, его получит наш факультет. Но, знаете, за 40 часов игра успела мне надоесть. Самое интересное в этом торте я уже подъел, а то, что осталось, оно, скажем так, съедобное, ну, совсем уже невкусное. И потому моя избранная гриффиндорка, Клара Захаровна, со спокойной душой отложила свою палочку и ушла в закат. Вот такая вот игра. Я бы сказал, что она неоднозначная, но это, скорее, не правда. Она однозначная, однозначно средненькая, держащаяся на огромной куче фан-сервиса. В общем-то, она на 90% из него и состоит. Плохо ли это? К сожалению, да. Понимаете, фан-сервис это очень хорошо, но это как голодному жрать пирожные, в них нет необходимых организм и элементов. Тебе вкусно, но это ненадолго, да и пирожные в итоге тоже надоедают. А так как это быстрые углеводы, сахар в крови очень скоро рухнет, и ты почувствуешь голод и усталость, пустоту внутри. Вот так же и здесь, понимаете? Фан-сервис это такая хорошая добавка к игре по любимой многим вселенной, но не основа всей игры, иначе, как только он себя исчерпает, обнажается та самая пустота. Убери все связанное с Патерианой и узри. Игра банальный среднячок, в который никто играть бы не стал. Ну или почти никто, потому что все равно у каждого продукта находятся свои почитатели, правильно же? Игра сама будто бы не понимает, как должна быть устроена. Повествования рваные, неплохой сюжет местами толкает пинками, как чабановцу. Одно к другому подвязывает несуразно, натягивает буквы на Хогвартс. Геймплей такой же неровный, даются варианты выбора, которые ни на что не влияют, но внезапно у нас уникальные миссии факультетов. Дают награды за задания, но внезапно наград меньше, чем заданий. То ты, значит, ходишь на уроки, и школа кажется живой, то вдруг между ними симуляция социума внутри здания крутит тебе фиги. И так здесь вообще во всем. Хогвартс Легаси будто кричит «Ребят, сорян, меня делали новички!» Однако, следует отдать должное этим новичкам. Тот самый пресловутый фансервис сделан очень и очень умело. Наверное, это лучшее его проявление, если уж не в истории игр, то за последние десятилетия. Говоря об этом, как думаете, не по той ли причине Хогвартс Легаси стала самой ожидаемой игрой десятилетия? По этой, конечно же, и по причине того, что люди изголодались по нормальной Патриане. Не по этому долбанному постканону в виде проклятого детяти и фантастических мразей, а по той Патриане, что была в романах. И удивительно, при всех вот этих современных веяниях и откровенной сценарной импотенции огромного количества разработчиков, Хогвартс Легаси получился не просто интересным, а даже очень и очень интересным. Это не лучший образец следования канону, но лучший из последних. Во времена, где даже создатель канона на тот самый канон забил, это очень дорогого стоит. Но только в случае, если ты фанат вселенной. Не являясь им, ты рискуешь нарваться на еще одну игру, которой, мягко говоря, до хорошей есть еще куда расти. Но в этом и прелесть, понимаете? Когда та же Элден Ринг состоит даже не на 90, а на 100% из самокопирования и фансервиса, мы вспоминаем, что это уже минимум шестой проект матерой уже давно студии. А Хогвартс Легаси фактически дебют компании. И для дебюта это очень и очень достойный выход цыганочкой. Этого нельзя не признать. Вот если последующие игры будут таковые появятся, останутся такими же, тогда да, это можно предъявить уже как очередную скудоумность фантазии и лень разработчиков. Но как оно будет и будет ли вообще, мы понятия не имеем. Можем только ждать и верить, что однажды выйдет еще одна игра по любимой нами вселенной, которая учтет ошибки прежней и станет по-настоящему культурным феноменом своего времени. Все может быть. Ну а пока что АВАДАХИДАВРА! В глаза мне смотреть. ДАРК СОЛС ДАРК СОЛС ДАРК СОЛС Ну хоть здесь все правильно. ДАРК СОЛС